В квартире этажом ниже жила молодая девушка с матерью. Они приехали из Ивенсвилля, штат Индиана. Это была семья казначея крупной железнодорожной компании. Дочь приехала в Чикаго совершенствоваться в музыке, а мать сопровождала ее, чтобы девушка не скучала. Кэрри не завела с ними знакомства, но нередко сталкивалась с девушкой, когда та приходила или уходила. Несколько раз Кэрри видела ее за роялем в гостиной меблированных комнат и часто слышала ее игру. Девушка хорошо одевалась, и когда она садилась за рояль, на ее белых пальчиках сверкали кольца. Музыка имела большую власть над Кэрри. Нервы молодой женщины отжались тонкостью восприятия, и некоторые аккорды вызывали в ней смутные думы, пробуждая тоску по многому, чего она была лишена. Эти же думы заставляли ее крепко держаться за то, чем она обладала. Одну небольшую вещицу пианистка исполняла особенно трогательно и нежно. Кэрри услышала ее через открытую дверь своей квартиры. Это было в тот час между сумерками и тьмой, когда для людей праздных, для тех, кто не нашел себя в жизни, все кругом приобретает грустный облик, и человек мысленно уносится в далекие странствия, из которых возвращается опустошенный, с воспоминаниями об угасших, навсегда отлетевших радостях. Кэрри сидела у окна и глядела на улицу. Друэ ушел еще в десять часов утра. Она развлекала себя сначала прогулкой, потом чтением романа Дерте Макклей, оставленного ей Друэ, но книга не доставляла ей особого удовольствия. Чтобы скоротать время, она переоделась в более подходящее для вечера платье, а потом опять села у окна и принялась смотреть в парк. Охваченная такой печалью и беспокойством, какие только может испытывать в подобных обстоятельствах натура, жаждущая разнообразия и полноты жизни. Так она сидела, раздумывая над своим новым положением, когда снизу из гостиной вдруг повелись звуки рояля и спутали ее мысли, придав им новую окраску. Кэрри вспомнились самые лучшие и самые печальные дни ее короткой жизни. На миг ее охватило раскаяние. В таком настроении застал ее Друэ. С его появлением в комнату словно ворвалась струя совсем иного воздуха. Сумерки уже сгустились, но Кэрри не зажигала света. Огонь в камине тоже почти догорел. «Где ты, Кэт?» — окликнул ее Друэ, назвав ласкательным именем, которое он для нее придумал. «Я здесь!» — ответила она. В ее голосе звучала грусть, но Друэ не способен был это уловить. Ему недоставало того чутья, которое подсказало бы ему, что надо деликатно подойти к женщине и утешить ее. Он чиркнул спичкой и зажег газ. «Да ты никак плакала!» — воскликнул он. И правда, глаза Кэрри были еще влажны от невольных слез. «Вот так-так!» — удивился Друэ. «Это не годится». Он взял ее за руку, предполагая в своем добродушном эгоизме, что только его отсутствие было причиной ее тоски и слез. «Полно, полно, Кэд!» — продолжал он. «Все будет хорошо. Слышишь музыку? Давай потанцуем». Он вряд ли мог бы предложить ей в эту минуту что-либо более неуместное. Слова Друэ показали Кэрри, что ей нечего искать у него сочувствия. Ей трудно было бы определить, в чем именно заключался его недостаток, в чем была разница между ним и ею. Но она все же ощущала и этот недостаток, и эту разницу. Друэ совершил свою первую крупную ошибку. То, что говорил Друэ о юной музыкантше, когда та по вечерам выходила в сопровождении матери, заставляла Кэрри с особым вниманием присматриваться к манерам женщин, сознающих свое достоинство. Она смотрелась в зеркало и слегка поджимала губки, чуть откидывая при этом голову назад, как это делала дочь железнодорожного казначея. Она стала легким небрежным движением подбирать юбку, разве Друэ не обращал ее внимания на то, как грациозно это проделывает молодая музыкантша, да и многие другие женщины. А ведь Кэрри от природы была переимчива. Она начала усваивать все те мелкие черточки, которые рано или поздно приобретает всякая хорошенькая женщина, не лишенная тщеславия. Короче говоря, ее представления об изяществе значительно расширились, и, соответственно, изменилась ее внешность. Кэрри стала женщиной с весьма развитым вкусом. Это не укрылось и от Друэ. Он заметил и новый бант в ее волосах, и то, как она по-новому взбила локоны однажды утром. — Тебе очень к лицу эта новая причет, — сказал он. — Ты находишь? — обрадовалась Кэрри. Его слова заставили ее проверить в тот же день и другие свои успехи. Кэрри уже не так тяжело ступала при ходьбе, и это опять-таки было подражанием изящной походки дочери казначея. Трудно сказать, как велико было влияние музыкальной соседки, но только Кэрри многому научилась у нее. И когда Герцтвуд впервые известил своего друга, он встретил молодую женщину, во многом отличавшуюся от той Кэрри, с которой Друэ в свое время заговорил в поезде. В ее одежде давно уже исчезли прежние недостатки, и тоже можно было сказать о ее манерах. Она была хороша, изящна и прелестна в своей робости, рожденной неуверенностью в себе. В больших глазах было что-то детски наивное. И вот это-то и пленило на крахмаленного позера Герцтвуда. Вечное влечение увядающего к юному и свежему. В Герцтвуде сохранилась еще эта способность ценить все цветущее, как неиспорченное молодое. И сейчас она вспыхнула с новой силой. Он глядел на миловидную девушку и чувствовал, как от нее исходят нежные волны сияющей юности. Его светская присыщенность не могла обнаружить в ее больших ясных глазах ничего похожего на притворство. Даже ее легкое тщеславие, подметь он его, понравилось бы ему и показалось бы прелестным. И как это удалось Друэ пленить ее, подумал он, направляясь в своем экипаже домой. С первого же взгляда Герцтвуду стало ясно, что Кэрри гораздо утонченнее Друэ. Экипаж катился между двумя рядами убегавших назад газовых фонарей. Герцтвуд сидел, сложив на коленях затянутые в перчатке руки, и все еще видел перед собой освещенную комнату и личика Кэрри. Он не переставал думать о юной красоте этой женщины. «Надо послать ей цветов», — решил он. Друэ не рассердится. Он ни на секунду не скрывал от себя, что Кэрри ему нравится. Его нисколько не беспокоило то, что Друэ имеет право первенства. Он просто отдался течению легких, как обрывки паутины мыслей, надеясь, что где-то он ухватится за одну из них и соединит в одно целое. Конечно, он не знал и не мог предвидеть, к чему это приведет. Несколько недель спустя Друэ, по-прежнему разъезжавший по всей стране, вернувшись в Чикаго из поездки в город Омаха, повстречался с одной из своих прежних приятельниц, Большой Щеголихой. Он намеревался немедленно поехать на Огденсквер, чтобы устроить сюрприз Кэрри, не знавший о его возвращении, но эта встреча заставила его изменить первоначальное решение. «Давайте пообедаем вместе», — предложил он своей знакомой, нисколько не беспокоясь о том, что могут увидеть. С удовольствием согласилась она. Они зашли в один из лучших ресторанов, чтобы поболтать и вспомнить старое. Встретились они в пять часов, обед закончился лишь в половине восьмого. Друэ только что рассказал своей даме какой-то забавный случай, и лицо его уже расплылось в улыбке, как вдруг он встретился взглядом с Герцтвудом. Тот вошел в ресторан в сопровождении нескольких друзей, и, увидев молодого камевая Жора в обществе какой-то женщины, вовсе не Кэрри, сделал соответствующий вывод. «А, шалопай!» — подумал он, и мысленно добавил, искренне сочувствуя Кэрри, напрасно он так обижает бедную девочку. Едва Друэ поймал на себе взгляд Герцтвуда, как мысли его понесли с бешеным голопом, перегоняя одна другую. Впрочем, у него еще не было никаких дурных предчувствий, пока он не заметил, что Герцтвуд притворяется, будто не видит его. И тут он вдруг вспомнил, какое впечатление произвела Кэрри на Герцтвуда. Он подумал о том вечере, который они провели тогда втроем. Черт возьми, придется как-нибудь объяснить это Герцтвуду. Случайная встреча, полчаса за столиком со старинной приятельницей, стоит ли этому придавать значение? Впервые в жизни Друэ был серьезно озабочен. Он столкнулся с осложнением морального порядка и не в состоянии был предвидеть, чем это может кончиться. Герцтвуд будет смеяться над ним и назовет его «ветрогоном». Ну что ж, он и сам посмеется с Герцтвудом. Кэрри ничего не узнает и точно так же ничего не будет знать его знакомая, которая сейчас сидит с ним за столом. Но как ни старался Друэ успокоить себя, он не мог прогнать овладевшего им неприятного ощущения. На него как будто легло позорное клеймо, а меж тем он ни в чем не виноват. Друэ поспешил закончить обед, усадил свою знакомую в экипаж и направился домой. — Что-то он мне не рассказывал об этих других своих пассиях, размышлял Герцтвуд. Он думает, что я верю, будто он любит ту. У него нет никаких оснований думать, что я погуливаю на стороне, поскольку я совсем недавно познакомил его с Кэрри, размышлял в свою очередь Друэ. — А я вас видел, — шутливо заметил Герцтвуд, когда Друэ некоторый разошел в его сверкающее владение, ибо не в силах был лишить себя привычного удовольствия. Произнося эти слова, Герцтвуд наставительно поднял палец, точно отец, разговаривающий с сыном. — А, эта старая приятельница, с которой я случайно встретился по дороге с вокзала, — поспешно объяснил Друэ. В свое время она была не дурна. — И все еще немного нравится, а? — так же шутливо сказал Герцтвуд. — О, Друэ, просто я никак не мог от нее улизнуть. — Долго пробудете в Чикаго? — спросил Герцтвуд. — Всего несколько дней. — Вы непременно должны пообедать со мной вместе с вашей девочкой, — сказал Герцтвуд. — Сдается мне, что вы держите ее в заперти. Я возьму ложу на Джо Джефферсона. — О, я вовсе не намерен прятать ее, — ответил камележор. — Мы охотно поедем. Герцтвуд остался чрезвычайно доволен. Он ничуть не верил, что Друэ питает сильное чувство Керри. Он завидовал камележору. И теперь, при взгляде на хорошо одетого, веселого молодого человека, который так нравился ему, в глазах его вспыхнул огонь ревности. Он начал мысленно критиковать Друэ. В нем ни мужского обаяния, ни ума. Он стал видеть его недостатки. Каково бы ни было его мнение о Друэ, как о славном малом, он с некоторым пренебрежением смотрел на него, как на любовника. Его нетрудно будет убрать с пути. Герцтвуд был уверен. Да ему достаточно было бы только намекнуть Керри на тот маленький случай, который произошел в четверг, и все было бы кончено. Непринужденно болтая и от души смеясь, Герцтвуд не переставал думать об одном и том же, а Друэ ничего не замечал. Ему не под силу было разгадать такого человека, как Герцтвуд. С улыбкой принял он приглашение, меж тем, как тот стоял и всматривался в него ястребинным взглядом. А героиня этой запутанной комедии ни о ком из них и думать не думала. Она приспосабливала ей чувства к новой обстановке и окружению, и отнюдь не собиралась страдать из-за Друэ или Герцтвуда. Однажды вечером Друэ застал ее перед зеркалом. Она стояла и прихорашивалась. — Ага, — шутливо воскликнул он, неожиданно входя. — Я начинаю думать, что ты становишься кокеткой. — Ничего подобного, — улыбнувшись, ответила Керри. — Во всяком случае, ты чертовски хороша, — продолжал он, обнимая ее за талию. — Надень синее платье, пойдем в театр. — Ах, как жаль. Я обещала миссис Гейл пойти с ней на выставку, — сказала она виновата. — Вот как? — рассеянно промолвил Друэ, словно что-то обдумывая. — Меня лично выставка не интересует. — Право не знаю, как и быть, — нерешительно сказала Керри, вовсе не собираясь, однако, нарушить обещание в угоду Друэ. В эту минуту в дверь постучали. Вошла служанка и подала Друэ запечатанный конверт. — Посыльный говорит, ему приказано ждать ответа, — сказала горничная. — От Герствуда, — сказал Друэ, тотчас узнав почерк приятеля. Он вскрыл конверт и принялся читать. — Вы непременно должны пойти со мной сегодня в театр, — гласило письмо, — играет Джо Джефферсон. На сей раз приглашаю я, как мы условились, отказа не принимаю. — Что ты скажешь на это? — без всяких задних мыслей спросил Друэ. — С языка Керри уже готова была сорваться согласие. — Ты лучше сам реши, Чарли, — все же сдержанно произнесла она. — Я думаю, нам следовало бы пойти, если только ты сумеешь отказаться от приглашения миссис Гейл, — сказал Друэ. — О, это можно будет устроить, — не задумываясь, решила Керри. Друэ взял листок бумаги, чтобы написать ответ, а Керри немедленно пошла переодеваться. Ей и самой неясно было, почему она предпочла приглашение Герцтвуда. — Как ты думаешь, сделать мне такую же прическу, как вчера? — спросила, возвращаясь в комнату Керри. В руках она держала какие-то предметы туалета. — Конечно, — отозвался Друэ. Керри облегченно вздохнула при мысли, что он не сердится. Она отнюдь не считала, что согласилась принять приглашение, потому что Герцтвуд ей нравится. Просто провести вечер в обществе его и Друэ было самым приятным из всех вариантов, какие были предложены ей в тот день. Она оделась и причесалась с особой тщательностью, и они вышли из дому, предварительно извинившись перед миссис Гейл. — Однако, — воскликнул Герцтвуд, когда Керри и Друэ показались в вестибюле театра, — мы сегодня очаровательны. Керри вздрогнула, почувствовав на себе его восхищенный взгляд. — Пойдемте, — сказал он и двинулся вперед, показывая дорогу. Театр блистал нарядами. Это была живая иллюстрация к старому выражению «разодеться в пух и прах». — Вы когда-нибудь видели Джефферсона? — спросил Герцтвуд, когда они расположились в ложе и слегка наклонился при этом к Керри. — Нет, никогда, — ответила она. — О, он бесподобен, бесподобен. И он стал рассыпаться в похвалах по адресу актера, повторяя избитые фразы людей своего круга. Герцтвуд отправил Друэ за программой и снова принялся рассказывать Керри про Джефферсона, то, что он о нем слышал. Молодой Камевеа Жор был несказанно доволен роскошным убранством лож, элегантным видом своего друга, а Керри, когда глаза ее случайно встречались с глазами Герцтвуда, видела в его взгляде столько чувства, сколько никто и никогда не проявлял по отношению к ней. В ту минуту она даже не могла понять, в чем дело, так как в следующий миг во взгляде Герцтвуда она обнаруживала кажущееся безразличие, а в его манерах только любезность и вежливость. Друэ тоже принимал участие в разговоре, но по сравнению с Герцтвудом казался весьма недалеким. Управляющий баром развлекал и его, и Керри, и теперь она отчетливо понимала, насколько Герцтвуд выше Друэ. Она инстинктивно чувствовала, что он и сильнее, и умнее, хоть и держится удивительно просто. К концу третьего действия она окончательно пришла к убеждению, что Друэ всего лишь добрый малый, а во всех других отношениях ему многого не достает. С каждой минутой он все больше терял в ее глазах, не выдерживая опасного сравнения. «Я получила огромное удовольствие», — сказала Керри по окончании спектакля. «Я тоже поддержал ее Друэ, и, не догадывающийся, что в душе ее разыгралась битва, в которой его позиции сильно пострадали, он напоминал древнего китайского императора, который восседал на троне, очень довольный собою и своим могуществом, и вовсе не подозревал, что в это время враги отнимают у него лучшие земли». «А вы избавили меня от скучного вечера», — ответил Герцвуд, — «спокойной ночи». Он взял маленькую ручку Керри, и их обоих словно пронзил электрический ток. «Я так устала», — ответила Керри, когда Друэ заговорил было с ней в вагоне конки, и откинулась на спинку сиденье. «Тогда посиди, а я пойду покурю». Он встал и вышел на площадку, беспечно предоставив игре идти своим чередом. Глава двенадцатая Яркие огни особняков Мольба искусителя Миссис Герцвуд не имела ни малейшего представления о моральной неустойчивости мужа, хотя и наклонности, хорошо ей известные, могли бы заставить ее быть на стороже. Трудно было предугадать, на что способна эта женщина, если вывести ее из себя. Герцвуд и тот не мог бы заранее сказать, как поступит его жена при тех или иных обстоятельствах. Миссис Герцвуд не принадлежала к тем женщинам, которые позволяют себе приходить в ярость. Прежде всего, она слишком мало верила в людей и прекрасно знала, что все не без греха. Затем она была слишком расчетлива и никогда бесполезным шумом не лишала бы себя преимущества знать все до малейших деталей. Она никогда не позволила бы своему гневу вылиться сразу в один сокрушительный удар. Она стала бы выжидать, размышлять, тщательно изучать все подробности, накопляя их одну за другой, пока, наконец, ее сила не сравнялась бы с жаждой мести. В то же время она не стала бы мешкать, если бы ей представился случай нанести обидчику рану, все равно серьезную или легкую, и при том так, чтобы объект ее мести сам не знал, откуда грянула беда. Это была холодная, самовлюбленная женщина, и в голове у нее теснилось немало мыслей, которые никогда не находили себе выражения, и которые миссис Герцвуд не выдала бы даже мимолетным взглядом. Многие из этих черт Герцвуд угадывал в натуре жены, хотя ничто пока не подтверждало его догадок. Они жили мирно, и он отчасти был даже доволен своей семейной жизнью. Он нисколько не опасался своей супруги, для этого не было никаких оснований. Миссис Герцвуд все еще слегка гордилась своим мужем, тем более, что ей по-прежнему хотелось поддерживать в обществе мнение о сплоченности своей семьи. И все же втайне она была очень довольна, что значительная часть имущества мужа переписана на ее имя. Она склонила Герцвуда принять эту меру предосторожности давно, когда домашний очаг обладал для него большей притягательной силой, чем теперь. У миссис Герцвуд не было ни малейшего повода предполагать, что в ее домашнем быту может когда-нибудь произойти какой-то неприятный поворот. И все же мрачные тени, которые порою опережают события, заставляли ее иной раз радоваться, что состояние мужа, в сущности, у нее в руках. Поэтому, ничем не рискуя, она всегда имела возможность проявить упорство, а Герцвуд держал себя очень осторожно, ибо не знал, как поведет себя жена, если вызвать ее недовольство. И вот в тот вечер, когда Герцвуд, Кеви и Друэ сидели в ложе театра Маквикера, сын Герцвуда, оказывается, сидел в шестом ряду портера с дочерью Кармайкла, совладельца крупной мануфактурной фирмы в Чикаго. Герцвуд не заметил сына, так как по обыкновению держался в глубине ложи, а его можно было увидеть лишь в тех случаях, когда он слегка наклонялся вперед, да и то только из первых шести рядов портера. Он всегда сидел так в театре, стараясь, чтобы его присутствие было по возможности никем не замечено, если, конечно, у него не было оснований поступать иначе. Утром за завтраком молодой Герцвуд сказал отцу, — Я видел тебя вчера вечером. — А, ты был вчера в театре Маквикера? — самым беспечным тоном спросил Герцвуд. — Да, — ответил Джордж. — С кем ты был? — С мисс Кармайкл. Миссис Герцвуд испытующе посмотрела на мужа, но выражение его лица ничего не сказала ей. Герцвуд мог случайно зайти ненадолго в театр. — Как пьеса? — спросила она. — Превосходная, — ответил Герцвуд, — только уж очень старая, Рип Ван Винкль. — С кем же ты был? — с напускным равнодушием спросила она. — С Чарльзом Друэй и его женой. Это друзья мистера Моя, а не наездом в Чикаго. Ввиду особых условий работы Герцвуда это обстоятельство не могло вызвать у его жены никаких подозрений. Миссис Герцвуд мирилась с тем, что служба вынуждает его иногда бывать в обществе без жены. Но последнее время он уже несколько раз отговаривал со служебными обязанностями именно тогда, когда она куда-либо звала его. Так было как раз накануне утром. — А мне, помнится, ты говорил, что будешь занят, — заметила миссис Герцвуд, осторожно выбирая слова. — Я и был занят, — воскликнул муж. — Но я ничего не мог сделать, пришлось пойти, зато потом я должен был работать до двух часов ночи. Пояснение Герцвуда на время прекратило всякие дальнейшие расспросы, но от этого разговора у обоих супругов остался на душе неприятный осадок. Миссис Герцвуд трудно было бы найти более неудачное время для того, чтобы предъявлять какие-либо требования. Уже немало лет супруг постепенно охладевал к ней и скучал в ее обществе. Теперь, когда на его горизонте засиял новый свет, старое светило совсем померкло. У него не было ни малейшего желания оглядываться на прошлое, и всякое напоминание о нем раздражало его. Миссис Герцвуд, однако, вовсе не собиралась идти на уступки и требовала, чтобы муж свято чтил брачный контракт, даже если этот контракт давно уже стал мертвой буквой. — Мы вечером собираемся в гости, — заметила она несколькими днями позже. — Я хотела бы, чтобы ты пошел с нами к Кинсли и познакомился с супругами Филлипс. Они остановились в отеле «Тремонт», и мы решили развлечь их и показать им город. После недавнего инцидента с театром Герцвуд не мог отказать ей, несмотря на то, что эти Филлипсы были так неинтересны, как только могут быть неинтересны люди тщеславные и невежественные. Он согласился, но не слишком любезно, и, уходя из дому, был страшно зол. — Этому надо положить конец, — решил он. — Я вовсе не намерен таскаться по гостям, когда я должен работать. Вскоре после этого разговора миссис Герцвуд выступила с новым предложением. На этот раз речь шла о каком-то утреннике в театре. — Моя милая, — ответил ей муж, — у меня совсем нет свободного времени, я очень занят. — Однако ты же находишь время, чтобы ходить с другими в театр? — раздраженным тоном возразила ему жена. — Ничего подобного, — рассердился Герцвуд. — Я не могу пренебрегать деловыми связями только и всего. — Очень хорошо, — прошипела миссис Герцвуд и плотно сжала губы. Чувство взаимного антагонизма между супругами усилилось. С другой стороны, приблизительно в равной мере усилился и интерес Герцвуда к маленькой фабричной работнице, с которой он познакомился у Друэ. А та уже освоилась со своим положением и под влиянием новой подруги успела сильно измениться. Кэрри обладала приспособляемостью людей, борющихся за свое освобождение. Блеск более яркой жизни не пропал для нее даром. Она не могла бы похвастать, что приобрела много знаний, зато в ней пробудили... ...видом прекрасных, но недоступных для нее особняков, окруженных прелестными лужайками. На северной стороне в то время появилось много изящных домов, там, где теперь северная набережная. Ограда из камня и искусственного гранита, что в настоящее время окружает озеро Мичиган, тогда еще не существовало, но уже была положена отличная дорога, газоны с обеих сторон ласкали взор, а все здания были новые и красивые. Однажды, когда миновала зима и уже наступили первые чудесные весенние дни, миссис Гейл наняла экипаж и пригласила Кэрри покататься с нею. Проехав через Линкольн-парк, они направились в Ивенстон, в четыре часа повернули назад и около пяти достигли северной набережной. В это время года дни еще сравнительно коротки, и вечерние тени уже сгущались, окутывая огромный город. Фонари замигали тем мягким светом, который кажется глазу водянистым и прозрачным, в воздухе была разлита нега, которую тонко чувствует и тело, и душа. Кэрри прониклась красотой весеннего вечера, в ней зрело множество желаний. Время от времени по гладкой мостовой навстречу ей и миссис Гейл катились экипажи. Один из них остановился. Скозил, соскочил лакей и распахнул дверцу перед джентльменом, видимо, неторопливо возвращавшимся с вечерней прогулки. За широкими, только что зазеленевшими лужайками, тепло светились лампы, освещая богатую обстановку комнат. Иногда глаз различал красивое кресло или стол или уютный уголок. Подобные зрелища необычайно занимали и восхищали Кэрри. Казалось, перед нею длинной чередой проходили те сказочные дворцы и замки, о которых она грезила в детских снах. Она готова была поверить, что там, за этими пышными, украшенными резьбой подъездами, где свет из граненых матовых шаров падал на двери с цветными и узорными стеклами, люди не знают забот, не знают неудовлетворенных желаний. Да, там, несомненно, царит счастье. Если бы она могла пройти по этой широкой аллее и подняться по ступеням этого разукрашенного, казавшегося ей таким прекрасным, подъезда, войти в него, очутиться среди роскоши и богатства, которыми она могла бы владеть и распоряжаться, О, как скоро отлетела бы вся ее грусть, как в одно мгновение исчезла бы боль из сердца. Кэрри смотрела и смотрела кругом, девясь, восхищаясь, тоскуя и все время слыша манящий голос неутолимых желаний. Вот бы и весь такой дом, вздохнув, заметила миссис Гейл. Какое это счастье! — А говорят, что на свете нет счастливых людей, — промолвила Кэрри. Она немало наслышалась лицемерных рассуждений лисы на тему о незрелом винограде. Однако я замечаю, что люди в роскошных особняках как-то мирятся со своим бедственным положением, — иронически заметила миссис Гейл. Когда Кэрри вернулась домой, ей сразу бросилась в глаза относительная убогость ее квартирки. Молодая женщина была достаточно наблюдательна, чтобы понимать, что это всего лишь три маленькие комнаты в скромном меблированном доме. Она сопоставляла их не с тем, что было у нее раньше, а с тем, что она видела на набережной во время катания с миссис Гейл. Перед ее глазами все еще стояли красивые особняки, а в ушах раздавался звук мягко катящихся экипажей. «Кто такой, в конце концов, Друэ? И кто я?» — невольно подумала Кэрри, покачиваясь в качалке у окна и глядя на освещенный фонарями парк, за которым мигали огни Уоррен и Эшленд-стрит. Она была слишком взбудоражена, чтобы пойти поесть, и слишком ушла в свои мысли, чтобы найти себе другое занятие, кроме как покачиваться в качалке и напевать. Ей вспоминались давно забытые мелодии, и от них еще больше ныло сердце. Ее снедала тоска, тоска, тоска. Она тосковала то по старому домику в Колумбии-Сити, то по особнякам на набережной, то по изысканному платью, замеченному на какой-то даме, то по красивому пейзажу, бросившемуся ей в глаза днем. Она была печально без меры и в то же время полна смутных стремлений и грез. Наконец Кэрри начала казаться, что она необычайно заброшена и одинока. Ее губы вздрагивали, и она с трудом сдерживала себя. Минуты бежали за минутами, а она все еще неподвижно сидела в полумраке у окна и тихонько напевала, не сознавая, что сейчас она в сущности так счастлива, как ей никогда уже не быть. И вот в то время, как Кэрри продолжала сидеть вся во власти напавшей на нее тоски, вошла горничная и сообщила, что в передней находится мистер Герцтвуд и спрашивает, можно ли ему видеть миссис и мистера Друэ. — Видимо, он не знает, что Чарли нет в городе, — подумала Кэрри. Зимой она довольно редко видела управляющего баром, но каждый раз то одно, то другое напоминало ей о нем, а главное, он произвел на нее сильное впечатление при первой же встрече. Прежде всего Кэрри в смятении подумала о том, как она сейчас выглядит, но зеркало тотчас успокоило ее, и она вышла к гостю. Герцтвуд был, как всегда, элегантен. Он не знал об отсутствии Друэ. Впрочем, он был не слишком разочарован и тут же перевел разговор на общие темы, которые могли представлять интерес для Кэрри. Поразительно, с какой непринужденностью он овладел разговором. Впрочем, это легко удается людям с богатым жизненным опытом, знающим к тому же, что им симпатизируют. Он не сомневался, что Кэрри слушает его с удовольствием, и без малейшей напряженности принялся рассказывать о всякой всячине, будоражащей ее воображении. Он придвинулся чуть ближе и порою слегка понижал голос для того, чтобы придать разговору видимость сугубо интимной беседы. Герцвуд говорил о том, что ему довелось видеть, о людях, о приятных поездках. Он бывал там-то и там-то, видел то-то и то-то. Постепенно ему удалось внушить Кэрри желание увидеть описанные им места, и вместе с тем он ни на миг не позволял ей забывать о нем самом. Кэрри не переставала ощущать обаяние этого человека. Порою Герцвуд, желая подчеркнуть какое-нибудь слово с улыбкой, медленно поднимал на нее глаза, и она чувствовала магнетизм его взгляда. Вкрадчивой, почти незаметной ласковостью он добивался ее поощрения. Потом, рассказывая о чем-то, он для вязчей убедительности коснулся ее руки, но о Кэрри только и смогла что улыбнуться в ответ. То, что он здесь, рядом, завораживало ее. Все ее существо подчинялось его воле. За всю беседу он не сказал ни одной пустой фразы, и сама Кэрри, благодаря ему, становилась как будто умнее. Заразившись его живостью, она повеселела, и ее очарование заиграло яркими красками. Кэрри и сама чувствовала, что становится интереснее в его присутствии. Он находил в ней столько достоинств. К тому же, в его обращении не было ничего покровительственного, а именно этим Друэ всегда злоупотреблял. Всякий раз, как им случалось встречаться, будь то в присутствии Друэ или без него, в их отношениях было так много интимного, так много затаенного чувства, что она ни за что не решилась бы заговорить об этом. По натуре Кэрри была молчалива и никогда не умела точно передать свои мысли, зато чувствовала сильно и глубоко. Ни разу между нее и Герцтудом не было сказано ничего такого, что следовало бы хранить в тайне, а что касается взглядов, которыми они обменивались, и испытываемых чувств, то какая женщина станет укорять себя за них? Ничего похожего в ее отношениях с Друэ не было. И, по правде говоря, никогда не могло быть. Кэрри была подавлена трудностями, когда встретилась с Друэ, и радость избавления от нужды благодаря этому вовремя подвернувшемуся человеку побудила ее уступить. Теперь же на нее хлынул поток таких чувств, которые были просто недоступны Друэ. В каждом взгляде Герцтуда скрывалось не меньше силы, чем в пылких словах любовника, если не больше. Эти взгляды не требовали немедленного ответа, да и как было отвечать на них? Люди привыкли придавать словам слишком большое значение. Им кажется, что слова могут сделать многое. На самом же деле слова обычно обладают весьма слабой убедительностью. Они лишь смутно передают те глубокие, бурные чувства и желания, которые за ними скрыты. И сердце прислушивается только тогда, когда ему перестает мешать язык. Во время беседы с Герцтудом Керри вслушивалась не в его слова, а в то, что таилось за ними, как красноречиво говорила в его пользу внешность, так убедительно говорила за него его общественное положение. Керри, возраставшая в нем с каждой минутой влечения, Керри ласкала ей душу, словно нежная рука. Оно оставалось невидимым, и поэтому не пугало Керри. Оно было неосезательно, и поэтому не рождало в ней страха перед тем, что скажут люди, что она сама себе скажет. Керри умоляли, увещевали, призывали отвергнуть чьи-то прежние права на нее и признать новые, но обо всем этом не было сказано ни слова. Разговор, который вели между собою, эти двое был подобен тихому музыкальному аккомпанементу, сопровождающему какой-нибудь драматический эпизод, разыгрываемый на сцене. — Вы когда-нибудь видели особняки, что тянутся по набережной вдоль северной стороны озера? — как бы случайно, — спросил Гердствуд. — Я как раз сегодня была там с миссис Гейл. — Как же они красивые, эти особняки! — Да, очень, — подтвердил Гердствуд. — Как бы мне хотелось жить в таком доме, — задумчиво произнесла Кеви. — Вам не повезло, — промолвил он после недолгого молчания. Он медленно поднял глаза и теперь смотрел ей прямо в лицо. Гердствуду было ясно, что он затронул в ней слабую струнку. Сейчас ему представился случай замолвить за себя словечко. Он слегка наклонился к Керри и спокойно продолжал смотреть ей в глаза, прекрасно сознавая, что настали критические минуты. Керри невольно сделала чуть заметное движение, словно пыталась встряхнуть с себя его чары, но тщетно. В своем взгляде Гердствуд сосредоточил всю силу мужской воли. Он понимал, что именно теперь должен проявить эту волю. Он неотрывно смотрел на молодую женщину, и положение становилось все более неловким. Маленькая фабричная работница глубже и глубже погружалась в омут. Последние опоры, одна за другой, ускользали у нее из-под рук. — Вы не должны так смотреть на меня, — сказала она наконец. — Я ничего не могу с собой поделать, — ответил Гердствуд. Керри умолкла, предоставив событиям идти своим чередом, и тем самым придала смелости Гердствуду. — Вас не удовлетворяет ваша жизнь, ведь правда? — продолжал он. — Да, — тихо ответила она. Гердствуд понял, вернее, почувствовал, что он хозяин положения. Низко наклонившись к молодой женщине, он прикоснулся к ее руке. — Не надо, — воскликнула Керри, вскакивая. — Простите, это вышло ненамеренно, — непринужденно ответил Гердствуд. Керри могла бы убежать от него, однако она этого не сделала. Она не прекратила разговора, и Гердствуд тотчас с готовностью принялся рассказывать ей что-то интересное, но вскоре он поднялся, собираясь уходить. Керри чувствовала, что победа осталась за ним. — Вы не должны сердиться, — ласково сказал он. — Со временем все образуется. Она ничего не ответила, так как не знала, что сказать. — Мы с вами добрые друзья, да? — сказал Гердствуд, прощаясь и протягивая руку. — Да, — ответила Керри. — В таком случае ни слова об этом, пока я снова не увижу вас. Он ненадолго задержал ее руку в своей. — Я не могу обещать. — с сомнением в голосе отозвалась Керри. — Надо быть великодушнее с друзьями, — упрекнул он ее так просто, что она была тронута. — Давайте не будем больше говорить об этом, — сказала она. — Отлично! — просиял Гердствуд. Он спустился по лестнице и сел в экипаж. Керри заперла дверь и вернулась к себе в комнату. Она подошла к зеркалу, сняла широкий кружевной воротничок и расстегнула красивый пояс из крокодиловой кожи, которую она недавно купила. — Я становлюсь ужасно гадкой, — произнесла она, искренне огорченная и охваченная смятением и стыдом. Что бы я ни делала, все получается нехорошо. Она распустила волосы, и они рассыпались густыми каштановыми волнами. Она перебирала в уме впечатление этого вечера. — Не знаю, как мне теперь быть, — чуть слышно пробормотала она наконец. А Гердствуд, которого в это время мчал экипаж, мысленно говорил себе, — она меня любит, я в этом уверен. И весь оставшийся путь до места его службы, добрых четыре мили, управляющий баром, весело насвистывал старинную песенку, которую не вспоминал уже пятнадцать лет. Глава тринадцатая. Верительные грамоты приняты. Вавилонское столпотворение. Не прошло и двух суток после разговора между Керри и Гердствудом, как последний снова явился в Огденсквер. Все это время он не переставал думать о Керри. Ее кротость воспламенила его надежды. Он чувствовал, что добьется успеха, и скоро. Его интерес к Керри, чтобы не сказать влюбленность, основывался не на одном только желании, он был гораздо глубже. Это был расцвет чувств, прозябавших в сухой и бесплодной почве уже много лет. Вполне возможно, что Керри лучше всех тех женщин, которые когда-либо раньше владели его воображением. У него не было ни одного настоящего романа после того, который закончился его женитьбой, и он успел понять, насколько ошибочно и незрело было его тогдашнее решение. Всякий раз, как Гердствуду приходилось задумываться над этим, он говорил себе, что если бы можно было начать жизнь сначала, он ни в коем случае не женился бы на такой женщине, как миссис Гердствуд. Собственный опыт значительно поколебал его уважение ко всему прекрасному полу вообще. Он стал относиться к женщинам цинично, и основанием тому были его многочисленные интрижки. Все те, кого он знал до встречи с Керри, были похожи одна на другую, эгоистичные, невежественные, пустые. В женах его друзей не было ничего вдохновляющего, а его собственная жена оказалась и холодной, и будничной, что доставляло ему мало радости. То, что Гердствуд слышал о злачных местах, где по ночам кутили сластолюбцы из общества, а он знал многих из них, совсем разочаровывало его. Он привык смотреть на всех женщин с недоверием. Эти существа только и стремятся извлекать пользу из своей красоты и нарядов. Он провожал их проницательным и двусмысленным взглядом. Вместе с тем он был далеко не так глуп, чтобы не проникнуться уважением к хорошей женщине. Он даже не стал бы раздумывать, откуда берется такое чудо, как добродетельная женщина. Он просто снял бы перед ней шляпу и заставил бы умолкнуть всех болтунов и сквернословов. Так ирландец, хозяин ночлежки в Бауэре, смиряется перед сестрой Милосердия из католической секты в Дублине и щедрой рукой благоговейно жертвует на благотворительные дела. Но Герцтвуд даже не задумался бы, почему он так поступает. Человек в положении Герцтвуда, видавший на своем веку немало никчемных, себелюбивых красоток, столкнувшись с молодой, неиспорченной, открытой натурой, либо держится подальше от нее, сознавая, как велико расстояние между ними, либо же в восторге от своего открытия тянется к ней, влекомой непреодолимой силой. Лишь долгим обходным путем такой человек, как Герцтвуд, может приблизиться к женщине вроде Кэдви. У подобных людей нет какого-либо определенного метода, они не знают, как завоевать расположение юности, разве только в том случае, когда жертва находится в тяжелом положении. Но если муха, увы, попалась в сети, паук начинает переговоры, диктуя свои условия. И когда наивная девушка, втянутая в водоворот большого города, оказывается в близком соседстве с охотником за легкой добычей, он пускает в ход свое искусство соблазнителя. Когда Герцтвуд в первый раз явился по приглашению Друэ, он ожидал увидеть красивое платье и смазливое личико. Он вошел в квартиру Друэ и Кэрри, рассчитывая провести вечер в легкомысленной болтовне и сейчас же забыть о новой знакомой. И вдруг, вопреки ожиданиям, он встретил женщину, юность и красота которой пленили его. В кротком свете ее глаз не было ничего похожего на расчетливость содержанки. Застенчивая манера держаться ничуть не напоминала куртизанок. Он сразу понял, что девушка просто ошиблась. Очевидно, какие-то тяжелые обстоятельства толкнули бедное создание на эту связь. И в Герцтвуде сразу зажегся интерес к Кэрри. Он проникся сочувствием к ней, правда, не без некоторой примеси самомнения. Желанию отвоевать Кэрри сопутствовала мысль, что с ним ей будет лучше, чем с Друэ. Герцтвуд завидовал молодому камевая Жору, как не завидовал еще никому за все годы своей сознательной жизни. По своим душевным качествам Кэрри, несомненно, была лучше Герцтвуда, точно так же, как по умственным способностям она стояла выше Друэ. Она и в Чикаго свежая, как воздух полей. Лучи деревенского солнца еще блестели в ее глазах. Тут не могло быть и речи о коварных замыслах или алчности. Правда, если копнуть глубже, то в ней, возможно, нашлись бы задатки и того, и другого. Но она была слишком мечтательна, слишком полна неосознанных желаний, чтобы стать жадной. Она пока что глядела изумленными глазами на огромный город-лабиринт, многого еще не понимая. Герцтвуд ощутил в ней цветение юности. Ему хотелось взять ее, как хочется сорвать с дерева, прекрасный сочный плод. В ее присутствии Герцтвуд чувствовал себя человеком, для которого томительный летний зной каким-то чудом сменился вдруг свежим дыханием весны. Оставшись одна после описанной сцены с Герцтвудом, Кэрри, которой не с кем было посоветоваться, принялась перебирать в уме возможные выходы из положения, один нелепее другого. Наконец, обессилев, бросила попытки разобраться в этом. Она считала, что кое-чем обязана Друэ. Ведь, словно бы только вчера, он оказал ей помощь в такую минуту, когда она была в унынии и тревоге. Она питала к нему самые лучшие чувства. Она отдавала должное его красивой внешности, его великодушию и, даже, как ни странно, во время его отсутствия, забывала о его эгоизме. Вместе с тем она не чувствовала, что ее связывают с ним какие-либо узы. Возможность прочного союза между ними не подтверждалась поведением Друэ. По правде сказать, привлекательный барабанщик все свои связи с женщинами заранее обрекал на недолговечность своим же собственным легкомыслием и непостоянством. Он весело наслаждался жизнью в полной уверенности, что пленяет всех, что любовь неотступно следует за ним по пятам, что все неизменно будет складываться, возможно, приятнее для него. Если случалось, что из поля его зрения исчезало чье-либо лицо или какая-нибудь дверь окончательно закрывалась перед ним, он не особенно огорчался. Он был слишком молод и слишком удачлив. Он верил, что будет молод душою до гробовой доски. Что до Герцтвуда, то сейчас все его помыслы и чувства сосредоточились на Кэрри. У него не было никакого определенного плана, но он твердо решил, что заставит ее признаться в любви. Ему казалось, что в ее опущенных ресницах, в ее глазах, избегающих его взгляды, во всем поведении он узнает признаки зарождающейся страсти. Ему хотелось находиться подлиннее, заставить ее вложить свои руки в его. Ему не терпелось узнать, каково будет ее ближайший шаг, в чем выразится ее чувство в дальнейшем. Подобных тревог и радостей он не испытывал уже много лет. Он снова обрел чувство юноши и вел себя как рыцарь. Должность позволяла ему свободно располагать своими вечерами. Вообще Герцтвуд был чрезвычайно преданной служащей и пользовался таким доверием хозяев, что они разрешали ему распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Он мог уходить когда угодно, так как всем было известно, что он блестяще выполняет обязанности управляющего, совершенно независимо от времени, которое уделяет делу. Его изящество, такт и элегантность создали в баре особую атмосферу изысканности, что было весьма важно для такого предприятия. В то же время, благодаря многолетнему опыту, Герцтвуд стал превосходным знатоком напитков, сигар и фруктов, ассортимент которых в баре не оставлял желать ничего лучшего. Буфетчики, их помощники сменяли один другого, но пока оставался Герцтвуд, плеяда старых посетителей едва ли замечала перемену. Именно он, повторяем, давал заведению тот тон, к которому привыкли завсегдатые. Вполне понятно поэтому, что Герцтвуд мог располагать своим служебным временем, как ему было угодно, и случалось, уходил то днем, то вечером, но неизменно возвращался между одиннадцатью и двенадцатью, чтобы быть на месте последний час или два и присутствовать при закрытии бара. — Вы уж последите за тем, чтобы все было убрано в шкафы, и чтобы никто не оставался в баре после вас, Джордж, — сказал ему однажды мистер Мой, и ни разу за всю свою долголетнюю службу Герцтвуд не нарушил этого указания. Владельцы бара годами не заглядывали туда после пяти часов дня, и все же управляющий так же точно выполнял их требования, как если бы они ежедневно приходили проверять его. В пятницу, всего через два дня после визита к Кэрри, Герцтвуд решил снова повидаться с ней. Он уже не мог существовать без нее. — Ивенс, — обратился он к старшему буфетчику, — если кто будет спрашивать меня, скажите, что я вернусь к пяти часам. Быстрыми шагами направился он на Мэдисон-стрит, сел в конку и через полчаса был на Огден-сквер. Кэрри уже приготовила шляпу и перчатки и, стоя перед зеркалом, прикалывала к платью белый кружевной бант, когда горничная постучала и сообщила, что пришел мистер Герцтвуд. Услышав это, Кэрри слегка вздрогнула, но, овладев собой, попросила горничную передать ему, что через минуту выйдет в гостиную, и стала торопливо заканчивать туалет. В эту минуту Кэрри не могла бы ответить, рада ли она тому, что ее дожидается этот интересный человек. Она чувствовала, как кровь прилила к ее щекам, но то было скорее от волнения, чем от страха или радости. Она не пыталась угадать, о чем он будет говорить, только подумала, что нужно быть осторожнее, и что ее непостижимо влечет к этому человеку. Поправив в последний раз бант, Кэрри вышла в гостиную. Герцтвуд тоже волновался и нервничал. Он не скрывал от себя цели своего прихода. Он сознавал, что на этот раз должен действовать решительно. Однако, едва настал ответственный момент, и послышали шаги Кэрри, смелость покинула его. Он начал колебаться, так как далеко не был уверен в том, как она отнесется к нему. Но, едва Кэрри вошла в комнату, Герцтвуд снова воспрянул духом при виде красоты молодой женщины. В ней было столько непосредственности и очарования, что всякий влюбленный почувствовал бы прилив отваги. Кэрри явно волновалась, и это рассеяло тревогу Герцтвуда. — Как вы поживаете? — непринужденно приветствовал он ее. — День такой прекрасный, что я не мог устоять против искушения пройтись немного. — Да, день чудесный, — сказала Кэрри, останавливаясь перед гостем. — Я и сама собиралась выйти погулять. — Вот как! — воскликнул Герцтвуд. — В таком случае, быть может, вы наденете шляпу, и мы выйдем вместе. Они пересекли парк и пошли по бульвару Вашингтона. Здесь была отличная щебенчатая мостовая, а немного отступя от тротуара, тянулись большие особняки. На этой улице жили многие из состоятельных обитателей западной стороны, и Герцтвуд слегка нервничал от того, что идет с дамой у всех на виду. Однако вывеска экипажа на прокат в одном из переулков вывела его из затруднения, и он предложил Кэрри прокатиться по новому бульвару. Бульвар представлял собой в то время просто-напросто проезжую дорогу. Та часть его, которую Герцтвуд намеревался показать Кэрри, находилась тоже на западной стороне, но значительно дальше и была мало заселена. Бульвар соединял Дуглас-парк с Вашингтонским, или Южным парком. Эта аккуратно вымощенная дорога тянулась миль пять по открытой, заросшей высокой травой прерии на юг, сворачивая затем к востоку. Там нечего было опасаться кого-либо встретить, и ничто не могло помешать беседе. Герцтвуд выбрал смирную лошадь, и скоро он и Кэрри оказались уже в таких местах, где никто их не видел и не слышал. — Вы умеете править? — спросил Герцтвуд. — Никогда не пробовала. Он передал Кэрри вожье, а сам скрестил руки на груди. — Вот видите, как это просто! — с улыбкой сказал он. — Да, когда лошадь смирная, — ответила Кэрри. — При некотором навыке вы справитесь с любой, — подбодрил он ее. Герцтвуд выжидал удобной минуты, чтобы перевести разговор на другую тему и придать ему более серьезный характер. Раза два он совсем умолкал, в надежде, что в молчании мысли Кэрри потекут по тому же направлению, что и его, но она, как ни в чем не бывало, продолжала болтать. Вскоре, однако, его молчаливость стала действовать на нее. Она поняла, о чем он думает. Герцтвуд упорно смотрел перед собою. Точно раздумье его не имело никакого отношения к спутнице, но его настроение говорило само за себя, и Кэрри сознавала, что близится критическая минута. — Поверите ли, — задумчиво произнес он, — я уже много лет не был так счастлив, как с тех пор, когда я узнал вас. — Правда? Она произнесла это слово с притворной легкостью, хотя была сильно взволнована убежденностью в его голосе. — Я хотел сказать вам это еще в прошлый вечер, — добавил он, но не представилось случая. Кэрри слушала его, даже не пытаясь найти слова для ответа. При всем желании она ничего не могла бы придумать, вопреки ее представлениям о порядочности и мыслям, тревожившим ее с первой минуты их знакомства, она теперь снова почувствовала сильное влечение к этому человеку. — Я затем и пришел сегодня, — торжественным тоном продолжал Герцтвуд, чтобы сказать вам о своих чувствах, то есть узнать, пожелаете ли вы меня выслушать. Герцтвуд был в некотором роде романтиком, ему не чужды были пылкие чувства, порой даже весьма поэтические, и под действием сильной страсти он становился красноречив. Вернее, в голосе его появлялась та кажущаяся сдержанность и патетика, которая является сущностью красноречия. — Вы, наверное, и сами знаете, — сказал он, положив свою руку на ее. Воцарилось неловкое молчание, пока он подыскал нужные слова. — Вы, наверное, и сами знаете, что я люблю вас. Керри даже не шевельнулась, услышав это признание. Она целиком подпала под обаяние этого человека. Ему для выражения своих чувств нужна была церковная тишина. И Керри не нарушала ее. Не отрываясь, смотрела она на развертывавшуюся перед ней панораму открытой ровной прерии. Герц тут выждал несколько секунд, а затем повторил последние слова. — Вы не должны так говорить, — чуть слышно отозвалась Керри. Это звучало совсем неубедительно. Просто у нее слабо шевельнулась мысль, что надо что-нибудь сказать. Герц тут не обратил внимания на ответ. — Керри, — сказал он, впервые с теплой фамильярностью, называя ее по имени. Керри, я хочу, чтобы вы полюбили меня. Вы не знаете, как я нуждаюсь, хоть в капельке нежности. Я в сущности совсем одинок. В моей жизни нет ничего светлого и радостного. Одни только заботы и возня с людьми, которые для меня ничего не значат. Произнося эти слова, Герц тут и сам считал, что его доля достойна глубокой жалости. Он обладал способностью увлекаться собственной речью и, глядя на себя словно со стороны, видеть то, что ему хотелось бы видеть. Его голос дрожал от волнения, и слова находили отклик в душе спутницы. — А я-то думала, что вы должны быть очень счастливы, — сказала Керри, обращая на него свои большие глаза, полные искреннего сочувствия. — Ведь вы так хорошо знаете жизнь. — В том-то и беда, — сказал Герцтвуд, и в голосе его послышалась легкая грусть. — В том-то и беда, что я слишком хорошо знаю жизнь. На Керри произвело сильное впечатление то, что это говорит ей человек влиятельный, с хорошим положением в обществе. Она с невольным удивлением подумала, как странно складывается ее судьба. Пицца, что в такой короткий промежуток времени вся рутина захолустной жизни, точно плащ, свалилась с ее плеч, и вместо нее выступил большой город со всеми его загадками. А сейчас перед нею была самая удивительная загадка. Человек с деньгами, с положением, управляющий большим делом, и вдруг ищет ее сочувствие. Ведь стоит только взглянуть на него, и сразу видно, что он живет в довольстве, что он силен, одет изысканно, и, несмотря на все это, о чем-то просит ее Керри. Она не могла найти ни одной разумной фразы и попросту перестала ломать себе голову. Она только и нежилась в лучах его горячего чувства, как озябший путник у жаркого костра. Герц вот весь пылал, и огонь его страсти уже растоплял, как воск, последние сомнения Керри. Вы думаете, что я счастлив, что мне не на что жаловаться? Если бы вам приходилось каждый день встречаться с людьми, которым совершенно нет до вас дела, если бы вам изо дня в день приходилось бывать там, где царят лицемерие и полное безразличие, если бы вокруг вас не было ни одного человека, с кем вы могли бы поговорить по душам, в ком вы могли бы искать сочувствие, разве вы не считали бы себя глубоко несчастной? Герцвуд сейчас затронул чувствительную струнку в ее душе, ведь она сама испытала все это. Она знала, что значит встречаться с людьми, которые к тебе равнодушны, блуждать в толпе, которой нет до тебя никакого дела. Она ли этого не испытала? Разве она не одинока и в настоящую минуту? Разве среди тех, кого она знает, есть хоть кто-нибудь, в ком она могла искать сочувствие? Ни одного человека. Она всецело предоставлена своим думам и сомнениям. — Я был бы вполне доволен жизнью, — продолжал Герцвуд, — если бы мог приходить к вам, если бы я нашел в вас друга. Теперь же я машинально хожу то в одно место, то в другое, не испытывая ни малейшего удовольствия. Я не знаю, чем мне заполнить свой досуг. Пока не было вас, я ничего не делал и только бесцельно плыл по течению навстречу всяким случайным впечатлениям. Но вот появились вы, и с тех пор я думаю только о вас. И Терри поддалась извечному самообману. Ей казалось, что перед ней человек, который истинно нуждается в ней. Она от души жалела одинокого и грустного Герцвуда. Подумать только, что, несмотря на свое положение в обществе, он чувствует себя несчастным без нее. Он умаляет ее о любви. Когда она и сама так одинока и не имеет пристанища в жизни, нет, это очень печально. Я далеко не дурной человек. Как бы оправдываясь, продолжал Герцвуд, словно он считал своим долгом дать ей на этот счет некоторые разъяснения. Вы думаете, быть может, что я веду беспутный образ жизни и предаюсь всяким порокам? Что бываю порою весьма-весьма легкомыслен, но я без труда мог бы отречься от этого. Вы нужны мне для того, чтобы я вновь мог стать самим собой, если только жизнь моя еще чего-нибудь стоит. Келли посмотрела на него с нежностью, которой неизменно проникается добродетель, когда надеется спасти заблудшую душу. Возможно ли, чтобы такой человек нуждался в нравственном спасении? Какие могут быть в нем пороки, которые она могла бы исправить? Они должны быть ничтожны в этом человеке, в котором все так красиво. В худшем случае, это маленькие грешки, к которым надо относиться с большой снисходительностью. Герцвуд выставил себя в таком свете, что Керри не могла не проникнуться к нему глубокой жалостью. Неужели это правда? — думала она. Он обнял ее одной рукой за талию, и у нее не хватило духу отодвинуться. Свободной рукой он слегка сжал ее пальцы. Мягкий весенний ветерок пробежал через дорогу, перекатывая на своем пути прошлогодние сучки и листья. Лошадь, не чувствуя вожей, бежала ленивой рысцой. — Скажите, что вы любите меня, Керри, — чуть слышно произнес Герцвуд. Керри опустила глаза. — Признайтесь, дорогая. Глубоко прочувствованным голосом продолжал он. — Любите, да? Керри не отвечала, но Герцвуд нисколько не сомневался в том, что одержал победу. — Скажите, да, — горячим шепотом повторил он, и так близко привлек ее к себе, что их губы почти встретились. Он сжал ей руку, но тотчас выпустил и ласково прикоснулся к ее лицу. — Правда? — настаивал он, прижимаясь к ее губам. Ее губы ответили ему. — Теперь вы моя, да? — горячо прошептал Герцвуд, и его красивые глаза загорелись. Керри ничего не ответила и только тихонько опустила голову к нему на плечо. Глава четырнадцатая. Глаза, которые не видят, одно влияние исчезает. В этот вечер, сидя в своей комнате, Керри чувствовала себя превосходно и физически нравственно. Ее радостно волновала любовь к Герцвуду, ее взаимность, и она, ликуя, рисовала себе в мечтах предстоящие воскресенье вечером свидания. Не задумываясь о необходимости соблюдать осторожность, они все же именно по этой причине условились, что Керри встретится с ним в городе. Миссис Гейл из своего окна видела, как Керри возвращалась домой. Хм, — подумала она, — ездит кататься с каким-то джентльменом, когда мужа нет в городе. Не мешала бы мистеру Друэ присмотреть за своей женой. Между прочим, ни одна миссис Гейл сделала подобное заключение. Горничная, открывавшая дверь Герцвуду, тоже составила себе кое-какое мнение на этот счет. Она не питала особой любви к Керри, считая ее холодной и неприятной особой. Зато ей очень нравился веселый и простой в обращении Друэ, время от времени бросавший приветливое словечко и вообще оказывавший ей то внимание, которое он неизменно уделял всем представительницам прекрасного пола. Герцвуд, человек более сдержанный, не произвел такого выгодного впечатления на эту затянутую в корсет девицу. Горничная с удивлением задавала себе вопрос, почему мистер Герцвуд является так часто, и куда эта миссис Друэ отправилась с ним в отсутствие мужа. Она не применила поделиться своими наблюдениями с кухаркой, по дому пошла сплетня с таинственным видом, передаваемая из уст в уста. Поддавшись обаянию Герцвуда и признавшись ему во взаимности, Керри перестала раздумывать насчет их дальнейших отношений. На время она почти забыла о Друэ, целиком занятая мыслями о благородстве и изяществе своего возлюбленного и о его всепоглощающей страсти к ней. В первый вечер она долго перебирала в уме все подробности их прогулки. Впервые в жизни в ней проснулись до то ли неизведанные чувства, и в самом ее характере появились какие-то новые черточки. Она почувствовала в себе энергию, которую раньше за собой не знала, стала более практически смотреть на вещи, и ей уже казалось, что вдали брезжет какой-то просвет. Герцвуд представлялся ей спасительной силой, которая выведет ее на путь чести. В общем, ее чувства заслуживали большой похвалы, ибо в последних событиях ее особенно радовала надежда выбраться из бесчестия. Она не имела ни малейшего представления о том, каковы будут дальнейшие планы Герцвуда, но его чувство к ней казалось чем-то прекрасным, и она ожидала больших светлых перемен. А Герцвуд, между тем, думал только о наслаждении, не связанном с ответственностью. Он вовсе не считал, что чем-то осложняет свою жизнь. Служебное положение у него было прочное, домашняя жизнь, если не удовлетворяла, то, по крайней мере, не доставляла ему никаких тревог, и его личная свобода до сих пор ничем не была ограничена. Любовь Керри представлялась ему лишь новым удовольствием. Он будет наслаждаться этим даром судьбы, отпущенным ему сверх обычной доли земных радостей. Он будет счастлив с нею, и это отнюдь не послужит помехой его прочим делам. В воскресенье вечером Керри обедала с ним в одном облюбованном им ресторане на East Adams Street. Потом они сели в наемный экипаж и отправились на Cottage Grove Avenue, где находился известный в те времена кабачок. Уже делая признание, Герцвуд заметил, что Керри поняла его любовь как весьма возвышенное чувство, чего он, собственно, не ожидал. Она всерьез держала его на определенном расстоянии, позволяя проявлять лишь те знаки нежного внимания, которые к лицу лишь совсем неопытным влюбленным. Ему стало ясно, что овладеть ею будет далеко не так просто, и он решил пока не слишком настаивать. Так как Герцвуд с самого начала делал вид, будто считает Керри замужней женщиной, ему необходимо было и сейчас продолжать эту игру. Он понимал, что до полной победы над Керри еще далеко. Как далеко, этого он, разумеется, не мог предвидеть. Когда они возвращались в экипажи на Огдон-сквер, Герцвуд спросил, когда я вас снова увижу. — Право, не знаю, — ответила Керри, немного растерявшись. — Почему бы нам не встретиться во вторник в базаре? — продолжал он. — Не так скоро, — покачала она головой. — Тогда мы вот что сделаем, — сказал Герцвуд. — Я напишу вам до востребования по адресу почтамта на западной стороне, а вы во вторник зайдите туда за письмом, хорошо? — Керри согласилась. По приказанию Герцвуда кучер остановился, не доезжая одного дома до квартиры Керри. — Спокойной ночи, — прошептал Герцвуд, и экипаж тотчас уехал. Плавное развитие романа было, увы, нарушено возвращением Друэ. Герцвуд сидел за письменным столом в своем изящном маленьком кабинете, когда на другой день после его свидания с Керри в бар заглянул молодой камевояжор. — Здорово, Чарли! — благодушно окликнул его издали Герцвуд. — Уже вернулись? — Да, — как видите, — с улыбкой ответил Друэ, и, подойдя ближе, остановился в дверях кабинета. — Герцвуд поднялся ему навстречу. — Такой же цветущий, как всегда, — шутливо заметил он. Они заговорили об общих знакомых и о последних происшествиях. — Дома уже были? — спросил, наконец, Герцвуд. — Нет еще, но сейчас еду, — ответил Друэ. — Я тут не забывал вашу девочку, — сказал Герцвуд, — даже навестил ее как-то. Думал, вам было бы неприятно, если б она все время сидела одна. — Вы совершенно правы, — согласился Друэ. — Но как она поживает? — спросил он. — Отлично, — ответил Герцвуд. — Только очень скучает по вас. Вы бы скорее пошли и развеселили ее. — Сейчас иду, — весело заверил его Друэ. — Я хотел бы, чтобы вы в среду поехали со мной в театр, — сказал на прощание Герцвуд. — Спасибо, дружище, — поблагодарил его молодой коммержер. — Я спрошу у нее и потом сообщу вам, что она скажет. Они сердечно пожали друг другу руки. — Герцвуд, — очаровательный, малый, — подумал Друэ, сворачивая за угол и направляясь к Мэдисон-стрит. — Друэ — славный парень, — подумал Герцвуд, возвращаясь к себе в кабинет. Но он совсем не подходит для Кэрри. При воспоминании о Кэрри его мысли тотчас приняли приятный оборот. Он стал думать о том, как ему обойти камилая Жора. Очутившись дома, Друэ по обыкновению схватил Кэрри в объятие, но она, возвращая ему поцелуй, слегка дрожала, точно преодолевая внутреннее сопротивление. — Чудесно съездил, — сказал он, — правда? — Ну, а чем кончилось в Лакроссе то дело, о котором ты мне рассказывал, — спросила Кэрри. — Прекрасно, — отвечал Друэ. — Я продал этому человеку полный ассортимент наших товаров. Там был еще один комми, представитель фирмы Бернштейн, но он ничего не сумел сделать. Я его здорово заткнул за пояс. Снимая воротничок и отстегивая запонки перед тем, как пойти умыться и переодеться, Друэ продолжал описывать свою поездку. Кэрри с невольным любопытством слушала его красочное повествование. — Понимаешь, у нас в конторе все были прямо поражены, — сказал он, — за последнюю четверть года я продал больше всех других представителей нашей фирмы. В одном только Лакроссе я сплавил товару на три тысячи долларов. Он погрузил лицо в умывальный таз с водой и, фыркой отдуваясь, принялся мыть лицо, шею и уши, а Кэрри глядела на него, и в голове ее теснился целый рой противоречивых мыслей, воспоминания о прошлом и нынешнее критическое отношение к этому человеку. Взяв полотенце и вытирая лицо, Друэ продолжал, — в июне непременно потребую прибавки, пусть платят больше, раз я приношу им столько дохода, и я добьюсь своего, можешь не сомневаться. — Надеюсь, — сказала Кэрри. — А если к тому же закончится благополучно и то маленькое дело, про которое я тебе говорил, мы с тобой обвенчаемся, — с видом неподдельной искренности, — добавил он. Подойдя к зеркалу, Друэ стал приглаживать волосы. — По правде сказать, я не верю, чтобы ты когда-нибудь женился на мне, Чарли, — грустно сказала Кэрри. Недавние уверения Герцтвуда придали ей смелости произнести эти слова. — Нет, что ты, что ты, — воскликнул Друэ, — вот увидишь, женюсь. Откуда у тебя такие мысли? Он перестал возиться у зеркала и, круто повернувшись, подошел к Кэрри, а ей впервые захотелось отстраниться от него. — Слишком уж давно ты говоришь об этом, — сказала она, подняв к нему красивое личико. — Но я это сделаю, Кэрри, только для того, чтобы жить, как я хочу, нужны деньги. Вот получу прибавку, тогда можно будет устроиться и зажить на славу, и мы с тобой сразу поженимся. Брось тревожиться, детка. Он ласково потрепал ее по плечу, но Кэрри лишний раз почувствовала, как тщетны ее надежды. Очевидно, этот ветренник не собирался и пальцем шевельнуть ради ее душевного покоя. Он попросту предоставлял событиям идти своим чередом, так как предпочитал свободную жизнь всяким законным узам. Герцтвуд, напротив, казался Кэрри положительным и искренним человеком. У него не было этой манеры отмахиваться от важных вопросов. Он глубоко сочувствовал ей во всем и каждым словом давал понять, как высоко ее ценят. Он действительно нуждался в ней, а Друэ не было до нее никакого дела. «О нет, этого никогда не будет», — повторила она. Она произнесла это тоном упрека, но в голосе ее чувствовалась прежде всего растерянность. «Вот, обожди еще немного, тогда увидишь», — сказал Друэ, как бы заканчивая разговор. «Раз я сказал, женюсь, значит, женюсь». Кэрри внимательно посмотрела на него, убеждаясь в своей правоте. Она искала, чем бы успокоить свою совесть, и нашла себе оправдание в беспечном и пренебрежительном отношении Друэ к ее справедливым требованиям. «Ведь он обещал жениться на ней, и вот как он выполняет свое обещание». «Слушай», — сказал Друэ после того, как, по его мнению, с вопросом о женитьбе было покончено. «Я видел сегодня Герцвуда. Он приглашает нас в театр». При звуке этого имени Кэрри вздрогнула, но быстро овладела собой. «Когда?» — спросила она, сделанным равнодушием. «В среду пойдем, а?» «Если ты хочешь, пожалуйста», — ответила Кэрри, — «с такой ненатуральной сдержанностью, которая могла бы вызвать подозрение». Друэ что-то заметил, но приписал ее тон разговору насчет женитьбы. «Он сказал, что навестил тебя однажды?» «Да», — подтвердила Кэрри, — «он заходил вчера вечером». «Вот как?» «А я понял из его слов, будто он был здесь с неделю назад», — удивился Друэ. «Да, он был и около недели назад», — сказала Кэрри. Не зная, о чем говорили между собою ее любовники, она растерялась, боясь, что ее ответ может вызвать какие-нибудь осложнения. «Значит, он был здесь дважды?» — спросил Друэ, и на лице его впервые мелькнула тень сомнения. «Да», — простодушно подтвердила Кэрри, хотя теперь ей стало ясно, что Герц тут, должно быть, говорил лишь об одном визите. Друэ подумал, что не понял приятеля и не придал этой маленькой путанице никакого значения. «А что, собственно, ему было нужно?» — спросил он. В нем шевельнулось любопытство. «Он сказал, что пришел проведать меня, думая, что мне должно быть очень скучно одной. Ты, по-видимому, давно не был у него в баре, и он справлялся куда-то пропал». «Джордж, на редкость славный малый», — сказал Друэ, весьма польщенный вниманием приятеля. «Ну, пойдем обедать?» Когда Герц тут узнал, что Друэ вернулся в Чикаго, он сел за стол и написал Кэрри. «Дорогая, я сказал ему, что был у вас в его отсутствии. Я не упомянул, сколько раз я заходил к вам, но он, вероятно, думает, что только один раз. Сообщите мне все, о чем вы говорили с ним. Ответ на это письмо пришлите с посыльным. Я должен вас видеть, моя дорогая. Дайте знать, удобно ли вам встретиться со мною в среду. В два часа на углу Джексон и Трупп-стрит. Мне очень хотелось бы поговорить с вами прежде, чем мы увидимся в театре». Кэрри получила это письмо в почтовом отделении западной стороны, куда зашла во вторник утром. Она тотчас же написала ответ. «Я сказала ему, что вы приходили дважды. Он, по-моему, не рассердился. Постараюсь быть на Трупп-стрит, если ничто не помешает. Мне кажется, я становлюсь дурной женщиной. Нехорошо поступать так, как я поступаю сейчас». Встретившись с Кеви в условленном месте, Герцтвуд сумел успокоить ее. «Вы не должны тревожиться, дорогая», — сказал он. «Как только Чарли уедет из Чикаго, мы с вами что-нибудь придумаем. Устроим все так, чтобы вам не приходилось никого обманывать». Кеви вообразила, что Герцтвуд сейчас же на ней женится. Хотя он этого прямо не сказал. «Она воспрянула духом и решила, что нужно как-нибудь протянуть до тех пор, пока не уедет Дрое». «Не обнаруживайте большего интереса ко мне, чем раньше», — напомнил ей Герцтвуд, имея в виду предстоящее посещение театра. «А вы не должны смотреть на меня так пристально», — ответила Керри, знавшая, какую власть имеет над нею его взгляд. «Хорошо не буду», — обещал он. Но, пожимая ей на прощание руку, он посмотрел на нее тем взглядом, которого так боялась Керри. «Ну вот опять», — воскликнула Керри, шутливо погрозив ему пальцем. «Но ведь спектакль еще не начался», — возразил Герцтвуд. Он долго с нежностью глядел ей вслед. Ее юность и красота сильнее вина опьяняли его. В театре все складывалось в пользу Герцтвуда. Если он и раньше нравился Керри, то теперь ее влекло к нему со все возрастающей силой. Его обаяние стало еще более действенным, ибо нашло для себя благоприятную среду. Керри восхищенно следила за каждым его движением. Она почти забыла о бедном Дрое, который не переставал болтать, словно хозяин, старающийся занять своих гостей. Герцтвуд был слишком умен, чтобы хоть намеком обнаружить перемену в своем отношении к Керри. Пожалуй, только он стал еще внимательнее к своему приятелю и ни разу не позволил себе тонко подтрунить над ним, как мог бы это сделать счастливый соперник в присутствии возлюбленной. Он превосходно сознавал бесчестность своей игры и не был настолько мелок, чтобы допустить хоть малейшую насмешливость по отношению к Дрое. Только один эпизод создал ироничную ситуацию, и то лишь благодаря одному Дрое. В пьесе «Договор» есть сцена, когда жена в отсутствии мужа поддается сладким речам соблазнителя. Позже, когда жена уже всеми силами старается искупить свою вину перед мужем, Дрое сказал, и по делам ему, «Вот уж мне ни капельки не жаль мужа, который может быть таким ослом». «В таких случаях очень трудно судить», — мягко возразил Герцтвуд, «ведь он, наверное, считал себя безукоризненным супругом». «Ну, знаете ли, муж должен быть гораздо внимательнее к жене, если хочет удержать ее». Они вышли из вестибюля и стали пробираться сквозь густую толпу зрителей у подъезда. «Мистер! Мистер!» — послышался возле Герцтвуда чей-то голос. «Не откажите подать бездомному на ночлег!» Герцтвуд в это время о чем-то рассказывал Кэрри. «Богом клянусь, мистер, мне негде спать!» Это молил невероятно тощий мужчина лет тридцати, который мог бы служить живым олицетворением человеческого горя и лишений. Друэ первый обратил на него внимание и с чувством глубокой жалости подал ему десять центов. Герцтвуд едва ли даже заметил этот инцидент, а Кэрри быстро забыл о нем. Глава пятнадцатая. Гнет старых уз. Магическое действие юности. По мере того, как Герцтвуда, он уделял своему дому все меньше и меньше внимания. Ко всему, что касалось семьи, он относился весьма небрежно. Сидя за завтраком с женой и детьми, он погружался в думы, уносивший его далеко от сферы их интересов. Он читал газету, которая казала, чем пошлее были темы, обсуждавшиеся его сыном и дочерью. Между ним и женою образовалось море холодного равнодушия. С тех пор, как в жизнь Герцтвуда вошла Кэрри, он ступил на путь, ведущий к блаженству. Он с наслаждением отправлялся теперь по вечерам в город. Когда он в сумерках шел по улицам, уличные фонари, казалось, весело подмигивали ему. Он снова испытывал то почти забытое чувство, которое ускоряет шаги влюбленного. Он глядел на свой элегантный костюм глазами Кэрри, а глаза у нее были такие юные. И когда среди наплыва подобных чувств он вдруг слышал голос жены, когда настойчивые требования семейной жизни пробуждали его от грез и возвращали к тоскливым будням, сердце Герцтвуда начинало больно ныть. Он понимал тогда, какие крепкие путы связывают его. «Джордж!» — заметила однажды миссис Герцтвудтоном, который давно уже неизбежно ассоциировался у него в уме, с очередной просьбой. «Мы хотели бы иметь сезонный билет на бега». «Неужели вы собираетесь постоянно бывать на бегах?» — спросил он, в раздражении повышая голос. «Да», — кратко ответила миссис Герцтвудт. «Бега», о которых шла речь, должны были вскоре открыться в Вашингтон-парке на южной стороне. И посещение их входило в программу развлечений тех кругов общества, которые не слишком выставляли на показ свою религиозную нравственность и приверженность к старым правилам. Миссис Герцтвудт никогда раньше не претендовала на сезонный билет, но в этом году особые соображения поняли ее к мысли обзавестись собственной ложей. Во-первых, ее соседи, некие мистера Миссис Рамси, люди с большими деньгами, нажитыми на угольном деле, имели на бегах свою ложу. Во-вторых, домашний врач Герцтвудтов, доктор Билл, джентльмен, относящийся с большим пристрастием к лошадям и тотализатору, говорил с миссис Герцтвудт о бегах и сообщил ей о намерении пустить на состязание своего двухлетнего жеребца. В-третьих, миссис Герцтвудт хотелось вывозить в свет Джессику, которая была уже в возрасте и хорошела с каждым днем. Мать надеялась выдать ее за богатого человека, да и желание самой участвовать в этой ярмарке суеты и блистать среди знакомых и друзей немало возбуждало миссис Герцтвудт. Ее супруг несколько секунд обдумывал это требование, не произнося ни слова. Они сидели в гостиной на втором этаже, ожидая ужина. Это было в тот самый вечер, когда Герцтвудт собирался идти в театр с Кэрри и Друэ, и лишь необходимость сменить костюм заставила его зайти домой. — А почему бы тебе не брать разовых билетов? — спросил он, сдерживаясь, чтобы не сказать что-либо более резкое. — Я не хочу, — нетерпеливо возразила миссис Герцтвудт. — Во всяком случае, незачем злиться, — сказал Герцтвудт, оскорбленный ее тоном. Я только спросил. — Я и не думаю злиться, — отрезала жена. — Я только прошу взять мне сезонный билет. — А я тебе скажу, что это не так легко устроить ей в лицо ясным холодным взглядом. Я не уверен в том, что директор ипподрома даст мне сезонный билет. В уме он все же прикидывал, кто из беговых заправил, мог бы оказать ему подобную услугу. — Ты можешь и купить билет! — воскликнула миссис Герцтвудт, повышая голос. — Тебе легко говорить, — ответил Герцтвудт, — семейный сезонный билет стоит полтораста долларов. — Я не желаю вступать с тобой в привлекание решительным тоном, — заявила миссис Герцтвудт. — Я хочу получить билет, вот и все. Она встала и, разъяренная, вышла из комнаты. — Ладно, получишь свой билет, — угрюмо произнес ей вслед Герцтвудт, все же понизив голос. Как это нередко случалось, за вечерней трапезой недоставало одного человека. На следующее утро обиженный муж значительно остыл. Билет был своевременно приобретен, но это уже не могло поправить дело. Герцтвудт охотно отдавал семье приличную долю заработка, но его возмущали траты, которым его принуждали силой. — Знаешь, мама, — сказала однажды Джессика, — Спенсеры готовятся к отъезду. Вот как, а куда именно? — в Европу. Я вчера встретилась с Джорджиной, и она мне рассказала, конечно, она страшно важничает. — Она тебе говорила, когда они едут? — Как будто в понедельник, — ответила Джессика. И, наверное, об этом сообщат в газетах, о них всегда пишут. — Ничего, — утешала ее миссис Герцтвудт, — мы тоже как-нибудь выберемся в Европу. Услышав этот разговор, Герцтвудт только поднял глаза от газеты, но ничего не сказал. — Из Нью-Йорка мы отплываем в Ливерпуль, — продолжала Джессика, подражая голосу подруги. Но большую часть лета думаем провести во Франции, задавака. Подумаешь, какая важность едет в Европу? — Вероятно, большая важность, если ты ей так завидуешь, — вставил Герцтвудт. Его раздражала суетность дочери. Полно огорчаться, дорогая, поспешила утешить ее миссис Герцтвудт. В другой раз был так разговор. — Джордж уже уехал? — спросила Джессика, обращаясь к матери. Только из ее слов Герцтвудт узнал, что в семейном быту произошло какое-то событие. — Куда же это уехал Джордж? — спросил он, взглянув на дочь. Это был первый случай, чтобы он не знал, что кто-то из членов его семьи уехал. — Он поехал в Винтон, — ответила Джессика, не догадываясь, как близко отец принимает это к сердцу. — А что там в Винтоне? — спросил он, втайне раздраженный и огорченный тем, что ему приходится об этом допытываться. — Теннисный матч, — ответила Джессика. — Он мне ничего не сказал, — произнес Герцтвудт. Ему трудно было скрыть свою досаду. — О, наверное, забыл. — примирительным тоном вставила миссис Герцтвудт. В прошлом Герцтвудт пользовался в своем доме известным уважением, объяснявшимся отчасти чувством привязанности, отчасти признанием его главенства. Простоту обращения, которое до некоторой степени сохранялось еще между ним и дочерью, он сам поощрял, но, очевидно, простота была лишь в словах. За ними всегда оставалась сдержанность, и, как бы то ни было, в их отношениях не хватало теплоты. А теперь он убедился, что его все меньше посвящают в дела детей. Он уже не знал подробностей их жизни. Иногда он встречал их за столом, а иногда и нет. Случайно он узнавал, что кто-либо из них делал то-то и то-то, но порою он в недоумении прислушивался к их разговору, не в состоянии даже догадаться, о чем идет речь. Многое в доме происходило в его отсутствии. Джессика все больше преисполнялась сознанием, что ее дела касаются лишь ее самой и больше никого. Джордж-младший вел себя точно совсем зрелый мужчина, который ни перед кем не обязан отчитываться в своих поступках. Все это Герц тут замечал, и все это огорчало его, ибо он привык, чтобы с ним считались. По крайней мере, так было на службе. Он мысленно твердил себе, что не должен допускать подрыва своего авторитета в доме. Хуже всего было то, что он видел, тоже безразличие и ту же независимость в своей жене. С каждым днем это проявлялось все больше и больше. А он только терпел, доплатил по счетам. Герц тут утешал себя мыслью, что он все же не совсем лишен любви. Пусть себе дома делают что ему годно, у него есть Кэрри. Он мысленно переносился в ее квартирку на Огденсквер, где он так чудесно провел несколько вечеров и думал о том, как хорошо будет, когда они окончательно отделаются от Друэ, и Кэрри по вечерам будет поджидать его где-нибудь в уютном гнездышке. Он тешил себя надеждой, что у Друэ никогда не будет повода рассказывать Кэрри о том, что он герцтвуд женат. Все шло так гладко, что он не ожидал никаких перемен. В скором времени ему удастся уговорить Кэрри, и тогда все разрешится к его полному удовольствию. После того, как они вместе были в театре, Герцтвуд начал регулярно писать ей. Каждое утро он отправлял Кэрри по письму и просил ее ответить. Герцтвуд не обладал литературным талантом, но жизненный опыт и любовь, возраставшие с каждым днем, придавали его посланиям некоторую выразительность. Он мог спокойно заниматься этим у себя в кабинете. Герцтвуд купил коробку красивой надушенной почтовой бумаги с монограммой и хранил ее в одном из ящиков письменного стола. Друзья с удивлением посматривали на управляющего баром, обязанности которого требовали такой обширной переписки. Пятеро буфетчиков, работавших за стойкой, стали с большим уважением относиться к человеку, которого долг службы вынуждал так часто прибегать к Перу. Герцтвуд и сам изумлялся непрерывному потоку своих писем. По закону природы, который управляет всеми действиями человека, содержание его писем отражалось и на нем самом. Найденные им прекрасные слова вызывали в нем соответствующие чувства, и они крепли и росли в нем с каждым вновь найденным выражением. Он оказался во власти тех сокровенных душевных движений, которые описывал словами, и он считал, что Керри вполне достойна той любви, о которой он писал ей в своих письмах. Керри вправду была достойна любви, если молодость, изящество и красота в полном своем расцвете дают на это право. Жизненный опыт еще не лишил ее той душевной свежести, которая так украшает человека. Кроткий взгляд красивых глаз говорил о том, что она еще не знакома с чувством разочарования. Она испытала душевную тревогу, тоску и сомнения, но она не оставила в ней глубокого следа, разве лишь более вдумчивым стал ее взгляд, более осторожная речь. Губы Керри говорила она или молчала складывались порою так, что оказалось, она вот-вот расплачется. И это не от горя. Просто когда она произносила некоторые звуки, рот ее принимал страдальческое выражение, и в этом было что-то трогательное. В ее манерах не было ничего вызывающего. Жизнь не научила ее властности, этому высокомерию красоты, в котором таится сила многих женщин. Она жаждала заботы и внимания, но желание это не было настолько сильно, чтобы сделать ее требовательней. Ей все еще недоставало самоуверенности, но она уже столкнулась с жизнью, и потому была далеко не такой робкой, как раньше. Керри жаждала удовольствия, положения в обществе, и вместе с тем вряд ли отдавала себе отчет в том, что значит и то, и другое. В области чувств Керри, как и следовало ожидать, была натурой необычайно отзывчивой. Многое из того, что ей приходилось видеть, вызывало в ней глубокую грусть и сострадание ко всем слабым и беспомощным. Она болела душой при виде бедных, оборванных, отупевших от горя людей, которые с безнадежным видом брели мимо нее по улицам, или бедно одетых работниц, которые тяжело дыша проходили вечером мимо ее окон, спеша домой с фабрики где-нибудь на западной стороне. Она закусывала губы, грустно качала головой и погружалась в раздумье. «Как мало получают они от жизни!» — думала Керри. «Как грустно быть бедным, оборванным!» «Вид от репьев гнетуще действовал на нее. И при том им приходится так тяжело работать», — мысленно добавляла она. На улице Керри присматривалась к тому, как работают мужчины. Ирландцы с тяжелыми кирками, воськи угля, орудовавшие огромными лопатами, все, кому приходилось заниматься тяжелым физическим трудом, волновали ее воображение. Теперь, когда она жила праздно, тяжелый труд казался ей еще более страшным, чем в то время, когда она сама работала. Ее воображение, затуманенное призрачными мечтами о возвышенной жизни, рисовало жизнь этих людей в мрачных красках. Порою чье-то промелькнувшее в окне лицо напоминало ей о старике отце, вечно с ног до головы осыпанным мукой из жерновов. Сапожник, колотивший изо всех сил молотком, лудильщик, которых она видела сквозь узенькое окошечко, расположенное в подвале мастерской, слесарь у верстака, без пиджака, с засучными рукавами, все они будили в ней воспоминания о старой мельнице. Она редко делилась с кем-либо своими мыслями, но почти всегда мысли у нее были грустными. Она искренне сочувствовала труженикам, ей легко было понять их, ведь она сама недавно была среди них. Герцвуд не знал, какие тонкие, деликатные чувства наполняют душу молодой женщины, которую он полюбил. Он сам не сознавал, что именно это и влекло его к ней. Он никогда не пытался разобраться в причинах возникшей любви. С него достаточно было и того, что во взгляде Кэрри сквозила нежность, в ее манерах женственность, в мыслях доброта и доверия к жизни. Его влекло к прекрасной лилии, чья чистая восковая красота и аромат родились в таинственных водных глубинах, которые были недоступны Герцвуду. Его влекло к цветку, потому что тот был красив и свеж, потому что пробуждал лучшие чувства в его душе и скрашивал его утренние часы мечтами. Физически Кэрри тоже развелась. От ее неловкости остался чуть заметный след, то есть она стала столь же приятной глазу, как, скажем, чья-то совершенная грация. Маленькие туфельки на высоких каблуках красиво сидели на ноге. Кэрри уже отлично разбиралась во всяких кружевах и галстучках, так украшающих женскую внешность. Она немного пополнела, и ее тело приобрело восхитительную округлость. Однажды утром она получила письмо от Герцвуда, который просил ее встретиться с ним в Джефферсон-парке на Монро-стрит. Он считал теперь неудобным приходить к ней, даже когда Друэ бывал дома. На следующий день ровно в час Герцвуд явился в маленький парк и выбрал деревянную скамью под зеленой листвой сирени, окаймлявшей одной из дорожек. Было то время года, когда еще чувствуется свежесть и обаяние весны. У маленького пруда неподалеку играли дети, пускавшие лодочки с белыми парусами. В тени зеленой пагоды стоял застегнутый на все пуговицы блюститель порядка. Руки его были скрещены на груди, у пояса висела дубинка. Старый садовник возился у лужайки, подстригая огромными ножницами какие-то кусты. Высоко над головой сияло голубое небо, а в яркой гуще листвы прыгали и чирикали суетливые воробьи. Герцвуд вышел из дому с тем чувством досады, которое давно уже донимало его. Какое-то время он послонялся в баре без дела, так как в этот день ему незачем было писать. Зато в парк он пришел с той легкостью на сердце, которая так свойственна людям, умеющим оставлять неприятности позади. Сидя в прохладной тени сиреневых кустов, смотрел вокруг глазами влюбленного. Он слышал, как на соседних улицах громыхали повозки, но этот гул большого города лишь смутно доносился до него, а дребезжание случайного колокольчика отдавалось музыкой в его ушах. Герцвуд смотрел на окружающее и предавался грезам, не имевшим никакого отношения к его нынешней жизни. Он вспомнил свою молодость, когда он еще не был женат и не имел еще прочного места в жизни. Вспомнил, как бывало встречался со знакомыми девушками, как беззаботно танцевал, провожал их домой, беседовал с ними через калитку. Ему хотелось вернуться в прошлое. Эти мечты вызывала приятная обстановка, в которой он чувствовал себя вновь свободным. В два часа на дорожке показалась Керри, розовая и свежая. Она совсем недавно купила новую шляпу с большими полями и лентой из красивого голубого шелка в белую крапинку. Ее юбка была из хорошего синего сукна, блузка белая, в тончайшую синюю полоску. На ней были изящные коричневые туфельки. В руках она держала перчатки. Герцтвуд с восхищением смотрел на нее. — Вы пришли, дорогая, — взволнованно сказал он, и, встав ей навстречу, взял ее за руки. — Ну, конечно, — с улыбкой ответила она. — Вы что же думали, что я не приду? — Я не был уверен, — ответил Герцтвуд. Он взглянул на ее лоб, еще влажный от быстрой ходьбы, и, достав из кармана мягкий надушный шелковый платок, осторожно прикоснулся к ее вискам. — Ну вот, теперь все хорошо, — сказал он с нежностью. Они были счастливы, что находятся вместе и могут смотреть друг другу в глаза. Наконец, когда миновал первый порыв восторга, Герцтвуд спросил, когда уезжает Чарли. — Не знаю, — ответила Кэрри. Он говорит, что у него есть кое-какие дела здесь. Герцтвуд слегка нахмурился и погрузился в глубокое раздумье. Через некоторое время он поднял глаза и сказал — Уходите от него. Он отвернулся и посмотрел в ту сторону, где резвились ребятишки. Точно эта просьба была осущим пустяком. — А куда? — в тон ему спросила Кэрри, теребя перчатки и глядя на ближайшее дерево. — А где бы вы хотели жить? — спросил он. — Что-то в его тоне побудило ее высказать протест против жизни в Чикаго. — Мы не можем оставаться здесь, — сказала она. Герцтвуд не предвидел ничего подобного. Ему и в голову не приходила мысль, что необходимо будет куда-то уехать. — Почему же? — мягко спросил он. — О, потому я не хочу. Герцтвуд слушал, лишь смутно сознавая, что означают слова Кэрри. Ее голос звучал не слишком серьезно, да вопрос и не требовал немедленного ответа. — Мне пришлось бы тогда отказаться от места, — сказал он. По его интонации можно было подумать, что это для него не так уж важно. Кэрри поволчала, любуясь парком. — Я не хотела бы жить в Чикаго в одном городе с ним, — промолвила она, имея в виду Друэ. — Чикаго — огромный город, — сказал Герцтвуд. — Стоит переехать на южную сторону, и уже ты словно бы в другой части Америки. Герцтвуд, по-видимому, успел остановить свой выбор именно на южной стороне. — Как бы то ни было, — сказала Кэрри, — я не хотела бы выходить замуж, пока он здесь. Мне не хочется бежать от него. Упоминание о женитьбе было ударом для Герцтвуда. Ему стало ясно, к чему она стремится. Он понял, что обойти этот вопрос будет нелегко. На миг в затуманенных мыслях сверкнуло слово «двоежонство». Он не мог представить себе, чем все это кончится, и сейчас думал только о том, что ни на шаг не подвинулся вперед, разве лишь в своем уважении к ней. Герцтвуд посмотрел на Кэрри, и она показалась ему еще очаровательнее. Какое счастье быть любимым ею, хотя бы это и вело к осложнениям. Сопротивление Кэрри еще больше возвысило ее в его глазах. За эту женщину нужно бороться, и в этом было особое удовольствие. Как ни похожа она на тех женщин, которые сами вешаются на шею, он брезгливо отогнал самую мысль о них. — Как вы не знаете, когда он уезжает? — спокойно спросил Герцтвуд. Кэрри покачала головой. Герцтвуд вздохнул. — Ведь вы решительная женщина, Кэрри, правда? — обратился он к ней некоторое время спустя и пристально посмотрел ей в глаза. Волна горячего чувства затопила Кэрри. Тут была и гордость, вспыхнувшая от сознания, что ею восхищаются, и огромная нежность к человеку, который так высоко ее ставил. — Не думаю, — робко ответила она, — но скажите, что, по-вашему, я должна сделать? Герцтвуд сжал руки и снова устремил взгляд через лужайку вдаль. — Я хочу, — патетически произнес он, — чтобы вы ушли от него ко мне. Я не могу жить без вас. Что пользы ждать? Ведь вы не станете счастливее от этого. — Счастливее? — тихо повторила Кэрри. — Вы сами знаете, что нет. — Ну так вот, — продолжал он тем же тоном, — мы попусту теряем время. Вы думаете, я могу быть счастлив, зная, что вы несчастливы? — Большую часть дня я провожу за письмами к вам. — Послушайте, Кэрри, — воскликнул Герцтвуд, вкладывая в свой голос весь пыл, на какой он был способен, и пронизывая ее взглядом. — Я не могу жить без вас. Вот и все. Теперь скажите, что мне делать? — закончил он, беспомощно разводя холенными белыми руками. Кэрри понравилось, что Герцтвуд тем самым как бы возложил на нее всю тяжесть решения. Эта видимость бремени, хотя и невесомого, тронула ее женское сердце. — Разве вы не можете подождать еще немного? — нежно спросила она. — Я постараюсь узнать, когда он уезжает. — Что пользы в том, — воскликнул Герцтвуд, все с той же пылкостью. — Может быть, нам удастся куда-нибудь уехать? В сущности, положение не стало яснее для Кэрри, но постепенно в ее сознании происходил тот сдвиг, который заставляет женщину уступить из любви к мужчине. Герцтвуд не понял этого, он думал лишь о том, как ее убедить, какими доводами заставить ее бросить Дрое. Он спрашивал себя, как далеко решится зайти Кэрри в своей любви к нему, и старался подыскать такой вопрос, который заставил бы ее сказать об этом откровенно. Наконец у него мелькнул в голове один из таких удачных вопросов, которые, часто маскируя наши истинные желания, позволяют уяснить стоящие на нашем пути препятствия, и тем подсказывают какой-то выход. Вот слова, которые он произнес, отнюдь не совпадали с его намерениями и вырвались у него раньше, чем он успел обдумать их. — Кэрри, — начал он, глядя ей прямо в лицо и напуская на себя глубокую серьезность, которой сейчас в нем вовсе не было. — Кэрри, если бы я пришел к вам, скажем, на будущей неделе, или даже на этой, хотя бы даже сегодня, и сказал, что мне необходимо уехать, что я не могу больше оставаться здесь ни одной минуты и никогда уже не вернусь, пошли бы вы тогда за мной? — Его возлюбленная посмотрела на него взглядом, исполненном преданности, и ответ ее был готов, прежде чем Герцвуд успел договорить. — Да, — сказала она. — Вы не стали бы спорить, не стали бы отговаривать меня, — настаивал он. — Если бы вы не могли ждать? — Нет, не стало бы. — Герцвуд улыбнулся, поняв, что она приняла его слова совершенно всерьез. Ему рисовалась возможность очень приятно провести неделю или две. Он мельком подумал, не сказать ли ей, что он шутит, и таким образом рассеять ее милую серьезность. Но слишком уж очаровательна она была в эту минуту, и он не стал ее разубеждать. — А если, предположим, у нас не хватило бы времени обвенчаться здесь? — спросил он, ухватившись за вдруг блеснувшую мысль. — Если мы обвенчаемся, как только пребудем на место, все будет в порядке. — Я именно так и думал, — сказал Герцвуд. — Да. День теперь казался Герцвуду еще более светлым и радостным. Он сам удивлялся, как пришла ему в голову такая мысль. При всей своей несбыточности она была столь удачна, что он не мог сдержать улыбки. Благодаря ей Кэрри доказала, как она любит его. Теперь у него не оставалось никаких сомнений. Он найдет способ овладеть ею. — Хорошо, — шепливо сказал Герцвуд, — в один из ближайших вечеров я приеду и украду вас. И он весело рассмеялся. — Но только я не останусь с вами, если мы не обвенчаемся, — с задумчивым видом произнесла Кэрри. — Я и не стал бы требовать этого, — нежно ответил он и взял ее за руку. Теперь, когда все стало ясно, Кэрри почувствовала себя бесконечно счастливой. Она еще сильнее полюбила Герцвуда, увидев в нем своего спасителя. Что же касается ее поклонника, то вопрос о женитьбе не тревожил его. Герцвуд думал лишь о том, что при такой сильной любви не должно быть препятствий к его будущему счастью. — Давайте пройдемся, — предложил он, вставая и обводя парк довольным взглядом. С удовольствием отозвалась Кэрри. Они прошли мимо какого-то молодого ирландца, проводившего их завистливым взглядом. — Хороша парочка, ничего не скажешь. И, наверное, очень богаты, — заметил тот про себя. Глава шестнадцатая. Неразумный Алладин. Ворота в мир. Вернувшись в Чикаго, Друэ решил уделить некоторое внимание тайному ордену Лосей, которому он принадлежал. Дело в том, что в дороге он получил новое доказательство могущества своего ордена. — Вы не представляете себе, как полезно быть масоном, — сказал ему в разговоре другой камевояжер. — Взгляните-ка на Газенштаба. Он звезд с неба не хватает. Конечно, он представитель солидной фирмы, но одного этого далеко недостаточно. Я вас уверяю, что главное тут — его высокое положение в ордене. Он один из самых видных масонов, а это много значит. У него есть тайный знак. Штука немаловажная. Друэ тут же решил, что ему следует побольше интересоваться подобными делами, поэтому, вернувшись в Чикаго, он тотчас же посетил главную квартиру тайного ордена Лосей. — Слушайте, Друэ, вы пришли очень кстати, — сказал мистер Гарри Квинселл, видный член местного отделения Ложи. Вот вы-то и сможете нам помочь. Разговор происходил после делового заседания, и в зале стоял гул голосов. Друэ переходил с места на место, обмениваясь приветствиями и шутками с десятком знакомых. — Какое такое у вас дело? — добродушно спросил он, с улыбкой глядя на своего собрата по ложе. — Мы хотим устроить через две недели спектакль. Не знаете ли вы какой-нибудь молодой женщины, которая согласилась бы принять в нем участие? Роль очень легкая. — Конечно, найдется, — ответил Друэ. Он даже не потрудился вспомнить, что среди его знакомых не было ни одной женщины, которую он мог бы привлечь к этой затее. Просто его врожденное добродушие подсказало утвердительный ответ. — Так вот, послушайте, я расскажу вам, в чем дело, — продолжал мистер Квинселл. — Нам необходимо приобрести новую мебель для ложи, а денег в кассе сейчас маловато. Мы и подумали, что можно раздобыть деньги, устроив спектакль. — Ну, конечно, — поддержал его Друэ. — Отличная мысль. — У нас есть несколько весьма талантливых молодых людей. Взять, например, Гарри Бербека. Он прекрасно имитирует негров. Мак Льюис — совсем неплохой трагик. — Вы когда-нибудь слыхали, как он декламирует над холмами? — Нет, не приходилось. — Ну, так поверьте мне, читает великолепно. — И вы хотите, чтобы я нашел вам женщину для участия в спектакле? — спросил Друэ. Разговор уже наскучил ему, и он хотел отделаться от собеседника. А что вы будете ставить? — Под фонарем, — сказал мистер Квинселл. Это знаменитое произведение Августина Дейли успело уже пережить дни успеха на большой сцене и перейти в репертуар любителей, причем наиболее трудные места были вычеркнуты, а число действующих лиц сведено к минимуму. — Друэ когда-то видел эту пьесу. — Очень хорошая вещь одобрил он. Она должна иметь успех. Вы загребете уйму денег. — Мы тоже надеемся, что пьеса будет иметь успех, — сказал мистер Квинселл. — Смотрите, не забудьте найти кого-нибудь для роли Лауры, — закричал он, видя, что Друэ обнаруживает некоторое нетерпение. — Будьте спокойны, я позабочусь об этом. Друэ ушел, тотчас же позабыв о словах Квинселла, как только тот умолк. Он даже не позаботился спросить, где и когда состоится спектакль. Но день или два спустя он получил напоминание в виде письма, в котором сообщалось, что первая репетиция пьесы «Под фонарем» назначена на пятницу, а потому у мистера Друэ просят срочно сообщить адрес его знакомой, чтобы припроводить ей роль. — О, черт! — вырвалось у молодого камевая Жора. — Кто же из моих знакомых годится для такой роли? — подумал он, почесывая розовое ухо. Я вообще не знаю никого, кто бы хоть что-нибудь понимал в любительских спектаклях. Он стал перебирать в памяти знакомых женщин и остановился на одной из них лишь потому, что та жила неподалеку на западной стороне. Выйдя в тот вечер из дому, он решил первым делом отправиться к ней, но стоило ему очутиться на улице и сесть в конку, как все это мгновенно вылетело у него из головы. О своем упущении он вспомнил, лишь прочитав краткую заметку в «Иминг-ньюз», где говорилось, что местная ложа Ордена Лосей устраивает 16-го числа спектакль в Эвери-Холл, причем будет исполнена пьеса «Под фонарем». — Вот сена! — воскликнул Друэя. — Опять забыл. Что такое, — поинтересовалась Кэрри. Они сидели за маленьким столиком в комнате, где находилась переносная газовая плитка. Иногда Кэрри готовила дома, и как раз в этот вечер ей захотелось устроить домашний ужин. Да вот спектакль в моей ложе. Они ставят пьесу и просили меня найти кого-нибудь для женской роли. — Что же они собираются ставить под фонарем? А когда? — 16-го. — Почему же ты не исполнил их просьбы? — спросила Кэрри. — Потому что я никого не знаю, — признался Друэя. Вдруг он поднял глаза и взглянул на Кэрри. — Послушай, — сказал он, — хочешь играть на сцене? — Я? — изумилась Кэрри. — Но ведь я не умею. — А откуда ты знаешь, что не умеешь? — задумчиво произнес Друэя. — Но ведь я никогда не играла, — ответила Кэрри. И все же ей было приятно, что он подумал о ней. Она просияла, ибо ничто на свете не привлекало ее так, как сценическое искусство. А Друэя, верной своей натуре, ухватился за эту мысль, найдя столь легкий выход из положения. Пустяки, — сказал он, — ты великолепно справишься с ролью. — Нет, где уж мне слабо протестовала Кэрри. Предложение Друэя и манило, и пугало ее. — А я говорю, что справишься. Почему бы тебе не попробовать? Ты выручишь их, а тебе само это доставит большое удовольствие. — Нет, едва ли, — серьезно сказала Кэрри. — О, тебе понравится, — настаивал Друэя. Я убежден, что понравится. Сколько раз я видел, как ты вертишься перед зеркалом и подражаешь заправским актрисам. Вот потому-то я и предложил тебе эту роль. Ты ведь способная. — Да вовсе нет, — робко возразила Кэрри. — Ты вот что сделай, сходи и посмотри, как там пойдет дело. Тебе будет интересно. Остальные исполнители вряд ли чего-нибудь стоят. У них нет никакого опыта. Что они понимают в театральном искусстве? Друэя даже нахмурился при мысли о том, до чего невежественны эти люди. — Налей мне кофе, — добавил он. Не думаю, чтобы я сумела играть, Чарли, — стояла на своем Кэрри. Неужели ты это говоришь всерьез? — Ну, конечно, всерьез, — ответил он, — и сомнений быть не может. Я убежден, что тебя ожидает успех. И ты ведь хочешь играть, я знаю. Я сразу подумал об этом, потому-то я и предложил тебе. Что, ты говорил, ставят под фонарем? И какую роль хотят мне поручить? — Вероятно, одной из героинь, — ответил Друэя, — я, правда, точно не знаю. — А что это за пьеса? — М-м-м, видишь ли, — начал Друэя, не обладавшая особой памятью на такие вещи. Речь идет об одной девушке, которую посещают преступники, мужчина и женщина, живущие в трущобах. У девушки, кажется, есть деньги, что-то в этом роде, и эти люди хотят ограбить ее. Я уж не помню точно, что там дальше. — Так ты не знаешь, какую роль мне придется играть? — снова спросила Кэрри. — Нет, по правде сказать не знаю. Друэя на минуту задумался. — Обожди, — вспомнил, — воскликнул он. — Лаура, да-да, ты будешь Лаурой. — Может быть, ты вспомнишь, в чем заключается роль Лауры, — допытывалась Кэрри. — Хоть убей меня, Кэд, — не могу, — ответил он. — А между тем мне следовало бы помнить, я несколько раз видел эту пьесу. Там все дело вертится вокруг одной девушки, ее украли еще ребенком, похитили прямо на улице, если не ошибаюсь, и вот за ней ты охотишь за те двое бродяг, о которых я тебе говорил. Он умолк, держа перед собой на вилке огромный кусок пирога. — Ее, кажется, чуть не утопили, — немного погодя продолжил он. — Нет, впрочем, не то. Знаешь, что, — сказал он, безнадежно махнув рукой, — я тебе достану эту пьесу, а то я ничего больше не могу вспомнить. — Да, но я, право, не знаю, как быть, — сказала Кэрри. Интерес к театру и желание блеснуть на сцене боролись в ней с природной застенчивостью и робостью. — Пожалуй, — добавила она, — я схожу туда, если ты думаешь, что из этого что-нибудь выйдет. — Ну, разумеется, выйдет, — подхватил Друэ. Стараясь заинтересовать Кэрри, он и сам воодушевился. — Неужели ты думаешь, что я стал бы уговаривать тебя, если бы не был уверен, что тебя ожидает успех? Я убежден, что ты очень способная, и тебе это будет только полезно. — А когда мне идти? — задумчиво спросила Кэрри. — Первая репетиция в пятницу вечером, — сказал Друэ. — Я вечером же раздобуду тебе твою роль. — Хорошо, — с покорным видом согласилась Кэрри. — Я попробую. Но смотри, если я провалюсь, вина будет твоя. — Ты не можешь провалиться, — заверил ее Друэ. — Веди себя на сцене точно так, как здесь, когда ты начинаешь играть шутки ради. Будь сама собой. О, ты справишься. Я не раздумал о том, что из тебя выйдет превосходная актриса. — Правда? — живо спросила Кэрри. — Разумеется, правда, — подтвердил он. Не знал Друэ, выходя в этот вечер из дому, какое пламя он зажег в груди женщины, с которой только что расстался. Кэрри обладала восприимчивой и участливой натурой, залогом блестящего драматического таланта. Она отличалась пассивностью души, которая делает ее зеркалом, отражающим в себе весь активный мир. Она также обладала даром тонко подражать всему, что видела и слышала. Не имея ни малейшего опыта, она иногда чрезвычайно удачно воспроизводила отрывки из виденных ею спектаклей, имитируя перед зеркалом участников какого-нибудь эпизода. Она любила придавать своему голосу тембр и интонации, характерные для драматических примадонн, и повторяла отрывки из патетических монологов, находивших отклик в ее душе. В последнее время она не раз присматривалась к воздушной грации одной инженю, игравшей в нескольких хороших пьесах, и у нее нередко появлялось желание подражать жестам и мимике актрисы. Она посвящала этому немало времени, когда оставалась одна в своей комнате. Несколько раз Друэ заставал ее за этим занятием, но он думал, что она просто любуется собой перед зеркалом. На самом же деле она пыталась повторить какую-либо позу или жест, подмеченный ею у исполнительницы той или иной роли. Выслушивая его шутливые попреки, Кэрри сама стала упрекать себя в кокетстве, хотя в действительности это были лишь первые робкие проявления артистической натуры, жаждавшей воспроизвести виденное. «Всякому должно быть известно, что в подобных стремлениях воссоздавать жизнь и таится основа драматического искусства». И теперь, когда Кэрри услыхала из уст Друэ по хвалу своим драматическим способностям, она вся затрепетала от радости. Подобно огню, сваривающему отдельные частицы металла в единую крепкую массу, его слова соединили в одно целое те смутные обрывки чувств, которые возникали в ее душе всякий раз, когда она задумывалась над своими способностями, никогда, однако, не доверяя им, и вселили в нее надежду. Как и всем людям, Кэрри не было чуждо некоторое самомнение, она верила, что могла бы многое сделать, если бы ей представилась возможность. Сколько раз, бывало, она глядела на разодетых актрис на сцене и думала о том, какой она была бы на их месте, и какое это доставило бы ей наслаждение. Эффектность поз, огни рампы, красивые наряды, аплодисменты — все это постепенно захватывало ее, и в конце концов она стала думать, что сама могла бы выступить перед публикой и добиться признания своих способностей. И вот нашелся человек, который уверил ее, что она и вправду могла бы играть, что те попытки подражания, которые он видел, когда она упражнялась перед зеркалом, заставили его поверить в ее способности. Кэрри пережила поистине радостную минуту. Когда Друэм ушел из дому, она села в свою качалку у окна и задумалась. Воображение, как обычно, рисовало ей все в преувеличенном виде, как если бы судьба дала ей в руки пятьдесят центов, а Кэрри строила бы планы на тысячу долларов. Она уже слышала свой взволнованный голос и видела себя в десятках драматических поз, в которых все ее существо выражало страдания. Перед нею проносились сцены, рисовавшие роскошную утонченную жизнь. Сама она неизменно была в них предметом всеобщего восхищения. Все глаза устремлены были только на нее. Но, покачиваясь в качалке, Кэрри переживала то острую горечь покинутой, то гордый гнев обманутой, то томление и тоску потерпевшие поражение. В памяти вставали все красивые женщины, каких она когда-либо видела на сцене. Подобно волне, возвращающейся с приливом к берегу, на Кэрри нахлынуло сейчас все, что имело какое-либо отношение к театру, все, что она когда-либо наблюдала. В ней возникали чувства и зрели решения, которые очень далеки были от реальных возможностей. Отправившись в город, Друэ зашел в ложу Ордена Лосей и принялся с важным видом расхаживать по залу, пока не столкнулся с Квинселом. — Где же та молодая особа, которую вы обещали нам найти? — тотчас спросил он. — Я уже нашел ее. — Вот как? — Квинсел весьма был удивлен подобной исполнительностью молодого камевояжора. — Чудесно! Дайте-ка мне ее адрес. Он достал из кармана записную книжку и карандаш, чтобы, не мешкая, отправить по адресу роль. — Вы хотите послать ей роль? — спросил Друэ. — Разумеется. А вы дайте роль мне. Я прохожу каждое утро мимо дома этой дамы. — Хорошо, но вы все-таки сообщите мне ее адрес. Нам необходимо знать его на случай, если бы понадобилось послать ей какое-либо уведомление. — Огденсквер, двадцать девять. — А как зовут даму? — допытывался Квинсел. — Кэрри Маденда. Наобум ответил Друэ. — Это имя случайно пришло ему в голову. Следует заметить, что в ложе он был известен как холостяк. — Кэрри Маденда, — повторил Квинсел. — Имя прям как с театральной афиши. — Совершенно верно, — согласился Друэ. Он захватил роль с собой и по возвращении домой вручил ее Кэрри с таким видом, словно оказывал ей большую услугу. Мистер Квинсел сказал, что это самая лучшая роль. Как думаешь, справишься ты с ней? — Я ничего не могу сказать, пока не просмотрю ее, — ответила Кэрри. — Знаешь, теперь, когда я согласилась на эту затею, она начинает меня пугать. — Полно, ну чего тебе бояться? Вся труппа, ничего в общем не стоит, а остальные, я уверен, будут играть куда хуже. — Хорошо, посмотрим, — сказала Кэрри. Несмотря на пугавшие ее предчувствия, она была рада, что роль у нее в руках. Друэ начал одеваться и долго возился, пока наконец не высказал то, что его беспокоило. — Видишь ли, Кэрри, они собирались печатать программу, и я сказал, что тебя зовут Кэрри Моденда. Ты ничего не имеешь против? — Нет. — Почему же? — ответила она, подняв на него глаза. Тем не менее у нее мелькнула мысль, что это несколько странно. — Это на всякий случай, если у тебя не выйдет, — добавил Друэ. — Конечно, конечно, — согласилась Кэрри, — очень довольная такой предусмотрительностью. Это очень умно с твоей стороны. — Я не хотел выдавать тебя за жену. Тебе было бы неловко, если бы роль не удалась. Меня там все хорошо знают, но я уверен, что ты колебно сыграешь. Так или иначе, ты, возможно, больше никогда и не встретишься ни с кем из этих людей. — О, мне все равно, — храбро сказала Кэрри. Она теперь твердо решила попробовать свои силы на этом заманчивом поприще. Друэ облегченно вздохнул. Он опасался, что ему снова грозит разговор о браке. Роль Лауры, как, едва познакомившись с ней, убедилась Кэрри, состояла сплошь из страданий и слез. Автор Августин Дейли написал ее в духе священных традиций мелодрамы, еще властвовавших в ту пору, когда он начинал свою карьеру. Тут было все, и позы, проникнутые грустью, и тремоло в музыке, и длинные пояснительные монологи. Бедняга читала Кэрри, заглядывая в текст и с чувством растягивая слова. «Мартин, непременно дай ему стакан вина перед уходом!» Кэрри была изумлена краткостью роли. Она не знала, что должна оставаться на сцене, пока говорят другие, и не просто оставаться, но играть, соответственно, происходящему на сцене и игре других артистов. «Я, кажется, справлюсь», — в конце концов решила она. На следующий вечер, когда Дроя пришел к ней, он обнаружил, что Кэрри чрезвычайно довольна проделанной за день работой. «Ну, как у тебя продвигается дело, Кэд?» — спросил он. «Очень хорошо», — смеясь ответила она. «Мне кажется, что я уже знаю все наизусть». «Вот славно», — сказал Дроя. «Ну-ка, я послушаю что-нибудь», — предложил он. «Ой, я право не знаю, сумею ли я так, друг, встать и начать?» — застенчиво спросила она. «А почему бы нет?» — удивился Дроя. «Ведь здесь тебе будет легче, чем там». Я в этом не уверена. Кончилось тем, что она выбрала эпизод в бальном зале и начала читать свой текст с большим чувством. Чем больше Кэрри входила в роль, тем меньше помнила она о присутствии Дроя. «Хорошо», — воскликнул тот, — «великолепно, блистательно». «Ну и молодец же ты, Кэрри, скажу я тебе». Он был растроган ее превосходной игрой и всей ее трогательной фигуркой, особенно в последний момент, когда героиня ее едва держится на ногах и потом, согласно роли, падает в обмороке на пол. Тут Дроя подскочил, поднял Кэрри и, смеясь, заключил в объятия. «А ты не боишься разбиться?» — спросил он. «О, а нисколько!» «Ты настоящее чудо! Вот уж не знал, что ты сумеешь так играть!» Я и сама не знала, — весело отозвалась Кэрри и покраснела от удовольствия. «Ну, теперь можешь не сомневаться, что все сойдет великолепно», — сказал Дроя. «Верь моему слову, ты не провалишься». Глава семнадцатая Дверь приоткрылась Во взоре загорается надежда К спектаклю, так многозначившему, решено было привлечь гораздо больше внимания, чем предполагалось в начале. Юная дебютантка написала Герцтвуду об этом событии на другое же утро после того, как получила роль. «Право, я говорю серьезно», — писала она, опасаясь, что он примет это за шутку. «Честное слово, у меня даже роль есть». Герцтвуд снисходительно улыбнулся, прочтя эти строки. «Интересно знать, что из этого выйдет. Обязательно надо будет посмотреть», — решил он и тотчас же ответил, что нисколько не сомневается в ее успехе. «Непременно приходите завтра утром в парк и расскажите мне обо всем», — писал он. Кэрри охотно согласилась и сообщила ему все, что знала сама. «Ну что ж, хорошо», — сказал Герцтвуд. «Я очень рад. Я уверен, что вы прекрасно сыграете. Вы же умница». Никогда раньше он не видел Кэрри такой воодушевленной. Ее обычная меланхоличность сейчас исчезла. Когда она говорила, щеки ее разгорелись, глаза блестели, она вся сияла от предвкушаемого удовольствия. Несмотря на все страхи, а их было достаточно, она чувствовала себя счастливой. Она не могла подавить в себе восторга, который вызывало в ней это маленькое событие, столь незначительное в глазах всякого другого. Герцтвуд пришел в восхищение, обнаружив в Кэрри такие качества. Нет ничего отраднее, чем наблюдать в человеке пробуждение честолюбивых желаний, стремление достичь более высокого духовного уровня. От этого человек делается сильнее, ярче и даже красивее. Кэрри радовалась похвалам обоих своих поклонников, хотя, в сущности, ничем этих похвал не заслужила. Они были влюблены. И потому все, что она делала или собиралась делать, естественно, казалось им прекраснее, чем на самом деле. Неопытность позволила ей сохранить пылкую фантазию, готовую ухватиться за первую подвернувшуюся соломинку и превратить ее в магический золотой жезл, помогающий находить клады в жизни. — Позвольте, — сказал Герцтвуд, — мне кажется, я кое-кого знаю в этой ложе, ведь я сам масон. — О, вы не должны говорить ему, что я вам все рассказала. Но, разумеется, — успокоил ее Герцтвуд. — Мне было бы приятно, если бы вы пришли на спектакль, при условии, конечно, что вы сами этого хотите, но я не знаю, как это сделать, разве что Чарли пригласит вас. — Я буду там, — нежно заверил ее Герцтвуд. — Я устрою так, что он и не догадается, от кого я узнал об этом. Предоставьте все мне. Интерес, вызванный в Герцтвуде сообщением Кэрри, сам по себе имел большое значение для предстоящего спектакля, так как управляющий баром, занимал среди лошадей. Он уже строил планы, как бы совместно с несколькими друзьями приобрести ложу и послать Кэрри цветы. Уж он постарается превратить этот спектакль в настоящее торжество и обеспечить девочке успех. Дня через два Друэ заглянул в бар, и Герцтвуд тотчас же заметил его. Было часов пять вечера, в баре собралось много коммерсантов, актеров, управляющих всевозможными предприятиями, политических деятелей, уйма круглолицых джентльменов, в цилиндрах, в крахмальных сорочках, с кольцами на руках, с бриллиантовыми булавками в галстуках. У одного конца сверкающей стойки стоял в группе фронтовато одетых спортсменов знаменитый боксер Джон Салливен. Компания вела оживленную беседу. Друэ в новых желтых ботинках, скрипевших при каждом шаге беспечной праздничной походкой, прошел через бар. — А я-то ломал себе голову, не понимая, что могло стрястись, сэр, — шутливо приветствовал его Герцтвуд. — Я решил, что вы снова уехали? Друэ только рассмеялся в ответ. — Если вы не будете показываться более регулярно, придется вычеркнуть вас из списка постоянных клиентов. — Ничего не поделаешь, — ответил комбайажер, — я был очень занят. Они вместе направились к стойке, пробираясь сквозь шумную толпу разных знаменитостей. Элегантный управляющий то и дело пожимал завсегдатаем руки. — Я слышал, ваша ложа устраивает спектакль самым непринужденным тоном, — заметил Герцтвуд. — Да? — Кто вам сказал? — Никто не говорил, — ответил Герцтвуд. — Мне прислали два билета. По два доллара. Будет что-нибудь интересное? — Право, не знаю, — ответил молодой комбайажер. — Знаю только, что ко мне прислали с просьбой раздобыть кого-нибудь для женской роли. — Я едва ли пойду, — равнодушно произнес Герцтвуд. — Но, конечно, внесу свою лепту. А как там вообще дела? — Ничего, как будто на вырученной от спинги они хотят обновить мебель. Ну что ж, будем надеяться, что все сойдет успешно. Хотите еще стаканчик? Больше Герцтвуд ничего не намеревался говорить. Теперь, если он явится на спектакль с несколькими друзьями, можно будет сказать, что его уговорили пойти. Что же касается Друэ, то он со своей стороны вознамерился предупредить возможность недоразумения. — Похоже, что моя девочка тоже будет участвовать, — отрывисто произнес он, предварительно обдумав свои слова. — Неужели? Как так? Видите ли, им недоставало одной артистки, и они просили меня найти кого-нибудь. — Я передал об этом Керри, и она как будто не прочь попытать счастье. — Превосходно! — воскликнул управляющий баром. — Я очень рад за нее. А она когда-нибудь выступала на сцене? — Никогда в жизни. — В конце концов, это не такой уж серьезный спектакль, — заметил Герцтвуд. — Ну, Кэдри справится, — заявил Друэ, протестуя против всякого умоления ее способностей. Она очень быстро входит в роль. — Скажите, пожалуйста, — счел нужно вставить Герцтвуд. — Да, сэр, она буквально изумила меня вчера своей игрой, честное слово. — Надо будет устроить ей маленькое подношение, — сказал Герцтвуд. — Я позабочусь о цветах. Друэ ответил благодарной улыбкой. — А после спектакля поедем куда-нибудь вместе и уютно поужинаем. — Я думаю, что Кэдри сыграет хорошо, — ради собственного успокоения снова сказал Друэ. — Надо будет посмотреть на нее, — промолвил Герцтвуд. — Я тоже думаю, что она сыграет хорошо, она должна. — Мы заставим ее. Последние слова управляющий баром произнес со своей обычной улыбкой, благодушной и лукавой. Кэдри в это время была на первой репетиции. Здесь распоряжался мистер Квинсел, которому помогал некий мистер Миллес, молодой человек со сценическим стажем, чего, к сожалению, никто толком не оценил. Тем не менее он был очень деловит и очень высоко ставил свою опытность, доходя почти до грубости и совершенно забывая, что имеет дело с добровольными любителями, а не с платными подчиненными. — Да послушайте же, мисс Моденда! — крикнул он, обращаясь к Кэрри, когда та вдруг остановилась, не зная, куда двинуться. «Что вы застряли на месте? Придайте своему лицу подобающее выражение. Помните, что вы сильно встревожены появлением чужого человека. Вот как вы должны ходить!» И мистер Миллес ссутулись побрел по сцене. Это не особенно понравилось Кэрри, но новизна положения, готовность исполнить что угодно, лишь бы не провалиться, присутствие на спектакле чужих, не менее взволнованных людей, все это вызывало в ней сильную робость. Она прошлась по сцене, как требовал ее наставник, чувствуя в душе, что это совсем не то. «Теперь вы, миссис Морган!» — обратился режиссер к молодой даме, которой предстояло играть роль Перл. «Садитесь вот сюда, а вы, мистер Бамбергер, становитесь сюда, вот так, ну, теперь говорите!» «Объяснитесь!» — чуть слышным шепотом произнес мистер Бамбергер. Он играл роль Рея, поклонника Лауры, светского человека, который, узнав, что она сирота и беспреданница, колеблется, не решаясь жениться на ней. «Нет, тут что-то не так», — заметил режиссер. «Как там сказано у вас в роли?» «Объяснитесь!» — тем же голосом повторил мистер Бамбергер, не отрывая глаз от бумажки с ролью. «Да, но здесь сказано также, что вы ошеломлены!» — загорячился режиссер. «Повторите еще раз и постарайтесь изобразить на лице изумление!» «Объяснитесь!» — оглушительно рявкнул мистер Бамбергер. «Нет, нет, так никуда не годится. Вот, послушайте, скажите так». «Объяснитесь!» — повторил мистер Бамбергер с несколько иным выражением. «Вот так, пожалуй, лучше», — сказал режиссер. «Тебе дальше!» «Однажды вечером, — начала миссис Морган свою реплику, — отец с матерью направлялись в оперу. Когда они переходили Бродвей, их по обыкновению окружила толпа детей, просивших милостыню. «Стойте!» — крикнул режиссер и, вытянув вперед руку, кинулся к миссис Морган. «Больше чувства! Больше чувства!» — заявил он. Миссис Морган взглянула на него так, точно ожидала, что он сейчас ее ударит. Ее глаза вспыхнули негодованием. «Вы должны помнить, миссис Морган!» — пояснил режиссер, игнорируя яростный блеск ее глаз, но все же несколько сбавляет он. «Вы должны помнить, что передаете трогательную повесть. Ваш рассказ связан для вас с горькими воспоминаниями. Тут нужно чувство, сдержанное напряжение. Вот так!» Их по обыкновению окружила толпа детей, просивших милостыню. «Хорошо!» — отчеканила миссис Морган. «Теперь продолжайте. И когда мать опустила руку в карман за мелочью, ее пальцы коснулись холодной, дрожащей ручонки, схватившей ее кошелек...» «Очень хорошо!» — прервал режиссер, одобрительно кивая. «Карманная воровка!» — выпалил мистер Бамбергер. «Вот оно что!» «Нет, нет, мистер Бамбергер, так не годится!» — подскочил к нему режиссер. «Вот как надо!» — «Манная воровка!» — «Вот оно что!» «Не думаете ли вы...» — робко промолвила Кэрри, — «что лучше будет, если мы хоть раз попросту пройдем наши реплики, чтобы убедиться, насколько мы их знаем. Это нам было бы очень полезно!» Она заметила, что далеко не все участники спектакля знают свои роли, уж не говоря о том, какое выражение следует придать лицу при той или иной реплике. «Очень хорошая мысль, мисс Моденда!» — вмешался мистер Квинсел. Он сидел сбоку и с серьезным видом наблюдал за происходившим, вставляя иногда замечания, на которые режиссер почти не обращал внимания. «Пожалуй!» — согласился режиссер, чуть смутившись. «Может быть, это принесет пользу!» Потом, вдруг просветлев, он авторитетным тоном заявил труппе «Давайте сейчас пройдем быстро наши роли, только старайтесь по возможности вкладывать больше чувства в слова». «Прекрасно!» — одобрил мистер Квинсел. «Моя мать!» — продолжала миссис Морган, поглядывая то на мистера Бамбергера, то на тетрадку со своей ролью схватила эту ручонку и так сжала ее, что послышался тихий стон. Мать посмотрела и увидела перед собой маленькую оборванную девочку. «Очень хорошо!» — с безнадежным видом произнес режиссер, которому теперь нечего было делать. «Карманная воровка!» — воскликнул мистер Бамбергер. «Громче!» — вставил режиссер, не в состоянии хоть временно воздержаться от замечаний. «Карманная воровка!» — завопил бедный Бамбергер. «Да, воровка, но которой не было еще и шести лет, и к тому же с лицом ангелочка!» «Что ты делаешь?» — крикнула ей моя мать. «Я хотела украсть!» — ответила девочка. «А ты разве не знаешь, что красть нехорошо?» — обратился к ней мой отец. «Нет, не знаю!» — отозвалась девочка. «Зато я знаю, как страшно быть голодной!» «А кто велел тебе красть?» — спросила мать. «Вот она!» «Вон она там!» — девочка указала на подъезд, в котором стояла жуткого вида женщина, кинувшаяся вдруг бежать. «Мы зовем ее Иуда!» — добавила девочка. Миссис Морган произнесла все это довольно бесцветно, и режиссер был в отчаянии. Он нервно расхаживал по эстраде и, наконец, подошел к мистеру Квинселлу. «Ну, как вы находитесь, мистер Квинсел?» — спросил он. «О, я думал, мы их вымуштруем!» — ответил тот без особой уверенности в голосе. «Не знаю, не знаю!» — сказал режиссер. «Этот Бамбергер слишком уж мямля для любовника!» «Никого другого нет!» — сказал Квинселл, возводя очи к небу. «Гаррисон в последнюю минуту надул меня!» «Где же нам теперь достать кого-нибудь взамен?» «Не знаю, не знаю!» — снова повторил режиссер. «Но я боюсь, что он никуда не годится!» «Как раз в эту минуту Бамбергер воскликнул!» «Вы смеетесь надо мной, Перл!» «О, полюбуйтесь!» — зашептал режиссер, прикрывая ладонь дю рот. «Боже мой! Что можно сделать с человеком, который то орет, то цедит слова?» «Сделайте, что можете!» — стараясь утешить его, произнес Квинселл. «Репетиция продолжалась, и, наконец, настал момент, когда Лаура Керри входит в комнату, чтобы объясниться со своим возлюбленным. Последний, выслушав рассказ Перл, успел написать письмо, в котором он отказывается от Лауры, но еще не отправил его. Бамбергер только что закончил реплику Рея. «Я должен уйти, пока она не вернулась! Ее шаги! Поздно!» Он комкает письмо, торопясь засунуть его в карман, а в это время Керри нежным голосом начинает «Рей!» «Мисс! Мисс! Кортленд!» — запинаясь, чуть слышно, выдавливает из себя Бамбергер. Керри посмотрела на него и сразу забыла обо всех окружающих. Она начала входить в роль, равнодушно улыбаясь, как того требовала авторская ремарка. Керри повернулась к окну и отошла от своего возлюбленного с таким видом, точно его и не было в кофе, с сериасом наблюдавшей за сценой между Керри и Бамбергером. «Мисс Маденда», — ответил Квинселл. «Я знаю, как ее имя», — сказал режиссер, — «но кто она такая, чем занимается?» «Не знаю», — произнес Квинселл, — «она знакомая одного из членов нашей ложи». «Хм, как бы то ни было, у нее больше чутья, чем у всех остальных вместе взятых. Она хоть проявляет интерес к тому, что делает?» «И при том хорошенькая, а?» — добавил Квинселл. Режиссер отошел, не ответив на это замечание. Во второй сцене в бальном зале, где Лаура встречается лицом к лицу с враждебно настроенным обществом, Керри играла еще лучше и заслужила одобрительную улыбку режиссера. Он даже соблаговолил подойти и заговорить с ней. «Вы уже когда-нибудь выступали на сцене?» — как бы вскользь спросил он. «Нет, никогда», — ответила Керри. «Вы так хорошо играете, что я думал, уж нет ли у вас некоторого сценического опыта». Керри только смущенно улыбнулась. Режиссер отошел от нее и стал слушать Бамбергера, который бездушным голосом бубнил очередную реплику. Миссис Морган заметила эту сценку и сверкнула на Керри завистливыми черными глазами. «Наверное, какая-нибудь захудалая актриса», — решила она, находя удовлетворение в этой мысли и проникаясь презрением и ненавистью к Керри. Репетиция кончилась, и Керри отправилась домой, чувствуя, что не ударила лицом в грязь. Слова режиссера все еще звучали у нее в ушах, и она горела желанием поскорее рассказать обо всем Герцтвуду. Пусть он знает, как хорошо она играла. Друэ тоже мог бы служить объектом для ее излияния, и она еле сдерживалась, дожидаясь, когда же он, наконец, спросит ее. И, тем не менее, сама она не заговаривала об этом. А Друэ в тот вечер думал о чем-то другом, и то, что казалось Керри столь важным, не имело большого значения в его глазах. Он не стал поддерживать разговор на эту тему, выслушав лишь то, что рассказала не очень умела сама Керри. Он сразу же решил, что Керри прекрасно со всем справится, и тем самым заранее избавил себя от всяких тревог. Керри была несколько раздражена этим. Она остро ощутила безразличие Друэ и томилась желанием увидеться с Герцтвудом. Он казался ей единственным другом на земле. На следующее утро Друэ все же проявил интерес к сценическим успехам Керри, но впечатление от вчерашнего разговора с ним уже нельзя было исправить. Керри получила письмо от Герцтвуда, извещавшее ее, что когда она получит его послание, он уже будет ждать ее в парке. Когда она явилась, Герцтвуд встретил ее, сияя точно утреннее солнце. «Ну, дорогая, — сразу начал он, — как у вас сошло?» «Недурно», — сдержанно ответила Керри, помня о равнодушии Друэ. «Расскажите мне все, как происходило, — попросил Герцтвуд. Это было интересно?» Керри стала описывать ему во всех подробностях вчерашнюю репетицию, все больше и больше воодушевляясь. «Ну, просто великолепно! — воскликнул Герцтвуд, выслушав ее. «Очень рад за вас. Непременно приду посмотреть, как вы играете. Когда у вас следующая репетиция?» «Во вторник! — ответила Керри. «Но посторонних туда не пускают, — добавила она. Я все же думаю, что мне как-нибудь удастся пройти», — многозначительно сказал Герцтвуд. Керри была в восторге от его внимания. Она снова обрела душевное равновесие. Тем не менее, она заставила его отдать слово, что он не будет приходить на репетиции. «Тогда вот что. Вы должны хорошенько постараться, чтобы я остался доволен», — сказал Герцтвуд, желая поощрить ее. «Помните, я многого жду от вас. Мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы спектакль удался на славу. А вы тоже сделайте, что можете». «Я постараюсь», — сказала Керри, преисполненная восторга и любви. «Ну вот, молодец!» — похвалил ее Герцтвуд. Он с отеческой нежностью погрозил ей пальцем и повторил «Смотрите, сделайте все, что можете». Непременно весело отозвалась Керри. В это утро, казалось, вся земля тонула в солнечном сиянии. Керри шла домой, и небо прозрачное и синее словно вливалось в ее душу. Блаженны, дерзающие, исполненные бодрой надежды, блаженны те, кто взирает на них с улыбкой одобрения. Глава восемнадцатая По ту сторону Беглые приветствия К вечеру шестнадцатого числа незримая рука Герцтвуда успела показать свою силу. Стоило ему пустить слух среди своих друзей, а они были многочисленны и влиятельны, что стоит пойти туда-то, и мистер Квинсу, к великому своему удивлению, продал значительно больше билетов, чем предполагал. Во всех ежедневных газетах появились небольшие заметки, и это опять-таки устроил никто иной, как Герцтвуд, с помощью одного из своих приятелей-газетчиков, мистера Гарри Макгаррона, главного редактора «Таймса». «Послушайте, Гарри», — сказал ему как-то вечером Герцтвуд у стойки бара, когда редактор допивал последний стаканчик, готовясь держать запоздалый путь домой. «Вы могли бы оказать кое-кому большую услугу». «А в чем дело?» — спросил мистер Макгаррин, которому было приятно, что этот представительный управляющий обращается к нему с просьбой. «Местная ложа Ордена Лохи устраивает маленький спектакль в свою пользу, и им очень пригодилась бы заметочка в прессе. Вы понимаете, что я имею в виду всего несколько строк, в которых говорилось бы, что, где и когда». «С удовольствием!» — ответил мистер Макгаррин. «Конечно, я это сделаю для вас, Джордж». Сам Герцтвуд держался в тени. Члены ложи не могли понять, почему их маленькая затея привлекла такое внимание. На мистера Квинсела стали смотреть, как на гениального организатора. Когда наступило шестнадцатое, друзья Герцтвуда явились подобно римлянам, послушным зову сенатора. С той минуты, как он решил помочь Кэрри, она смело могла рассчитывать на хорошо одетую, благодушную и благосклонную публику. Молодая дебютантка успела вполне овладеть ролью и была очень довольна собой, хотя и дрожала, думая о том, что вскоре ей придется предстать в ярком свете рампы перед многочисленной толпою зрителей. Она пыталась утешить себя мыслью, что и остальные участники человек двадцать мужчин и женщин волнуются за исход спектакля, не зная, к чему приведут их усилия. Но при всем желании она никак не могла выбросить из головы свои личные страхи. То ее пугало, что она забудет какую-нибудь реплику или не сумеет проникнуться чувствами своей героини, то она начинала жалеть, что вообще взялась за это дело. Она дрожала, представляя себе, что, возможно, будет стоять бледная, задыхающаяся, парализованная страхом, не зная, что сказать и что сделать. Она еще, пожалуй, испортит все представление. Что касается остальных участников, то мистер Бамбергер выбыл из труппы. Он был безнадежен и пал жертвой режиссерской критики. Миссис Морган все еще была тут. Она сгорала от зависти и твердо решила, что хотя бы в пику Кэрри сыграет не хуже ее. Для роли Рея был приглашен какой-то слонявшийся без дела актер-профессионал. Правда, артист он был весьма посредственный, но его хоть не терзали страхи, переживаемые людьми, никогда не выступавшими перед публикой. Он с таким небрежным и самоуверенным видом расхаживал по сцене, и, между прочим, ему строго-настрого было наказано не упоминать о своей причастности к театральному миру, что по одним лишь косвенным уликам всякий четко мог бы сообразить, кто он такой. «Какие пустяки!» С театральной аффектацией обратился он к миссис Морган. «Стану я волноваться из-за публики. Дух роли — вот что важно. Хорошенько вжиться в нее — вот в чем вся трудность». Весь его внешний облик был неприятен Кэрри, но она была в достаточной степени актрисой, чтобы суметь скрыть свою антипатию и примириться с его качествами, тем более, что в этот вечер ей предстояло мириться с его фиктивной любовью. В шесть часов вечера она была совсем готова. Все, что требуется для сцены, было заранее и даже в изобилии закуплено. Кэрри с утра училась накладывать грим. К часу она уже успела прорепетировать и приготовить все необходимое для спектакля, после чего стала дожидаться наступления вечера, лишь изредка заглядывая в свою роль. Ради такого торжественного случая ложа Ордена Лосей прислала за ней экипаж, и Кэрри вместе с Друэ отправилась в театр. Впрочем, он проводил ее только до дверей, а сам пошел искать хорошую сигару. Новоиспеченная актриса нервной поступью прошла в свою уборную и приступила к тем волнующим таинствам, которые должны были превратить ее, простую девушку, в Лауру, светскую красавицу. Яркий свет газовых рожков, открытые сундуки с костюмами, наводящие на мысль о путешествиях, разбросанные повсюду орудия гримера, румяна, пудра, белила, сженая пробка, тушь, карандаши для век, парики, ножницы, зеркала, все эти бесчисленные принадлежности маскарада создавали совсем особую атмосферу. С того дня, как Кэрри приехала в большой город, многое произвело на нее впечатление, но это всегда бывало как бы издалека. Эта новая атмосфера дышала теплом. Она была так непохожа на высокомерие пышных особей, которые холодно гнали бедную девушку прочь, позволяя ей только проникнуться благоговейным страхом и любоваться именно расстоянием. У нее было такое чувство, будто кто-то ласково взял ее за руку и сказал «Войди, дорогая». Этот мир открылся перед нею сам собой. Она дивилась напечатанным гигантскими буквами афишам, подробным заметкам в газетах, красоте нарядов на сцене, прекрасным экипажем, обилию цветов и витавшему над всем приглушенному веселью. Это не было иллюзией. Перед Кэрри распахнулась дверь, и она увидела свет. Кэрри случайно наткнулась на эту дверь, подобно человеку, вдруг нащупавшему в темноте потайной ход. И вот она очутилась в роскошном зале, залитом огнями и сулившем блаженство. Кэрри торопливо одевалась в маленькой артистической уборной, прислушивалась к голосам снаружи, видела, как суетился мистер Квинселл, а миссис Морган и миссис Хогленд нервно готовились к выходу на сцену и с большим интересом наблюдала за всеми остальными членами труппы. Они слонялись за кулисами, тревожить за исход спектакля, а Кэрри невольно мечтала о том, как было бы чудесно, если бы все это могло продолжаться без конца. Вот бы ей справиться как следует с ролью, а потом поступить куда-нибудь на сцену, стать настоящей актрисой. Эта мысль заполонила Кэрри и звучала в ее ушах, как мелодия старинной песни. А за пределами ее комнатки в маленьком фойе в это время можно было наблюдать другие картины. Без вмешательства Герцтвуда небольшой зал едва ли был бы полон, ибо члены ложи обнаружили весьма умеренный интерес к этой затее. Но слово Герцтвуда успело оказать свое влияние, на спектакль рекомендовалось явиться в парадном виде. Все четыре ложи были разобраны. Одну взял доктор Норман Макнилгейл с женой, а это уже кое-что значило. Мистер Уокер, торговец мануфактуры и с состоянием по меньшей мере в 200 тысяч долларов, тоже взял отдельную ложу. Купить третью ложу уговорили одного известного угольного дельца, а четвертую приобрел Герцтвуд с друзьями. Среди последних находился и Друэ. Публика, валом валившая в зал, не состояла ни из знаменитостей, ни даже из местных богачей. Это были представители определенного круга, зажиточные люди и члены ордена лосей. Все господа лоси прекрасно знали, какое положение тот или иной из них занимает в свете. Они с большим уважением относились ко всякому, кто сумел накопить состояние, приобрести красивый дом, содержал экипаж, со вкусом одевался и пользовался доверием в торговом мире. Естественно, что Герцтвуд достаточно умный, чтобы не считать этот уровень жизни пределом человеческих достижений, сочетавший с деловою сметкой умение прекрасно держать себя, занимавший довольно видную должность и завоевавший всеобщее расположение врожденным тактом в обращении с людьми, Герцтвуд был здесь довольно крупной фигурой. Он был известнее многих в этом кругу, а его сдержанность объясняли тем, что вдобавок к солидному финансовому положению, он пользуется еще и большим влиянием. В этот вечер Герцтвуд был в своей стихии. Он приехал в экипаже вместе с несколькими приятелями прямо из ресторана «Ректор». В фойе он встретил Друэ, который только что вернулся, купив сигары, и между ними завязалась оживленная беседа, во время которой перемывались косточки присутствующих и обсуждались дела ордена. «Кого я вижу!» — воскликнул Герцтвуд. Он уже успел пройти в зрительный зал, где ярко горели люстры, и оживленно болтала веселая компания джентльменов. «А, как поживаете, мистер Герцтвуд!» — отозвался джентльмен, к которому обратился с приветствием управляющий баром. «Рад вас видеть!» — сказал Герцтвуд, слегка пожимая протянутую ему руку. «Надо полагать, спектакль будет блестящий!» «Да, можно надеяться!» — согласился Герцтвуд. «По-видимому, ложа пользуется большой поддержкой своих членов», — заметил собеседник. «Так оно и должно быть!» — сказал Герцтвуд. «Я лично очень рад, что это так!» «Здорово, Джордж!» «Вело вас сюда!» «Ведь вы, насколько я знаю, не член этой ложи!» «Только доброта душевная!» — отозвался Герцтвуд. «Приятно, знаете ли, повидать старых друзей!» «Жена с вами?» «Нет, она сегодня не могла прийти», — сказал Герцтвуд. «Не совсем здорово!» «Жаль, жаль!» «Надеюсь, ничего серьезного?» «Нет, легкое недомогание!» «Я помню, миссис Герцтвуд, она однажды, сопровождала вас в Сент-Джо!» И толстяк пустился в какие-то скучные воспоминания, которым, к счастью, положило конец прибытии новых знакомых Герцтвуда. «А, здорово, Джордж! Как поживаете?» — поздоровался с ним какой-то добродушный член муниципалитета, житель западной стороны и тоже член ложи. «Очень рад вас видеть! Ну, как дела?» «Очень хорошо! Благодарю вас! Вы, я слышал, избраны Волдермены!» Олдермен, член муниципального совета. «Да, мы без всякого труда разбили противников», — подтвердил политический деятель. «Что станет теперь делать Хеннеси?» «О, ведь у него кирпичный завод вернется, надо полагать, к своим кирпичам!» «Вот как!» «Я этого не знал», — сказал Герцтвуд. «Воображаю, как он злился, когда потерпел поражение!» «Да, по всей вероятности», — согласился новый Олдермен, лукаво подмигивая Герцтвуду. Мало-помалу начали пребывать в экипажах более близкие друзья Герцтвуда, которых он пригласил сам. Они, шаркая ногами и выставляя на показ свои отличные костюмы, входили в зал, исполненное сознание собственного достоинства и весьма довольные собой. «А, вот и мы!» — воскликнул Герцтвуд, обращаясь к одному из вновь прибывших мужчине лет сорока пяти. «Вы не ошиблись!» — в тон ему ответил тот. Потом он наклонился к уху Герцтвуда и, добродушно притянув приятеля за плечо, поближе к себе шепнул. «Если мы сегодня не увидим здесь ничего интересного, я вам голову оторву!» «Почему тут спектакль?» — отозвался Герцтвуд. «Разве не стоило заплатить за возможность повидать старых друзей?» Одному из гостей, обратившемуся к управляющему барам с вопросом, действительно ли будет что-нибудь интересное, Герцтвуд ответил «Я и сам не знаю, едва ли». Затем он сделал рукой красивый жест и добавил «Но для масонской ложи...» «А народу набралось, однако, порядочно. Что вы скажете?» «Да, кстати, мистер Шенехен только что справлялся о вас. Непременно разыщите его». Вот как случилось, что маленький театр огласился беспечной болтовнёй богатых людей, шелестом шёлка, хрустом крахмальных сорочек, благодушно-банальными фразами, и всё лишь потому, что этого захотел один человек. Стоило посмотреть на Герцтвуда в те полчаса, которые предшествовали поднятию занавеса, когда он беседовал с компанией в пять-шесть человек из тех, чьи внушительные фигуры, туго на крахмальные сорочки и бриллиантовые булавки в галстуках, свидетельствовали об их преуспеянии. Джентльмены, прибывшие с жёнами, не упускали случая окликнуть Герцтвуда и пожать ему руку. Билетёры учтиво кланялись гостям, откидные сиденья стульев хлопали, а Герцтвуд довольным взором обводил зал. Он был здесь светилом, воплощавшим в своей персоне чистолюбивое стремление всех приветствовавших его. Он был признан обществом, ему льстили, считали чуть ли не светским львом. По всему видно было, что этот человек занимает солидное положение. Он был, если хотите, даже по-своему велик в тот вечер. Глава девятнадцатая Час в стране грёз Чуть слышная жалоба Наконец, все приготовления были закончены, и занавес готов был взвиться. Артисты успели наложить последние штрихи грима, и в ожидании присели кто где. Дирижёр многозначительно постучал палочкой по пюпитру, и, нанятый для этого случая маленький оркестр, заиграл вступление. Герцтвуд умолк и вместе со своими друзьями направился в ложу. «Ну, теперь посмотрим, как справится девочка», — шепнул он Друэ, так, чтобы никто другой не слышал его. На сцене уже находилось шесть актёров, открывавших первое действие сцены в гостиной. Друэ и Герцтвуд, тотчас удостоверившись, что Керри между ними нет, шепотом продолжали беседу. В первом акте участвовали миссис Морган, миссис Хогленд и, выступавший вместо Бамбергера, артист-профессионал Пэттон. Последний мало чем мог похвастать, за исключением уверенности, но именно это в данную минуту и было самым необходимым. Миссис Морган в роли Перл буквально стыла от ужаса. Миссис Хогленд произносила реплики хриплым голосом, у всех дрожали колени, и свои роли актёры попросту читали, ничего больше. Нужна была вся снисходительность публики, всё её благодушное настроение и вера в то, что артисты постепенно разыграются, чтобы удержаться от сожалеющего ропота, что обычно предшествует провалу спектакля. Герцтвуд хранил полное спокойствие. Он заранее был уверен, что эта затея с пьесой ничего не стоит. Ему важно было только, чтобы всё сошло более или менее сносно. Тогда можно было бы сделать вид, что Кэрри заслуживает похвалы и поздравить её с успехом. Когда первый приступ страха миновал, актёры как будто немного ожили и стали кое-как передвигаться по сцене, вяло произнося свои реплики и наводя на зрителей скуку. Вскоре на сцену вышла Кэрри. Как только Герцтвуд и Друэ взглянули на неё, они сразу поняли, что у неё еле волоча ноги. Прошла она по сцене со словами «А, вот и вы, сэр, мы уже с восьми часов ждём вас». Она произнесла их так бесцветно и так тихо, что её друзьям стало больно за неё. «Боится?» — прошептал Друэ. Герцтвуд ничего не ответил. В роль входила одна реплика, которая должна была немного рассмешить зрителей. Она гласила «это всё равно, что называть меня спасительной пилюлей». Но и это вышло у неё до ужаса безжизненно. Друэ заёрзал на стуле, а Герцтвуд чуть заметно шевельнул носком ботинка. В другом месте Лаура, чувствуя надвигающуюся опасность, должна была встать и с грустью произнести «О, лучше бы вы этого не говорили, Перл! Вы прекрасно знаете, что все мы любим красивый обман!» В голосе Келли до смешного не хватало чувства. Ей не удавалось войти в роль. Казалось, она говорит во сне. Она как будто заранее была уверена, что провалится. Кеви играла ещё хуже, чем миссис Морган, которая успела немного прийти в себя и, по крайней мере, внятно произносила слова. Друэ отвёл глаза от сцены и окинул взглядом зрителей. Публика хранила молчание, надеясь, что вот-вот произойдёт какая-то перемена. Герцтвуд пристально смотрел на Кеви, точно стараясь загипнотизировать её и заставить играть лучше. Он хотел влить в неё частицу своей воли. Ему было бесконечно жаль её. Через некоторое время Кэрри предстояло прочесть анонимное письмо, полученное ею от неизвестного негодяя. Публика чуть оживилась во время диалога между актёром-профессионалом и маленьким человечком, который не без юмора играл роль однорукого, выжившего из ума солдата по прозвищу Храпун, ставшего ради куска хлеба посыльным. Он с таким азартом выкрикивал слова, что они невольно вызывали в публике смех, хотя и не тот, на который рассчитывал автор пьесы. Но вот Храпун уходит, и опять на сцену возвращается Кэрри в качестве главного действующего лица. Однако она всё ещё не овладела собой, и в продолжении всей сцены между нею и интриганом вяло бродила по сцене, злоупотребляя последние капли терпения публики. Когда она, наконец, ушла, все облегчённо вздохнули. «Она слишком волнуется», — сказал Друэ, прекрасно сознавая, что говорит неправду. «А вы бы сходили, подбодрили её», — посоветовал Герцтвуд. Друэ рад был сделать что угодно, лишь бы сколько-нибудь помочь делу. Он быстро пробрался к боковой двери, служившей входом за кулисы. Добродушный страж пропустил его. Кэрри стояла за кулисами, дожидаясь следующего своего выхода. Вся её живость, весь огонь, трепетавший в ней раньше, исчезли без следа. «Послушай, Кэрри, зачем ты так волнуешься», — сказал Друэ, пристально глядя на неё. «Очнись, наконец. Не такая уж эта публика, чтобы стоило так бояться её». «Я и сама не знаю, в чём дело», — ответила Кэрри. «Просто мне кажется, я не способна играть». Всё же она была рада приходу Друэ, видя, как волнуется вся труппа, она тоже совсем пала духом. «Да полно, Кэрри», — сказал Друэ, — возьми себя в руки, чего ты боишься, покажи им, как нужно играть. Кэрри несколько ожила, наэлектризованная словами изрядно взволнованного камевая Жора. «Я очень скверно играла. Ничего подобного тебе, только нужно прибавить немного перцу. Играй так, как ты мне показывала. Постарайся откинуть с голову, как ты это делала вчера». Кэрри вспомнила, с каким подъёмом она играла дома. Она пыталась убедить себя, что может сыграть хорошо и сегодня. «Что сейчас будет?» — спросил Друэ, заглядывая в роль, которую Кэрри держала в руках. «Диалог между мной и Рэем, когда я отказываю ему». «Ну вот», — сказал Друэ, — «побольше огня, побольше жизни. Играй так точно тебе, ни до кого дела нет». «Ваш выход, мисс Маденда», — сказал суфлёр. «О, Боже!» — вырвалось у Кэрри. «Как глупо с твоей стороны так бояться», — сказал Друэ. «Возьми же себя в руки, Кэрри. Я отсюда буду следить за тобой». «Правда?» «Да-да, иди, не бойся». Суфлёр подал ей знак. Кэрри двинулась вперёд, испытывая всё ту же слабость, что и раньше. Но вдруг какая-то доля решимости вернулась к ней. Она вспомнила о том, что Друэ смотрит на неё. «Рэй!» — начала она ласковым и более спокойным голосом. «Это была как раз та сцена, которая понравилась режиссёру во время репетиции». «Она, кажется, приходит в себя», — подумал Герцтвуд. Кэрри провела эту сцену не так хорошо, как на репетиции, но всё же играла лучше, чем в начале. Её присутствие на сцене не вызывало, по крайней мере, раздражения у публики. Вся труппа теперь подтянулась, и таким образом внимание зрителей уже не сосредоточивалось на одной Кэрри. Актёры недурно справлялись со своими ролями, и можно было надеяться, что пьеса кое-как пройдёт, за исключением, разумеется, особенно трудных мест. Кэрри покинула сцену разгорячённая и взволнованная. «Ну что?» — спросила она, глядя на Друэ. «Теперь немножко лучше. Ещё бы! Вот так и надо! Побольше жизни!» «Ты играла сейчас тысячу раз лучше, чем в предыдущей сцене!» «Теперь дай им жару, ты можешь! Пусть все ахнут!» «Я в самом деле играла лучше!» — повторила Кэрри. «Лучше? Несравненно! А что теперь?» «Сцена на балу!» «Ну, с этим ты справишься, шутя!» — сказал Друэ. «Я не уверена!» — отозвалась Кэрри. «Полно, полно!» — воскликнул Друэ. «Ты же прекрасно играла тогда для меня! Вот, иди теперь играй так же! Держись так, будто ты в своей комнате! И если провернёшь эту сцену не хуже, уверяю тебя, успех будет блестящий! Готов биться об заклад на что угодно! Ты справишься!» Друэ, как обычно, вкладывал в слова всю пылкость и всё добродушие своей натуры. Он и вправду считал, что Кэрри особенно удаётся эта сцена и хотел, чтобы она блеснула перед публикой. Этим и объяснялся его энтузиазм. До следующего выхода Кэрри Друэ удалось внушить ей уверенность в своих силах. Он заставил её поверить, что она играет хорошо. Слушая его, она снова стала проникаться жаждой успеха, и мало-помалу к ней вернулся прежний подъём. «Я думаю, что справлюсь. Ну, конечно, только не робей!» На сцене, между тем, артистка, игравшая роль миссис Ван Дэм, жестоко клеветала на Лауру. Кэрри прислушивалась, и что-то в ней вдруг вспыхнуло. Ноздри слегка раздулись. «Общество страшно мстит за нанесённые ему оскорбления», — говорил актёр, игравший Рея. «Вам приходилось слышать про сибирских волков. Когда один из стаи падает, остальные пожирают его. Сравнение не особенно приятное, но в обществе таится что-то волчье. Лаура своим маскарадом бросила вызов обществу, и обществу, которое само по себе сплошной маскарад, отомстит за насмешку». Услышав своё сценическое имя, Кэрри вздрогнула. Она стала проникаться горечью ситуации. На неё нахлынули чувства, которые испытывает отверженное. Она стояла за боковой кулисой, поглощённая потоком гневных мыслей. Она не слышала ничего кругом, только кровь шумом билась у неё в висках. — Вот что, милочки, надо хорошенько присматривать за нашими вещами, — мрачно произнесла миссис Ван Дэм. — Они отнюдь не в безопасности, пока среди нас находится такая ловкая воровка. — Реплика, — произнёс суфлёр, стоявший рядом с Кэрри. Но Кэрри даже не слышала его. Она двинулась вперёд с уверенной грацией, рождённой вдохновением. Гордая и прекрасная появилась Кэрри перед публикой, постепенно превращаясь, как того требовал ход действия, в застывшее, бледное, несчастное создание, тогда как группа бездушных светских людей презрительно отодвигалась от неё всё дальше. Герцвуд часто замигал глазами, заражённый её волнением. Горячая волна чувства и искренности уже докатилась до самых дальних уголков зала. Магическое действие страсти, способной затопить мир, сказывалось во всей своей силе. Публика, которая до сих пор была не особенно внимательна, теперь с неослабевающим интересом следила за тем, что происходит на сцене. «Рэй! Рэй! Почему вы к ней не подходите?» — раздался возглас Перру. Взоры всех были устремлены на Кэрри, по-прежнему гордую и презрительную. Все с напряжённым вниманием следили за каждым её движением и поворачивали головы в ту сторону, куда она переводила взгляд. Перру, миссис Морган, подошла к ней. «Поедем домой?» «Нет», — ответила Лаура Кэрри, и впервые её голос обрёл ту проникновенность, которой не доставала ему раньше. «Оставайтесь с ним!» Она обличающим жестом указала на своего возлюбленного, а потом произнесла с пафосом, который потрясал до глубины души своей неподдельной искренностью. «Он недолго будет страдать». Герцвуд понял, что перед ним на редкость хорошая актёрская игра. Это подтвердили и бурные аплодисменты публики, раздавшиеся, когда упал занавес. Управляющий баром думал теперь только о том, как прекрасна Кэрри. К тому же она ведь добилась успеха на том поприще, которое было много выше сферы его деятельности. Он испытывал острое наслаждение при мысли, что она будет принадлежать ему. «Превосходно!» — воскликнул он. Повинуясь внезапному порыву, он встал и направился к двери, которая вела за кулисы. Когда управляющий баром вошел в уборную Кэрри, Друэ все еще был там. Сейчас Герцвуд чувствовал, что до безумия влюблен в Кэрри. Он был ошеломлен глубиной и страстностью ее игры. Он жаждал расхвалить ее, выразить свой восторг влюбленного, но тут находился Друэ, чей интерес к Кэрри тоже быстро возрастал. Пожалуй, молодой камевояжер был очарован еще больше Герцвуда. По крайней мере, в силу обстоятельств он мог высказать это в более бурной форме. «Ну и ну!» — не переставал он повторять. «Ты играла изумительно, то есть прямо великолепно. Я с самого начала знал, что ты справишься с ролью. Ну и славная же ты девочка!» Глаза Кэрри сверкали от радости. «Ты вправду говоришь, что я хорошо играла?» «Хорошо играла? Еще бы! Разве ты не слыхала аплодисментов?» В зрительном зале еще раздавались восторженные хлопки. Мне и самой казалось, что я сумела передать все так, как я это переживала. В эту минуту и вошел Герцвуд. Он инстинктивно угадал какую-то перемену в Друэ, и в груди его вспыхнула жгучая ревность, когда он увидел, что тот чуть ли не обнимает Кэрри. Он не мог простить себе, что сам надоумил Друэ пойти за кулисы, и уже ненавидел своего приятеля как человека, посигнувшего Герцвуд. Загорелся былой лукавый огонек. «Мне хотелось бы сказать вам, что вы дивно играли, миссис Друэ», сказал он, пристально глядя на нее. «Вы доставили всем большое наслаждение». Кэрри, прекрасно все понимавшая, ответила ему в тон. «О, благодарю вас, мистер Герцвуд». «Вот и я как раз говорил ей, что, по-моему, она играла превосходно», вставил Друэ в восторге от сознания, что обладает таким сокровищем. Кэрри весело рассмеялась. «Это, несомненно, так», — подтвердил Герцвуд, и в его взгляде Кэрри могла прочесть больше, чем говорили слова. «Если вы впредь будете так играть, то заставите нас думать, что родились актрисы». Кэрри только улыбнулась в ответ. Она осознавала, в каком мучительном положении находился сейчас Герцвуд. Ей до боли хотелось остаться с ним наедине, но она не понимала перемены в Друэ. Герцвуд был настолько угнетен, что не смог больше продолжать разговор. Ненавидя Друэ за одно его присутствие, он откланялся с достоинством Фауста и, выйдя из уборной Кэрри, в бешенстве стиснул зубы. «Путь он проклят», — прошипел Герцвуд. «Долго еще он будет стоять мне поперек пути». С угрюмым видом Герцвуд побрел назад в ложу и долго не разжимал губ, размышляя о своем злосчастном положении. Когда занавес снова поднялся и началось второе действие, Друэ наконец вернулся в ложу. Он был весьма оживлен и тотчас же начал что-то шептать Герцвуду, но тот сделал вид, будто поглощен игрой актеров. Герцвуд ни на минуту не спускал глаз со сцены, хотя Кэрри сейчас там не было. Разыгрывался комический пассаж, предшествовавший ее выходу. Но Герцвуд ничего не видел. Он был занят своими горькими мыслями. Пьеса продолжала развертываться, отнюдь не улучшая его настроение. Кэрри теперь была в центре всеобщего внимания. Публика, которая успела было прийти к убеждению, что от подобной труппы нельзя ожидать ничего хорошего, теперь ударилась в другую крайность и готова была видеть отличную игру там, где ее вовсе не было. Общее настроение, естественно, отразилось и на Кэрри. Она недурно справлялась со своей ролью, хотя в ее игре теперь далеко не было той глубины, которая так потрясла зрителей в конце первого действия. Герцвуд и Друэн наблюдали за изящной фигуркой маленькой актрисы с все возрастающей страстью. То, что у нее оказались такие способности, то, что они стали свидетелями ее успеха в такой эффектной обстановке, где словно в массивной золотой раме вдруг засияла ее индивидуальность, все это усиливало ее очарование. Для Друэ она уже не была прежней простенькой Кэрри. Он жаждал очутиться дома, наедине с нею, чтобы там высказать ей свои восторги. Он с нетерпением ждал конца, когда они, наконец, останутся одни и поедут домой. А Герцвуд, напротив, в том, что Кэрри стала еще привлекательнее, чем прежде, видел весьма грустное для себя предзнаменование. Он проклинал сидящего рядом приятеля. Черт возьми! Он даже не мог аплодировать с таким жаром, как ему хотелось. Он вынужден был все время притворяться, и это было крайне неприятно. В последнем действии Кэрри играла на редкость хорошо, и оба ее возлюбленных ни на мгновение не отводили от нее глаз. Герцвуд прислушивался к тому, что происходило на сцене, думая лишь о том, когда же, наконец, появится Кэрри. Ему не пришлось долго ждать. Автор спровадил всю веселую компанию на прогулку, и теперь Кэрри была одна. Герцвуд впервые видел ее одну лицом к лицу с публикой. До сих пор на сцене всегда находился еще кто-то из незадачливых актеров. Как только она вошла, он почувствовал, что прежнее воодушевление, та сила, которая захватила ее в конце первого действия, не покинула Кэрри. Она как будто вдохновлялась все больше и больше по мере того, как пьеса близилась к развязке и исчерпывала возможность показать свою игру. Бедняжка Перл с неподдельным состраданием, говорила она, как грустно не ведать счастья, но еще ужаснее видеть, как другой слепо ищет его, тогда как ему надо лишь протянуть за ним руку. Она стояла, прислонившись к косяку двери, и печально смотрела вдаль, на море. Герц Твуду стало бесконечно жаль и ее, и самого себя. Ему казалось, что она разговаривает именно с ним. Он весь растворился в этом потоке горячих чувств, в звуках проникновенного голоса, способного оказывать на человека такое же действие, как трогательная музыка. В этом и кроется исключительное свойство истинного актерского пафоса. Каждому зрителю кажется, что говорящий обращается только к нему. А между тем, она может быть очень счастлива с ним, продолжала маленькая актриса. Ее жизнерадостность, ее веселые личика украсит всякий дом. Кэрри медленно повернулась и окинула публику отсутствующим взглядом. В ее движениях было столько простоты и безыскусственности, что казалось, она совершенно забыла о зрителях. Затем она подсела к столу и принялась перелистывать какие-то книги. «Не тоскуя, потому что мне недоступно», тихо сказала она, и это было почти как вздох, «я скрою свое существование от всех на свете, кроме двух людей, и буду лишь радоваться счастью этой невинной девушки, которая скоро станет его женой». Герцтвуд был искренне огорчен, когда некая мисс Блоссом прервала Кэрри. Он раздраженно повернулся на стуле, ему хотелось, чтобы Кэрри продолжала говорить. Он был очарован ее бледным лицом, изящной фигуркой в платье светло-серого цвета, крученой ниткой жемчуга на шее. Казалось, Кэрри очень устала и нуждается в защите. И так велика была сила иллюзии, что взволнованный Герцтвуд, забыв о том, что это лишь игра, готов был встать и броситься к ней на помощь. Вскоре Кэрри снова осталась одна и с воодушевлением продолжала, «Я вернусь в город, чтобы мне там не грозило, я должна ехать. Если удастся тайком, не удастся открыто». За сценой раздался топот конских копыт и голос Рея, «Нет, я сегодня больше не поеду, можете отвезти лошадь в конюшню». Вошел Рей. Началась сцена, которой суждено было сыграть большую роль и в любви Герцтвуда, ставшей для него трагедией, и во всей его необычной и сложной судьбе. Ибо Кэрри заранее внушила себе, что эта сцена должна быть для нее решающей, и после первой же реплики ею овладело вдохновение. И Герцтвуд и Друэ заметили, что она играет с нарастающей выразительностью. «Я думала, что вы уехали с Перу», сказала Лаура, обращаясь к своему бывшему возлюбленному. «Я проехал со всей компанией около мили, но затем вернулся». «Уж не поссорились ли вы с Перу?» «Нет, то есть да, мы с ней всегда ссоримся. Наш барометр неизменно показывает пасмурно или туманно». «И кто же в этом виноват?» непринужденно спросила она. «Только не я», — капризно сказал Рэй. «Я делаю все, что в моих силах, а она...» Пэттон произнес все это довольно вялым тоном, но живые интонации Кэрри искупали слабость партнера. «Но она ваша жена», — продолжала Кэрри, пристально глядя на умолкшего актера и смягчая голос, пока он снова не зазвучал тихо и мелодично. «Рэй, друг мой, ухаживание за женой — это текст, который служит темой всей проповеди брачной жизни. Пусть не будет в вашем браке недовольства и несчастья». Кэрри умоляюще сложила свои маленькие ручки и прижала к груди. Герцтвуд глядел, чуть приоткрыв губы. Друэ от удовольствия задвигался на стуле. «Моя жена, да», — продолжал актер, казавшийся особенно бесцветным по сравнению с Кэрри. К счастью, теперь уже ничто не могло испортить той тонкой атмосферы, которую Кэрри создала и сумела сохранить. По-видимому, она даже не замечала, как беспомощен Пэттон. Едва ли она провела бы эту сцену хуже, если бы ей пришлось обращаться к деревянному чурбану. Все, что нужно для этой сцены, было заложено в ней самой, и игра остальных исполнителей не имела для нее никакого значения. «И вы уже раскаиваетесь», — медленно и сукоризной, — произнесла Лаура. «Я потерял вас», — ответил Рэй, схватив ее маленькую руку, и попался в сети первой легкомысленной девчонке, которая вздумала поманить меня пальцем. «Во всем виноваты вы. Почему вы покинули меня?» Кэрри медленно отвернулась и, казалось, напрягла всю свою волю, чтобы удержать порыв чувств. Потом она снова повернулась к своему возлюбленному. «Рэй», — начала она, — «я радовалась, что вы навсегда отдали свою любовь женщине хорошей, во всех отношениях равной вам. Каким страшным откровением являются для меня сейчас ваши слова! Объясните же мне, что вынуждает вас постоянно противиться собственному счастью?» Она задала этот последний вопрос так просто, что каждому из зрителей показалось, будто он обращен непосредственно к нему. И, наконец, наступил момент, когда бывший возлюбленный Лауры воскликнул «Станьте для меня тем, чем были раньше Лаура!» На что Кэрри с беспечной нежностью ответила «Нет, Рэй, я уже не могу быть для вас тем, чем была, но я могу говорить от имени прежней Лауры, которая навсегда умерла для вас». «Будь по-вашему», — сказал Пэттон. Герцвуд наклонился вперед, весь зрительный зал настороженно слушал, «Храня глубокое молчание. Пусть та женщина, на которой остановился ваш взор, мудрая или суетно, продолжала Кэрри с глубокой грустью, глядя на возлюбленного, в отчаянии упавшего в кресло, прекрасна или безобразна, богата или бедна, у нее есть лишь одно, что она может отдать вам, и в чем она может отказать вам, ее сердце». Друэ почувствовал, что у него защекотало в горле. «Она может продать вам свою красоту, все свои совершенства, но ее любовь — это сокровище, которое нельзя купить ни за какие деньги, которому нет цены». «Герцвуд глубоко страдал», — точно слова Кэрри относились непосредственно к нему. Ему представлялось, что он наедине с ней, и ему стоило огромного труда сдержать слезы, которые вызывали в нем трогательные и нежные слова любимой женщины. Друэ тоже с трудом владел собой. Он мысленно решил, что отныне станет для Кэрри тем, чем никогда не был. Он женится на ней, честное слово, она вполне этого заслуживает. «И взамен», — продолжала Кэрри, едва ли даже расслышав реплику своего возлюбленного, и голос ее звучал в полной гармонии с грустной музыкой, сопровождавшей эту сцену, «Она просит от вас лишь немногого, чтобы в вашем взоре отражалась преданность, чтобы в голосе вашем при обращении к ней звучала нежность, чтобы вы не позволяли презрению или пренебрежению проникать в ваше сердце, даже если она и не так быстро усваивает ваши мысли и чистолюбивые стремления. Ибо если случится, что рог разобьет ваши замыслы и фортуна повернется к вам спиной, у вас для утешения останется любовь. Вы смотрите на деревья и восхищаетесь их величием и силой, но не презирайте маленькие цветочки за то, что они не могут дать ничего, кроме нежного аромата». Герцтвуд слушал с огромным усилием, сдерживая обуревавшие его чувства. «Помните», — мягко закончила Кэрри, «любовь — это единственное, что дарит вам женщина». Эти слова она произнесла с каким-то особым ласковым оттенком, но это единственное, не подвластно даже смерти. Управляющий баром и камевая жор с мучительной нежностью смотрели на молодую актрису. Они почти не слыхали заключительных слов и только видели перед собой предмет своего обожания. Кэрри двигалась по сцене с трогательной грацией исполненной силы. Это было для них откровением. К Герцтвуду, так же, как и Друэ, приходили в голову тысячи решений. Оба с равным усердием присоединились к буре аплодисментов, вызывавших Кэрри. Друэ хлопал до тех пор, пока у него не заныли руки. Потом он вскочил и выбежал из ложи. Как раз в этот миг Кэрри снова показалась на сцене и, увидев, что навстречу ей несут огромную корзину цветов, замерла в ожидании. Цветы были от Герцтвуда. Кэрри подняла глаза на ложу, где он сидел, поймала его взгляд и улыбнулась. Герцтвуд чуть не выскочил из ложи, чтобы заключить возлюбленную в объятия. Он забыл, что ему, женатому человеку, следовало бы быть крайне осторожным. Он почти забыл, что рядом с ним сидят люди, которые хорошо его знают. Нет, эта женщина будет принадлежать ему, даже если бы ради этого пришлось пожертвовать всем. Он не станет медлить. Пора устранить этого Друэ, прочь его. Он не станет ждать ни одного дня. Камевая жор не должен обладать Кэрри. Герцтвуд так разволновался, что не мог усидеть на месте. Он вышел в вестибюль, потом на улицу, погруженной в свои мысли. Друэ все еще не возвращался из-за кулис. Через несколько минут пьеса должна была окончиться. Герцтвуд жаждал остаться вдвоем с Кэрри. Он проклинал судьбу, вынуждавшую его улыбаться, раскланиваться, лицемерить, когда у него было лишь одно желание — говорить ей о своей любви, шептать ей наедине нежные слова, «Со стоном», — подумал он, что все его надежды тщетны. Он не мог даже пригласить Кэрри поужинать, не прибегая к притворству. Наконец Герцтвуд решился пройти за кулисы, чтобы спросить Кэрри, как она себя чувствует. Спектакль кончился. Спектакль кончился. Артисты одевались и болтали, торопясь поскорее уйти. Дрое говорил безумолку, весь во власти своего настроения и возродившейся страсти. Управляющий баром усилием воли взял себя в руки. «Мы, конечно, поедем ужинать», — спросил он голосом, отнюдь не соответствовавшим его переживаниям. «С удовольствием», — ответила Кэрри и ласково улыбнулась ему. Маленькая актриса была бесконечно счастлива. Теперь она понимала, что значит быть любимой, что значит быть обласканной. Ею восхищались, с ней искали знакомства. Впервые она смутно ощутила независимость, которую приносит успех. Роли переменились, и теперь она могла смотреть на своего поклонника сверху вниз. В сущности, она сама почти не сознавала, что это так, и все же в ней уже заметна была маленькая и деликатная снисходительность. Как только Кэрри была готова, они сели в поджидавший их экипаж и отправились в ресторан ужинать. И только раз, когда Герцпот, опередив Друэ, садился рядом с нею в экипаж, Кэрри улучила минуту, чтобы выразить ему свои чувства. Прежде чем Друэ успел занять свое место, она порывистой нежно сжала руку управляющего баром. Герцпот был взволнован до крайности. Он готов был душу продать, чтобы только остаться наедине с Кэрри. Боже, какая пытка чуть не вырвалась у него! Друэ, разумеется, не отставал от них ни на шаг, считая себя героем дня. Ужин был испорчен его болтливостью. Герцпот отправился домой, твердя себе, что умрет, если его страсть не будет удовлетворена. Он успел горячим шепотом бросить до завтра, и Кэрри поняла его. Распрощавшись и оставив Друэ с его добычей, Герцпот ушел, и в ту минуту ему казалось, что он без малейшего раскаяния мог бы убить этого человека. Кэрри тоже была подавлена. — Спокойной ночи! — сказал Герцпот, стараясь придать своему голосу дружеский, непринужденный тон. — Спокойной ночи! — нежно ответила ему Кэрри. — Болван! — мысленно выругался Герцпот, почувствовав вдруг глубокую ненависть к Друэ. — Идиот! Я еще раз справлюсь с ним. И весьма скоро посмотрим завтра, кто кого. — Право же! — Ты чудо, Кэрри! — безмятежно говорил в это время Друэ, ласково сжимая ее руку. — Ты чудеснейшая девочка! Глава двадцатая. Влечение духа, вожделение плоти. У таких людей, как Герцпот, страсть всегда проявляется бурно. Она не выражается в задумчивости или мечтательности. Не бывает и сиренад под окном возлюбленной, или тоскливого томления и горестных сетований на непреодолимое препятствие. Ночью различные мысли долго не давали Герцпоту заснуть, а утром, проснувшись рано, он с прежней силой и рвением вновь принимался думать о дорогом его сердцу предмете. Он и духовно, и физически был полностью выбит из колеи, ибо разве не восхищался он совсем по-новому своей Кэрри? И разве на пути его не стоял Друэ? Никогда и никто не изводил себя так, как Герцпот, не переставая думавший о том, что его любимой владеет легкомысленный и развязный камевояжор. Герцпот отдал бы все на свете, лишь бы положить конец осложнениям и уговорить Кэрри на такой шаг, который навсегда устранил бы Друэ. Но что делать? Герцпот одевался в глубокой задумчивости. Он ходил по комнате, где в это время находилась его жена, и даже не замечал ее присутствия. За завтраком у него совсем не было аппетита. Мясо, которое он положил себе на тарелку, осталось нетронутым. Его кофе остыл, пока он рассеянно проглядывал столбцы газет. Иногда в глаза ему бросалась какая-нибудь заметка, но он не понимал даже, о чем читает. Джессика еще не спустилась в столовую, а миссис Герцпот сидела на другом конце стола, тоже погруженная в молчаливые думы. Новая горничная, совсем недавно поступившая к ним, забыла положить салфетки, и молчание в конце концов было нарушено раздраженным голосом миссис Герцпот. «Я уже говорила вам об этом, Мэгги, и больше повторять не желаю», — сказала она. Герцпот лишь мельком взглянул на жену. Она сидела нахмуренная. Ее манера держаться вызывала в нем сейчас крайнее раздражение. «Ты уже решил, Джордж, когда ты возьмешь отпуск?» Вдруг обратилась к нему миссис Герцпот. В это время года они обычно обсуждали планы летнего отдыха. «Нет еще», — ответил он, — «я страшно занят». «Не мешало бы тебе поскорее прийти к какому-то решению, если мы собираемся куда-либо ехать». «Но, по-моему, у нас еще много времени впереди», — возразил ей муж. «Этак можно прождать до конца лета», — с досадой пожала плечами миссис Герцпот. «Опять старая песня. Послушать тебя так выходит, как будто я ничего не делаю». «Я хочу знать окончательно», — также раздраженно повторила миссис Герцпот. «У тебя еще много времени впереди», — стоял на своем муж. «Ведь ты же не поедешь до конца бегового сезона». Его злило, что этот разговор зашел именно сейчас, когда ему хотелось думать совсем о другом. «Может быть, и поедем. Джессика не хочет ждать так долго». «Зачем же в таком случае понадобился тебе сезонный билет?» — спросил Герцпот. «Ух!» — вырвалась у миссис Герцпот, постаравшаяся вложить в этот звук все свое возмущение. «Я вовсе не желаю вступать с тобой в привикание». С этими словами она поднялась с места, намереваясь выйти из-за стола. «Послушай, что это с тобой происходит в последнее время?» — произнес Герцпот, тоже вставая, и тон его был так решителен, что жена невольно остановилась. «Неужели с тобой разговаривать нельзя?» «Разговаривать со мной можно», — ответила миссис Герцпот, напирая на первое слово. «Я бы этого не сказал, а теперь, если ты хочешь знать, когда я могу уехать с вами, изволь, не раньше, чем через месяц, впрочем, может быть и позже. Тогда мы поедем без тебя». «Вот как?» — насмешливо произнес Герцпот. «Да, поедем». Управляющий баром был изумлен решительным тоном жены, но вместе с тем это еще больше обозлило его. «Но это мы еще посмотрим», — воскликнул он. «Я нахожу, что в последнее время ты что-то слишком уж стала командовать. Ты, кажется, собираешься решать все дела за меня, но этого не будет. Я не позволю тебе командовать там, где дело касается только меня лично. Хочешь, поезжай, но меня такими разговорами спешить не заставишь». Герцпот был разъярен. Его темные глаза сверкали. Он скомкал газету и швырнул ее на стол. Миссис Герцпот не добавила больше ни слова. При последних словах мужа она повернулась и вышла из комнаты, а он постоял в нерешительности еще несколько секунд, потом снова сел, отхлебнул кофе, затем встал и отправился на первый этаж за шляпой и перчатками. Миссис Герцпот вовсе не предвидела подобной сцены. Правда, она вышла к завтраку несколько не в духе. К тому же все мысли ее были заняты обдумыванием одного плана. Джессика обратила ее внимание на то, что бега далеко не оправдали их ожиданий, они не давали в этом году особых возможностей в смысле выгодных знакомств. Красивая девушка вскоре убедилась, что бывать каждый день на бегах чрезвычайно скучно, а в этом году, как назло, публика рано стала разъезжаться на курорты и в Европу. Несколько молодых людей, интересовавших Джессику, уехали в Вокишу. Она тоже стала подумывать о поездке на этот курорт, и мать соглашалась с ней. Миссис Герцтвуд решила обсудить вопрос о Вокеше с мужем. Садясь за стол, она обдумывала план, предложенный дочерью, но почувствовала, что атмосфера для такого разговора малоблагоприятна. Миссис Герцтвуд и сама не знала, из-за чего началась ссора. Все же она решила, что ее муж — звери-тиран, и что подобную выходку ни в коем случае нельзя оставить безнаказанной. Он должен обращаться с ней как с леди, не то она ему покажет. Герцтвуд тоже находился под тягостным впечатлением ссоры, пока не пришел в бар. Оттуда он направился на свидание с Кэрри, и тут им овладели совсем другие чувства — любовь, страсть, протест. Мысли, словно на крыльях, опережали одна другую. Он не мог дождаться минуты, когда, наконец, увидит Кэрри. Что ему ночь, что день, если нет ее? Кэрри должна и будет принадлежать ему. А Кэрри, с тех пор, как рассталась накануне со своим возлюбленным, жила в мире чувств и мечтаний. Она прислушивалась к пылким разглагольствованиям Друэ, пока он говорил о ней, но была весьма невнимательна к тому, что он говорил о себе. Насколько это было возможно, она старалась держать его на расстоянии, а мысли ее полны были пережитым успехом. Страсть Герствуда казалась ей чудесным дополнением к тому, чего она сумела достичь, и ей хотелось поскорее узнать, что он скажет ей при свидании. Она жалела его той особой жалостью, когда находит нечто лесное для себя в страдании другого. Кэрри впервые смутно ощутила едва уловимую перемену, которая происходит с человеком, попадающим из рядов просителей в ряды, дарующих благо. В общем, она была очень счастлива. На следующий день, когда выяснилось, что газеты ни словом не обмолвились о спектакле, вчерашний успех, потонув в потоке повседневных мелочей, утратил значительную долю своего блеска. Даже Друэ говорил теперь не столько о ней, сколько для нее. Он инстинктивно чувствовал, что ему необходимо как-то перестроить свои отношения с Кэрри. «Я надеюсь еще в этом месяце покончить со своими делами, и тогда мы обвенчаемся», — сказал он на следующее утро, снуя из комнаты в комнату и прихорашиваясь перед тем, как отправиться в город. Как раз вчера я говорил об этом с адвокатом. «О, это одни слова», — сказала Кэрри. Она чувствовала себя теперь настолько сильной, что решила подтрунить над ним. «Нет, ни слова», — воскликнул Друэ с необычным для него жаром, и тут же добавил умоляющим тоном. «Почему ты мне не веришь, Кэрри?» Та лишь рассмеялась в ответ. «Отчего же верю?» — сказала она через некоторое время. На сей раз самоуверенность ничем не могла помочь Друэ. Хотя он и был человеком весьма малонаблюдательным, он все же чувствовал, что в последнее время вокруг него происходит что-то непонятное, не поддающееся его разумению. Кэрри по-прежнему была с ним, но она стала уже не такой беспомощной, как раньше. В ее голосе звучали теперь совсем новые нотки. Она больше не смотрела на него глазами зависимого существа. У молодого камевояжора было такое ощущение, словно на него надвигается туча. Это придало новую окраску его чувствам и заставило его осыпать Кэрри знаками внимания и ласковыми словечками, чтобы как-то защититься от беды. Вскоре после ухода Друэ, Кэрри начала готовиться к свиданию с Герцтвудом. Она поспешила привести себя в порядок и, быстро покончив с этим, сбежала с лестницы. На ближайшем перекрестке она прошла мимо Друэ, но они не видели друг друга. Друэ забыл захватить какие-то счета, которые ему необходимо было представить в контору, и потому вернулся домой. Быстро поднявшись наверх, он влетел в комнату, но нашел там только горничную, занятую уборкой. «Хм...» — удивился он. «Куда же девалась Кэрри? Ушла, что ли?» — добавил он, обращаясь больше к самому себе. «Ваша жена? Она ушла минут пять назад». «Странно», — подумал Друэ, — «она мне ничего не сказала, куда же она могла пойти?» Он порылся в чемодане, нашел нужные ему бумаги и сунул их в карман, затем обратил свое благосклонное внимание на горничную. Это была хорошенькая девушка, к тому же весьма расположенная к Друэ. «Ну, а вы что тут делаете?» — спросил Друэ. «Убираю комнату, как видите», — кокетливо ответила она, остановившись и накручивая на руку пыльную тряпку. «Устали?» — «Нет, не особенно. Хотите, я покажу вам что-то интересное?» — добродушным тоном предложил Друэ. Подойдя к горничной, он достал из кармана маленькую литографию, которую в виде рекламы выпустила одна крупная табачная фирма. На открытке была изображена красивая девица с полосатым зонтиком в руках, цвета которого можно было менять с помощью помещенного сзади диска. При вращении этого диска в маленьких прорезях показывались то красные, то желтые, то зеленые, то синие полоски. «Правда, остроумно?» — спросил Друэ, подавая горничной открытку и объясняя, как с ней обращаться. «Вы, наверное, такого еще не видели». «Прелесть какая!» — воскликнула горничная. «Можете оставить ее себе, если хотите», — сказал молодой камевояжор. «У вас хорошенькое колечко», — добавил он, помолчав, и указал на простое кольцо, украшавшее палец девушке. «Вам нравится?» — «Очень даже», — ответил Друэ, — «очень красивое кольцо». Пользуясь случаем, он взял руку девушке, делая вид, будто заинтересован дешевеньким перстнем. Лед был сломан. Друэ продолжал болтать, как будто совсем забыв, что ее пальцы по-прежнему лежат в его руке. Горничная, однако, высвободила руку и, отступив на несколько шагов, оперлась на подоконник. «Я вас давно не видела», — игривым тоном заметила она, увертываясь от жизнерадостного камевояжора. «Вы, наверное, уезжали?» «Уезжал», — ответил Друэ. «И далеко ездили?» «Да, довольно далеко». «Вам нравится разъезжать?» «Нет, не особенно. Это скоро приедается, должен вам сказать». «А мне хотелось бы путешествовать», — сказала девушка, уставясь в окно. «А куда это девался ваш друг, мистер Герцтвуд?» — вдруг спросила она, вспомнив об управляющем баром, который, по ее мнению, был отличным объектом для злословия. «Он здесь, в городе», — ответил Друэ, «а почему вы о нем спрашиваете?» «Да просто так. Он ни разу не был здесь с тех пор, как вы вернулись». «Откуда вы его знаете?» «Вот те раз», — воскликнула девушка. «Разве я не докладывала о нем раз десять за один только прошлый месяц?» «Бросьте небрежно», — возродил Друэ. «За все время, что мы тут живем, он у нас и пяти раз не был». «Вы так думаете?» — улыбнулась девушка. «Много же вы знаете». Друэ принял более серьезный тон. Он не мог решить, шутит ли горничная или говорит правду. «Плутовка», — сказал он. «Почему вы так улыбаетесь? Что это значит?» «О, ничего особенного». «А вы в последнее время видели его?» «Нет, не видела с тех пор, как вы приехали». И с этими словами горничная звонка расхохоталась. А раньше? Ну, еще бы. И часто? Да почти каждый день. Девушка была страстной сплетницей, и ей очень хотелось знать, какое действие произведут ее слова. «К кому же он приходил?» Недоверчиво спросил Друэ. «К миссис Друэ». Услышав этот ответ, Друэ тупо уставился на горничную. Однако, чтобы спасти положение и не показаться смешным, он добавил. «Ну и что же отсюда следует?» «Ровно ничего», — в тон ему ответила горничная и кокетливо склонила голову на бок. «Мистер Герстуд, мой старый друг», — продолжал Друэ, все глубже увязая в болото. За несколько минут до того он не прочь был немножко пофлиртовать. Но теперь у него пропала всякая охота. Он даже облегченно вздохнул, когда снизу кто-то окликнул горничную. «Я должна идти», — заявила девушка, весело побежав к двери. «Мы еще увидимся», — ответил Друэ, делая вид, будто очень недоволен внезапной помехой. Когда горничная ушла, он дал волю своим чувствам. На лице его, которым, кстати, он никогда не умел владеть, отразились растерянность и недоумение. Возможно ли, чтобы Кэрри так часто принимала Герстуда и ничего об этом не сказала ему? Неужели Герстуд лгал? И что, собственно, имела в виду горничная? Ведь он и сам заметил, что в манерах Кэрри появилось что-то странное. Почему она так смутилась, когда он спросил ее, сколько раз был у нее Герстуд? Черт возьми, теперь он вспомнил! Тут что-то неладное во всей этой истории. Друэ сел в качалку у окна, чтобы лучше обдумать положение. Он закинул ногу на ногу и свирепо нахмурился. Мысли с бешеной скоростью проносились у него в голове. Нет, размышлял он, в поведении Кэрри нет ничего необыкновенного. Не может быть, черт возьми, чтобы она его обманывала. Она не так вела себя, чтобы ее можно было заподозрить в чем-либо подобном. Но ведь еще только вчера она была так мила с ним, и Герстуд тоже. Друэ не мог поверить, что его обманывают. Нет, этого никак не может быть. Его мысли нашли, наконец, выход в словах. Иной раз она и впрямь ведет себя как-то странно. Вот, например, сейчас оделась и ушла, не сказав мне ни слова. Друэ почесал затылок и встал, решив идти в город. Он все еще хмурился. В передней он снова встретился с горничной, которая убирала теперь другую комнату. На голове у нее была изящная белая наколка, подчеркивающая добродушную смазливость ее личика. Она улыбнулась молодому камевая Жору, и Друэ забыл все свои тревоги. Как бы приветствуя ее, он мимоходом фамильярно положил ей руку на плечо. — Перестали сердиться? — спросила девушка, которая все еще не прочь была попроказничать. И не думал сердиться. — А я думала, сердитесь, — сказала она и опять улыбнулась. — Бросьте дурить, — произнес Друэ, стараясь говорить, возможно, более непринужденно. — Вы все сказали всерьез? — Конечно, — не задумываясь, ответила девушка. И добавила с видом человека, не имеющего ни малейшего намерения причинить кому-либо неприятность. — Я думала, что вы знаете, он приходил сюда много раз. — Все ясно. Его обманывают. Друэ больше не пытался даже изображать равнодушие. — И он проводил здесь вечера? — спросил кабивая Жор. — Иной раз, а иногда они вместе уходили из дому. — Тоже вечером? — Да, но все-таки вы не должны из-за этого глядеть так сердито. — Я вовсе не сержусь, — сказал Друэ. — А кроме вас его видел кто-нибудь еще? — Ну, конечно, — ответила девушка таким тоном, — точно во всем этом не было ничего особенного. — И давно он был в последний раз? — Перед самым вашим возвращением. Друэ нервно закусил губу. — Не болтайте об этом, хорошо? — попросил он, дружески прижимая локоть горничной. — Не буду, — согласилась та. — На вашем месте я не стала бы из всего этого огорчаться, — добавила она. — Ладно, — сказал Друэ, расставаясь с ней. Он ушел весьма озадаченный. Впрочем, это не помешало ему вскользь подумать и о том, что он, видимо, произвел очень выгодное впечатление на хорошенькую горничную. — Мы с Кэд поговорим об этом, — решил он, чувствуя, что ему нанесли совершенно незаслуженную обиду. — Черт возьми, мы еще посмотрим, осмелится ли она и дальше так вести себя. Глава двадцать первая. Влечение духа вожделение плоти. Продолжение. Когда Кэрри пришла в парк, Герцтвуд давно уже ждал ее. Кровь его кипела, нервы были взвинчены. Ему хотелось поскорее увидеть женщину, которая накануне сумела так глубоко взволновать его. Наконец-то вырвалась у него при виде Кэрри. Он с трудом сдерживал себя, но в груди у него расцветала весна, и он испытывал необычайный подъем, не лишенный, впрочем, трагизма. — Да, это я! — весело отозвалась Кэрри. Они пошли по аллее, словно направляясь к заранее намеченной цели. Герцтвуд упивался близостью молодой женщины. Шуршание ее нарядного платья звучало музыкой в его ушах. — Вы довольны? — спросил он, подразумевая ее вчерашний успех. — А вы? — в свою очередь спросила Кэрри. Герцтвуд вспыхнул при виде улыбки, которой она наградила его. — Это было изумительно! — ответил он. Кэрри радостно засмеялась. — Я давно уже не видел такой игры! — добавил Герцтвуд. Он воскрешал в памяти восторженные впечатления минувшего вечера, и к ним примешивалось радостное сознание, что Кэрри в эту минуту с ним. А она наслаждалась тем вниманием, каким окружал ее этот человек. Она оживилась и вся засияла каким-то внутренним светом. В каждом звуке голоса Герцтвуда она чувствовала, как велико его тяготение к ней. — Благодарю вас за цветы! — сказала она, помолчав. — Они прекрасны! — Я очень рад, что они вам понравились! — просто ответил Герцтвуд. Его не покидала мысль о том, как он еще далек от цели. Ему хотелось говорить о своем чувстве. Казалось, почва была вполне подготовлена. Его Кэрри шла рядом с ним. Он с радостью немедленно приступил бы к решительному разговору, но, увы, сейчас у него почему-то не хватало слов, и он не знал, с чего начать. — Вы благополучно добрались до дому? Довольно угрюмо спросил он вдруг в его голосе теперь звучала жалость к самому себе. — О, да! — беспечно ответила Кэрри. Герцтвуд пристально посмотрел на нее. Замедлив шаг, он поистине сверлил ее взглядом. Волна страсти нахлынула на нее. — А как будет со мной? — спросил Герцтвуд. Этот вопрос смутил Кэрри. Она поняла, что наступает решительная минута, но не знала, что отвечать. — Право, не знаю, — сказала она. Герцтвуд прикусил губу. Он остановился и стал растеянно водить по траве носком ботинка. Подняв глаза, он с мольбой и нежностью посмотрел на Кэрри. — Неужели вы не уйдете от него? — взволнованно спросил он. — Не знаю, — ответила Кэрри, которой казалось, что она бездумно плывет куда-то по воле волн, и ей не за что ухватиться. Надо сказать, что она находилась в крайне затруднительном положении. Перед ней стоял человек, который ей очень нравился, который имел на нее сильное влияние, такое сильное, что заставил ее поверить, будто она питает к нему глубокую страсть. Кэрри по-прежнему находилась в его власти. Его проницательный взгляд, его учтивые манеры, элегантность одежды просто завораживали ее. Она глядела на него и видела перед собой самого обаятельного, самого приятного ей человека, который склонился к ней, переполненный чувством, вызывавшим у нее восторг. Она не могла противостоять его темпераменту, его горящим глазам, и не могла не испытывать того, что испытывал он. И все же ее томили тревожные мысли. Что Герцтвуду известно о ней? Что говорил ему про нее Друэ? Считает ли Герцтвуд ее женою молодого камевая Жора? Собирается ли он жениться на ней? Даже слушая его, тая от его слов и глядя на него, светившимся нежностью взглядом, она не переставала думать о том, говорил ли ему Друэ, что они не женаты. Никогда нельзя предусмотреть, что скажет или сделает Друэ. Однако любовь Герцтвуда не доставляла ей никаких огорчений. Знал он что-либо или нет, но она никогда не замечала даже тени упрека. Очевидно, он искренен. Страсть его горяча и неподдельна, в его словах чувствовалась сила. Но что же ей делать? Керри не переставала размышлять об этом, не приходя ни к какому определенному решению, наслаждаясь любовью Герцтвуда и беспомощно барахтаясь во власти потока, уносившего ее в безбрежное море неизвестности. — Почему вы не уходите от него? — с нежностью сказал Герцтвуд. — Я обеспечу вас так, что... — О, не надо! — прервала она его. — Не надо чего? — спросил он. — Что вы хотите этим сказать, Керри? На ее лице отразились смятения и горе. Ее как ножом полоснули слова о каком-то обеспечении вне крепкой ограды брака. Герцтвуд тоже понял, что у него вырвалась чрезвычайно неудачная фраза. Он тщетно пытался взвесить ее последствия, но ничего не мог предугадать. Он продолжал говорить, разгоряченный близостью Керри, и в то же время напряженно обдумывая план действий. — Почему вы не хотите? — снова спросил он, придавая своему голосу особую почтительность. — Ведь вы знаете, что я не могу жить без вас. Вы это знаете. — Так больше продолжаться не может. Я думаю, вы и сами это видите. — Да, не может, — согласилась Керри. — Я не стал бы просить вас, если бы... Я не стал бы уговаривать вас, если бы я мог побороть себя. Взгляните на меня, Керри. Поставьте себя на мое место. Ведь вы не захотите расставаться со мной, правда? Керри в глубоком раздумье покачала головой. В таком случае, почему бы не покончить с этим раз навсегда? — Не знаю, — тихо произнесла Керри. — Вы не знаете. — Ах, Керри, что заставляет вас так говорить? Не мучайте меня. Говорите серьезно. — Я говорю серьезно, — ласково отозвалась Керри. — Нет, этого не может быть. Иначе вы бы так не сказали. Тем более, что вы и знаете, что я люблю вас. Вспомните вчерашний вечер. Герцтвуд произнес последние слова самым спокойным тоном. Он сейчас прекрасно владел собой. Лишь в глазах его заметно было беспокойство. Они горели ярким, всепожирающим огнем. В них сосредоточилось все его внутреннее напряжение. Керри все еще молчала. — Как вы можете так относиться к этому? Моя радость, — снова начал Герцтвуд немного спустя. — Ведь вы любите меня, правда? В голосе его слышалась такая бурная страсть, что Керри была ошламлена. На миг все ее сомнения рассеялись. — Да, — искренне и нежно ответила она. — Уйдем со мной, хорошо? — горячо заговорил Герцтвуд. — Сегодня же. Несмотря на всю свою растерянность, Керри отрицательно покачала головой. — Я не могу больше ждать, — настаивал Герцтвуд. — Если не сегодня, то хотя бы в субботу. — А когда мы обвенчаемся? — робко спросила Керри, совсем забыв от волнения, что Герцтвуд, как она надеялась, считает ее женой Друэ. Герцтвуд слегка вздрогнул, очутившись перед проблемой, еще более тягостной для него, чем для нее. Но он ничем не выдал тех мыслей, которые с молниеносной быстротой возникли у него в уме. — Когда хотите, — с легкостью ответил он, не желая портить очарование минуты размышлениями об этом проклятом вопросе. — В субботу, — продолжала Керри. Герцтвуд кивнул. — Если мы в субботу обвенчаемся, я уйду с вами, — сказала Керри. Герцтвуд смотрел на свою очаровательную, заманчивую добычу, которую ему так трудно было завоевать, и строил самые странные планы. Его страсть достигла тех пределов, когда человек уже не подчиняется рассудку. Как могли тревожить его всякие мелкие препятствия, если в награду его ждала любовь такой прелестной женщины? Он закрывал глаза на все трудности и не желал отвечать на возражения, которые холодная действительность бросала ему в лицо. В ту минуту он готов был обещать что угодно, предоставив судьбе потом выручать его. Он решил пробиться в рай, а там будь что будет. Он должен хоть раз в жизни познать счастье, хотя бы ценой отречения от чести и правды. Керри с нежностью посмотрела на него. Все устраивалось как нельзя лучше. Ей хотелось положить голову ему на плечо. Но все это казалось ей таким счастьем. «Я постараюсь быть готовой к тому времени», — сказала она. Герцвуд любовался ее милым личиком, по которому еще пробегали тени боязни и сомнения, и невольно думал при этом, что никогда не видел более очаровательного создания. «Мы еще завтра встретимся и поговорим о наших планах», — весело сказал он. Герцвуд шел рядом с ней по дорожке, радуясь тому, что произошло. Говорил он мало, но не из слов слагалась та длинная повесть о его радости и нежности, которую он ей поведал. Только через полчаса он вспомнил, что пора расставаться, так как жизнь неумолимо призывала его к исполнению определенных обязанностей. «До завтра», — сказал он на прощанье, стараясь держаться бодро и непринужденно. «До завтра», — отозвалась Керри и весело пошла прочь. Последний час принес ей бездну блаженства, и она уже не сомневалась в том, что по-настоящему любит Герцвуда. Она даже вздрогнула, вспоминая своего красивого поклонника. Да, она будет готова к субботе, она уйдет с ним, и они будут счастливы. Глава двадцать вторая. Последняя вспышка. Семейные неурядицы. Неприятности в семье Герцвуда объяснялись тем, что ревность, рожденная любовью, не умерла вместе с нею, а продолжала жить в душе миссис Герцвуд и при соответствующих условиях могла в любую минуту обратиться в ненависть. По своим физическим данным, Герцвуд все еще был достоин той любви, которую жена когда-то питала к нему, хотя в характере его она и разочаровалась. Что касается его, то он перестал быть внимателен к ней, а это для женщины хуже, чем явное прегрешение. Любовь к себе подсказывает нам, как следует расценивать другого человека, что должно в нем считать хорошим и что дурным. И миссис Герцвуд начала видеть в равнодушии мужа многое такое, чего на самом деле вовсе не было. Ей чудились какие-то козни в его поступках и словах, которые объяснялись лишь тем, что он утратил к ней интерес. В конце концов, она стала злопамятной и подозрительной. Ревность побуждала ее отмечать малейшее невнимание со стороны мужа, по-прежнему блиставшего элегантностью и непринужденностью манер. Потому, с какой тщательностью и вниманием он следил за своей внешностью, легко было понять, что он отнюдь не потерял интереса к жизни. В каждом его движении, в каждом взгляде сквозили отблески той радости, что доставляла ему Керри, а борьба за эту новую радость придала его жизни приятную остроту. И миссис Герцвуд почуяла перемену, подобно тому, как зверь издалека чует опасность. Это ощущение усиливалось благодаря поведению Герцвуда, натуры прямой и, конечно, более сильной. Мы уже видели, с каким раздражением он уклонялся от обычно возлагаемых на мужа мелких обязанностей, не находя в них теперь ничего приятного, и как в последнее время он начал просто огрызаться в ответ на язвительные замечания жены. Эти мелкие стычки питались тем взаимным недовольством, которым была насыщена домашняя атмосфера. Вполне понятно, что с неба, засланного такими грозными тучами, рано или поздно должен был хлынуть ливень. Однажды утром миссис Герцвуд, взбешенная явным и полным равнодушием мужа к ее планам, отправилась из столовой к Джессике, которая сидела у себя в комнате перед зеркалом и лениво расчесывала волосы. Герцвуд уже успел уйти из дому. — Я очень просила бы тебя не запаздывать так к завтраку, — сказала миссис Герцвуд, усаживаясь в кресло с корзиночкой для шитья в руках. — На столе уже все остыло, а ты еще не ела. Обычно весьма сдержанная миссис Герцвуд была сильно возбуждена, и Джессике суждено было ощутить на себе последние порывы шторма. — Я не голодна, — спокойно ответила она. — В таком случае ты могла бы раньше сказать об этом, — отрезала миссис Герцвуд. — Горничная убрала бы со стола вместо того, чтобы ждать тебя все утро. — Она на меня не сердится, — сухо бросила Джессика. — Зато я сержусь, — повысила голос мать. — И вообще мне не нравится твоя манера разговаривать со мной. Ты еще слишком молода, чтобы говорить с матерью таким тоном. — О, мама, ради бога, не кричи, — сказала Джессика. — Что с тобой сегодня? — Ничего, я вовсе не кричу. А ты не думай, что если я иной раз потакаю тебе, то тебя все обязаны ждать. Я этого не допущу. — Я никого не заставляю ждать, — резко ответила Джессика, переходя от пренебрежительного равнодушия к энергичной самозащите. Я же сказала, я не голодна и не желаю завтракать. — Не забывай, с кем ты разговариваешь, — в бешенстве крикнула миссис Герцтвуд. Я не потерплю такого тона, слышишь? Не потерплю. Последние слова донеслись до Джессики уже издалека, так как она тут же вышла из комнаты, шурша юбками, гордо откинув голову и всем своим видом показывая, что она человек независимый, и ей нет никакого дела до настроения матери. В последнее время такие размолвки участились. Они были неизбежны при совместной жизни слишком эгоистичных и самоуверенных натур. Сын проявлял еще большую щепетильность в вопросах личной независимости и старался на каждом шагу показать, что он взрослый мужчина, а это, конечно, было в высшей степени необоснованно и глупо, так как ему шел лишь двадцатый год. Герцтвуд привык к общему уважению, и его, человека довольно тонкого, очень раздражало, что он окружен людьми, для которых его авторитет перестал существовать, и которых он с каждым днем понимал все меньше и меньше. И теперь, когда стали возникать всякие мелкие недоразумения, вроде размолвки, например, которая произошла из-за желания миссис Герцтвуд выехать в Вокешу пораньше, он яснее осознал свое положение. Теперь уже не он руководил, а им руководили. И когда, к тому же, он то и дело сталкивался со вспышками раздражения, когда он видел, что на каждом шагу стараются умолить его авторитет и вдобавок награждают его моральными пинками, пренебрежительной усмешкой или ироническим смехом, тогда он тоже переставал владеть собой. Его охватывал с трудом сдерживаемый гнев, и он мечтал развязаться со своим домом, который казался ему раздражающей помехой на пути его желаний и планов. Но, несмотря на все, он сохранял видимость, главенство и контроль, хотя жена всячески старалась бунтовать. Впрочем, миссис Герцтвуд устраивала сцены и открыто востовала против мужа лишь потому, что считала это своим правом. У нее не было никаких фактов, которыми она могла бы оправдать свои поступки, никаких точных сведений, которые она могла бы использовать как козырь против мужа. Недоставала лишь явного, неопровержимого доказательства, холодного дуновения, чтобы нависшие тучи подозрений разразились ливнем безудержного гнева. Однако вскоре миссис Герцтвуд случайно напала на след тайных похождений мужа. Доктор Биэлл, красивый мужчина, живший по соседству с Герцтвудами, встретил миссис Герцтвуд у ее дома спустя несколько дней после того, как управляющий баром катался с Керри в экипаже по бульвару Вашингтона. Доктор Биэлл, случайно проезжавший той же дорогой, узнал Герцтвуда, лишь когда они уже разъехались в разные стороны. Что же касается Керри, то он не разглядел ее и думал, что это жена Герцтвуда или его дочь. «Вы что же, перестали здороваться со знакомыми, когда встречаете их на прогулке?» — шутливо обратился он к миссис Герцтвуд. «Если я их замечаю, то здороваюсь», — ответила миссис Герцтвуд, — «где же вы меня видели?» «Но бульваре Вашингтона», — произнес доктор Биэлл. Он ожидал, что в ее глазах мелькнет воспоминание, но она лишь покачала головой. «Окло Гойн-авеню», — пытался напомнить ей доктор, — «вы были с мужем». «Мне кажется, что вы ошиблись», — ответила миссис Герцтвуд. Но когда он упомянул о ее муже, у нее сразу зародились подозрения, которые она, впрочем, ничем не выдала. «Я уверен, что видел Вашего мужа», — продолжал доктор, — «но, возможно, это были не Вы, а Ваша дочь. Тут я не совсем уверен». «Вполне возможно, что это была она», — поспешила согласиться миссис Герцтвуд, отлично зная, что такого случая не было. Джессика уже несколько недель никуда не выезжала без нее. Миссис Герцтвуд успела настолько овладеть собой, что тут же попыталась выведать какие-нибудь подробности. «Когда же это было днем?» — спросила она, искусно разыгрывая равнодушие и делая вид, будто кое-что знает об этом. «Да, часа в два или три». «В таком случае это была Джессика», — сказала миссис Герцтвуд, не желая показывать, что придает какое-либо значение этому инциденту. Доктор Биэлл со своей стороны тоже сделал кое-какие выводы, но прекратил разговор, считая, что продолжать его не стоит. А миссис Герцтвуд в течение нескольких часов и даже дней ломала голову над полученными сведениями. Она нисколько не сомневалась, что доктор Биэлл в самом деле встретил ее мужа, который с кем-то катался в экипаже по бульвару. По-видимому, с посторонней женщиной. О своей жене, между тем, он говорил, что страшно занят. Миссис Герцтвуд с нарастающим гневом принялась вспоминать, сколько раз муж отказывался сопровождать ее в гости или участвовать в тех или иных развлечениях, разнообразивших ее жизнь. Его видели в театре с какими-то людьми, которые, по его словам, были друзьями владельцев бара. Теперь его видели, когда он катался по бульвару с какой-то женщиной. И надо полагать, у него для этого готово какое-нибудь объяснение. Возможно, даже, что были и другие женщины, о которых она не слыхала. Иначе чем же объяснить, что он в последнее время все отговаривается делами и проявляет такое равнодушие к событиям семейной жизни? За последние несколько недель он стал страшно раздражителен и все время норовит куда-нибудь уйти, нисколько не интересуясь, все ли благополучно дома. В чем же дело? Миссис Герцтвуд вспомнила также и немало была взволнована этой мыслью, что Герцтвуд больше не смотрел на нее так, как бывало раньше, и в его взгляде уже не бывало удовлетворения или одобрения. Очевидно, помимо всего прочего, он находил, что она стареет и становится неинтересной. Быть может, он стал замечать ее морщинки, она увядает с каждым днем, между тем, как он сохранил еще всю элегантность и молодость. Он по-прежнему остался душой общества во всевозможных развлечениях, а она, миссис Герцтвуд, больше не хотела думать об этом. Она только сознавала, что находится в весьма печальном положении и потому еще больше ненавидела мужа. Инцидент с доктором Биэлом не повлек за собой пока никаких последствий, так как миссис Герцтвуд не имела никаких доказательств, которые дали бы повод завести разговор с мужем. Но атмосфера недоверия и взаимной неприязни все сгущалась и время от времени порождала легкие шквалы раздражения и вспышки гнева. Вопрос о поездке на курорт. На следующий день после выступления Кэрри в клубе «Общество лосей» миссис Герцтвуд и Джессика поехали на бега с молодым Тейлором, сыном крупного поставщика мебели. Они выехали рано и случайно повстречали знакомых Герцтвуда, тоже лосей, двое из которых присутствовали накануне на спектакле. Не будь Джессика так увлечена своим молодым спутником, вопрос о спектакле, возможно, вовсе не был бы поднят. Но так как юный Тейлор не обращал никакого внимания на миссис Герцтвуд, последняя вынуждена была вступить в короткий разговор с раскланивавшимися с нею знакомыми, а короткий разговор превратился в длинный. И она услышала весьма интересную новость. — Жаль, что вас не было вчера на нашем маленьком спектакле, — сказал джентльмен в красивом спортивном костюме и с биноклем через плечо. Очень жаль. Миссис Герцтвуд в недоумении уставилась на него, о чем он говорит. Она не была на каком-то спектакле? На спектакле, о котором она даже не слыхала. С ее уст чуть было не сорвалось. — Вот как? — произнесла миссис Герцтвуд. — Да, жаль, что вы не могли прийти. Я был огорчен, когда узнал, что вы плохо себя чувствуете. — Плохо себя чувствую? Миссис Герцтвуд была так ошеломлена, что чуть не повторила эти слова вслух. Она с трудом подавила желание опровергнуть ложь и расспросить собеседника и почти проскрежетала. — Да, мне тоже очень жаль. Субтитры сделал DimaTorzok